Александр Галич. Генеральная репетиция. Дай мне неспешно и не лживо поведать перед лицом твоим о том, что мы в себе таим, о том, что в здешнем мире живо, о том, что зреет гнев в сердцах. Первая глава. Пусть во веки веков на этой земле, опозоренной грехом и гордыней, не вырастет, не пробьется к свету ни одна былинка. Горе тебе, Карфаген. Здесь в это утро очередная студия художественного театра, впоследствии она будет называться Театр-студия Современник, показывала генеральную репетицию моей пьесы «Матросская тишина». Впрочем, и студийцам, и мне, автору, и многим другим заинтересованным лицам было известно, что пьеса уже запрещена, но при этом запрещена как-то странно. Официально она запрещена не была. У нее, у пьесы, даже оставался так называемый разрешительный номер главлита, что означало право любого театра пьесу эту ставить. Но уже зазвенели в чиновных кабинетах телефонные звоночки, уже зарокотали, минуя пишущие машинки секретарш, приглушенные начальственные голоса, уже некое весьма ответственное и таинственное лицо, таинственное настолько, что не имело ни имени, ни фамилии, вызвало к себе директора Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и приказало прекратить репетиции «Матросской тишины». «Но позвольте, – растерялся директор, – спектакль уже на выходе, что же я скажу актерам?» Таинственное лицо пренебрежительно усмехнулось. «Что хотите, то и скажете. Можете сказать, что автор сам запретил постановку своей пьесы». Нечто подобное происходило и в других городах, где репетировалась матросская тишина. И нигде никто ничего не говорил прямо. А так сказать, не советовали, не рекомендовали, предлагали одуматься. И вот перестали сколачивать декорации, прекратили шить костюмы. Помри же отобрали у актеров тетрадочки с ролями. Режиссеры-постановщики спрятали экземпляры пьесы в ящике письменных столов. Когда-нибудь на досуге они перечитают пьесу, вздохнут и помечтают о том, какой спектакль они бы поставили, если бы. И только маленькая студия, еще не театр, не организация с бланками и печатью, упорно продолжала на что-то надеяться. То ли на высокое покровительство Московского художественного театра, то ли на малопонятную упрямую поддержку пьесы порторгом ЦК Примхати, неким Сапетовым. Поддержку, за которую он впоследствии схлопочет строгача. Строгий выигр с предупреждением за потерю бдительности и политическую близорукость. Но может быть самой главной основой надежды, основой основ было то, что никто из нас, ни я, ни студийцы, не могли понять, за что, по каким причинам наложен запрет на эту почти наивно патриотическую пьесу. В ней никто не разоблачался, не бичевались никакие пороки. Совсем напротив, она прославляла, правда, не партию и правительство, а народ, победивший фашизм и сумевший осознать себя как единое целое. Я начал писать эту пьесу весной 45-го года. Это была воистину удивительная весна. Приближался день победы. Незнакомые люди на улицах улыбались, обнимали и поздравляли друг друга. Я был смертельно и счастливо влюблен в свою будущую жену, покончил навсегда сопостылившим мне актерством и решил заняться драматургией. Казалось, что вот теперь-то и вправду начнется та новая, безмятежная и прекрасная жизнь, о которой мы столько лет мечтали. Казалось, а может быть так оно и было на самом деле, в первый раз, в самый первый и единственный раз, которому уже никогда больше не суждено было повториться ни в нашей судьбе, ни в судьбе страны, в те дни везде и повсюду возникло в людях радостное чувство единства, причастности к великим событиям и самому дыханию истории. И мы не знали, не хотели знать, а потому и не знали, что уже тащится, отстаиваясь днями на запасных путях, тащатся в Воркуту, в Магадан, в Тайшет, арестантские эшелоны, битком набитые теми самыми героями войны, о которых мы, вольные, распевали такие прекрасные и задушевные песни, что распухает в восстановленных архивах НКВД папки с делами бывших и будущих зэков, что совсем скоро выйдут постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и вываливают в грязи, а шельмуют великих русских писателей – Ахматову и Зощенко. Что бездарнейший Жданов, причастный к культуре только тем, что умел с грехом пополам играть на рояле сентиментальный вальс Чайковского, будет с высокомерием невежды обучать Прокофьева и Шостаковича правилам сути и смысла музыки. А еще чуть позже начнется и вовсе страшное. Дело Вознесенского, убийство Микоэлса, физическое уничтожение еврейского театра и еврейского антифашистского комитета, борьба с космополитизмом, унизительная в своей ничтожности борьба за приоритет, знаменитая сессия восхнила, на которой лысенковцы навсегда, так они думали, покончат с лженаукой-генетикой. Так вот, повторяю, могли ли мы знать в ту удивительную и прекрасную весну 45-го года, какой кровавый шабаш, какая непристойность безумия и преступлений ожидает нас в ближайшие годы. Еще несколько лет назад я, не задумываясь, ответил бы, нет, не могли знать. Но теперь, на этом горьком рубеже, когда обрублены канаты, исходни убраны уже. Теперь, сейчас, когда я, да и не один я, многие с пристрастием допрашиваем сами себя и проверяем сегодняшним отчаянием и завтрашними надеждами всю нашу прошлую жизнь, имею ли я право с той же определенностью сказать, нет, ничего мы знать не могли. Как же так? Ведь знали же мы, знали, прекраснейшим образом знали, какой унизительной проверке, а подчас и не только проверке, подвергаются и старики, и малыши, жившие под немцами, или, как деликатно писали в газетах, оказавшиеся на временно оккупированной территории. Знали мы и о том, какая участь ждала офицеров и солдат, попавших в плен, сумевших выжить в лагерном аду и освобожденных родными советскими войсками. Знали о судьбе немцев по Волжье, крымских татар, чеченцев и ингушей, кабардино-балкарцев. Знали, но... Прошивали вечерние небеса разноцветные стежки салютов, гремели торжественные залпы, пели и танцевали на Красной площади. Строгий голос диктора Левитана сообщал по радио о начале штурма Берлина. И по-детски пронзительная вера в чудеса, вера в то, что все будет хорошо и удивительно, что вот сейчас, вон за тем углом, за тем поворотом, вдруг откроется и заплещется море, которому здесь отродясь быть не положено. Эта счастливая и в глубине своей трусливая вера заставляла нас не слышать, не думать, не видеть и не помнить обо всем, что могло хоть на мгновение помешать или омрачить нашу общую радость. В те дни я начал писать эту пьесу. Потом, по вполне естественным причинам, я ее отложил в сторону. Стал, без особых, между прочим, угрозений совести, сочинять «Вадевили» и «Романтическую муру», вроде «Вас вызывает таймыр» и «Походного марша». И вернулся к матросской тишине только много лет спустя, после 20-го съезда КПСС и разоблачений Хрущевым преступлений Сталина. Вернулся в ту пору, которая с легкого пера Ильи Эренбурга получила название «Оттепели». Название это, кстати, при всей своей пошлости, довольно точно отражает ту насморочно-хлипкую кутерьму, ту восторженно-потную неразбериху, которая эту пору отличала. И опять мы поверили. Опять мы, как бараны, радостно заблеяли и ринулись на зеленую травку, которая оказалась вонючей топью. Я дописал пьесу, отпечатал ее в четырех экземплярах, прочитал нескольким друзьям. Никакому театру я ее почему-то, хотя и был в те годы вполне преуспевающим драматургом, не предложил. И вот однажды, без предварительного звонка, ко мне пришли актер Михаил Казаков, когда он работал в театре имени Маяковского, он играл в моей пьесе «Походный марш» главную роль, и актер Центрального детского театра Олег Ефремов, один из основателей театра студии «Современник», а ныне главный режиссер Московского художественного театра. Они сказали, что достали у кого-то из моих друзей экземпляр пьесы, прочли ее на труппе, пьеса понравилась, и теперь они просят меня разрешить им начать репетиции с тем, чтобы студия открылась как театр двумя премьерами – пьесы «Розово. Вечно живые» и «Матросской тишиной». Так начался год нашей дружной, веселой и увлеченной работы, которая в это зимнее утро должна была завершиться никак неожиданным нам финалом. Как выяснилось, Александр Васильевич Солодовников, тогдашний директор художественного театра, не только распорядился строжайшим образом не пускать на генералку никого, кроме лиц, поименованных в особом списке, но и вызвал на подмогу беспечным сторожам Дворца культуры мхатовских билетеров, вымуштрованных наподобие кремлевской охраны. Вальяжный, как все работники МХАТа, белолицый администратор стоял рядом с билетерами и держал в руке составленный Солодовниковым в список. Увидев меня с женой, он приветливо, хотя и несколько печально, улыбнулся, кивнул и сказал билетерам «Пропустите!» В толпе, томившейся у входа, раздались недовольные голоса. «Почему это одних пускают, а других...» «Это автор!» «Ну и что же?» хрипло сказала какая-то девчушка. И она была, разумеется, права. Что есть автор для театральных чиновников, как недокучливый недотепа, доставляющий лишние хлопоты начальству, обремененному и без того высокими, даже высочайшими государственными заботами? А тут на тебе, читай пьесу, или того пущи, трать драгоценное время, смотри спектакль и придумывай формулировки, на основании каковых следует этот спектакль запретить. Так при чем же, спрашивается автор? Решительно ни при чем. Несколько лет спустя мы с одним приятелем сочиним шуточную песню. «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди. Там трава не смятая, дышится легко, там конфеты мятные, птичье молоко. За семью заборами, за семью запорами, там конфеты мятные, птичье молоко». О упоение, и величайшее из величайших, о неприходящая страсть и забота партийно-правительственных чиновников, создание и узаконение всякого рода неравенств и предпочтений, воздвигание заборов и навешивание табличек с надписью «Посторонним вход воспрещен, посторонним вход строго воспрещен, посторонним вход строжайше воспрещен». Я видел такую табличку, повешенную дирекцией, какого-то военного санатория на воротах знаменитого парка в Гурзуфе. Я смотрел на эту табличку и с грустью думал, что Александр Сергеевич Пушкин, который, как известно, числился за гражданским ведомством, не мог бы гулять в наши дни по дорожкам своего любимого парка. И, возможно, не знали бы мы с вами строк. Там некогда и я, сердечной муки полной. Я никогда не забуду того сиротливо-тоскливого чувства, которое охватило меня, как только я переступил порог дверей, ведущих в зрительный зал. Верхняя люстра не горела, и в огромном помещении, рассчитанном тысячи на полторы места, сидело человек пятнадцать, не больше. И еще усиливая ощущение сиротливости, стоял в зале какой-то непонятный и неприятный запах, словно в нем долго сушили плохо простиранное белье и курили скверный табак. Этот запах будет еще долго меня преследовать и даже иногда снится. Мне вообще снятся запахи? Я усну, и мне приснятся запахи мокрой шерсти, снега и огня. Запахи Севастополя, первого города, живущего в моей памяти, были летними. Мокрые и теплые камушки, соленая морская вода в нефтяных разводах и гниющие на берегу водоросли, сладковатый запах пыльной акации, которая росла на нашем дворе. А в знаменитой панораме оборона Севастополя пахло совсем замечательно, с кипидаром, лаком и деревом, нагретым солнцем. Мы медленно шли с мамой по круглой галереи панорамы, мимо окон, за которыми растелались форпосты береговой обороны и виднелись окутанные дымом корабли с распущенными парусами. Но, как ни странно, корабли меня заинтересовали не слишком. А вот у окна, выходившего на четвертый бастион, я застрял. И застрял надолго. Здесь было все замечательно. И реющий в дымном тумане Андреевский флаг, и раскаленные жерла пушек, и суетившиеся возле этих пушек орудийные расчеты, и храпящие, мчащиеся неведомо куда, боевые кони. А совсем рядом со мной, внизу, лежал на земле беззвучно кричащий раненый морячок, и молоденькая сестра милосердия, встав около него на колени, бинтовала ему окровавленную грудь. Я смотрел и смотрел, а потом даже высунулся из открытого окна, чтобы разглядеть еще лучше, куда именно ранен морячок, и почему у него так странно подвернута нога. Я высунулся, наклонился, из головы моей слетела матросская шапочка, и упала на руки сестре милосердия. И тут я не то чтобы испугался, я просто-напросто окаменел. Я понял, что сейчас должно произойти нечто ужасное. Гром, молния, божья кара. Но ничего не произошло. Появился хромой сторож, мама попросила его достать мою шапку, сторож улыбнулся и снова куда-то исчез. А потом, и это уже было совсем невероятно и ни на что не похоже, хромой сторож оказался там, на поле боя. Как ни в чем не бывало, постукивая деревяшкой протеза, он подошел к раненому морячку и сестре милосердия, наклонился, поднял с земли, а вернее сказать, с пола, мою матросскую шапочку и, отряхнув, протянул ее оттуда нам. Спасибо, сказала мама. Большое спасибо. Не о чем говорить, мадам. Весело, с певучей южной интонацией ответил сторож. А запахи Москвы были зимними. Удивительно, но я совершенно не могу себе представить Москву моего детства весной и летом. Может и впрямь есть летние города и зимние города. Я отчетливо помню запах снега на чистых прудах, запах крови во рту. Какой-то великовозрастный болван уговорил меня в лютый мороз попробовать на вкус висевший на воротах железный замок. Запах мокрой кожи и шерсти. Это сушились на голландской печке мои вываленные в снегу ботинки и ненавистные рейтузы, которые перед каждой прогулкой со скандалом натягивала на меня мама. Я усну, и мне приснятся запахи мокрой шерсти, снега и огня. В зрительном зале Дворца культуры наиболее многочисленной человек 10 была группа административных работников художественного театра и каких-то незначительных чиновников из управления культуры. Сапетов, наш защитник и друг, на репетицию не пришел и возглавлял эту группу важный в хорошо сшитом костюме Александр Васильевич Солодовников. Человек не глупый, но решительно ничтожный. Он, говорят, имел какое-то родственное отношение к знаменитой купеческой династии Солодовниковых и во искупление своего подмоченного социального происхождения служил и прислуживал власть имущим с таким старанием, что постоянно пересаливая совершал какие-нибудь промахи и тогда на некоторое время он исчезал словно проваливался в небытие из которого снова возникал в очередном кресле очередного директорского кабинета художественного театра большого театра малого театра комитета по делам искусств министерства культуры и так далее и тому подобное. Если барон в пьесе Горького на дне говорит, что он всю жизнь только и делал что переодевался то Солодовников всю жизнь пересаживался из одного кресла в другое а табличку со скромной и лаконичной надписью директор А.В. Солодовников он верно носил в портфеле сам привинчивал ее к дверям сам отвинчивал В стороне совершенно отдельно от всех закинув голову и что-то внимательно изучая на потолке сидел Георгий Александрович Товстоногов художественный руководитель Ленинградского Большого Драматического театра имени Горького решительно непонятно как и зачем он попал на эту генеральную репетицию хотя именно ему суждено будет сказать роковую фразу которой воспользуется Солодовников когда после окончания спектакля возникнет долгая и неловкая пауза Человек по-настоящему талантливый Товстоногов добился ведущего положения в театральном мире благодаря своему дарованию энергии даже некоторой смелости но одно дело пробиться наверх и совсем другое на этом верху удержаться тут уж никакой творческий дар никакая энергия и уж тем более смелость помочь не могут и начинается позорный путь компромиссов сделок собственной совести рассуждений вроде ну ладно поставлю к такому-то юбилею или торжественной дате эту дерьмовую пьесу ну уж зато потом ну и потом будет юбилей очередная торжественная дата в нашей стране они следуют друг за другом непрерывной чередой и все мастера культуры все художники театра и кино должны откликнуться обязательно осветить отобразить увековечить прославить и откликаются освещают отображают увековечивают прославляют и не наступит никогда уже не наступит это заветное потом вянет талант иссякает энергия и навсегда исчезает из словаря даже само слово смелость когда мы с женой вошли в зал и заняли места где-то примерно ряду в 15 все головы обернулись к нам и на всех лицах изобразилось этакое печально сочувственное выражение таким выражением обычно встречают на похоронах не слишком близких родственников усопшего осолодовников посмотрел на меня особо солодовников посмотрел на меня так что я сам того не желаю усмехнулся я хорошо на всю жизнь запомнил подобный взгляд после того как мы переехали из севастополя в москву мы поселились в кривоколенном переулке доме номер 4 который в незапамятные времена сто с лишним лет тому назад принадлежал семье поэта Дмитрия Веневитинова осенью 1826 года во время короткого наезда в Москву Александр Сергеевич Пушкин читал здесь друзьям свою только что законченную трагедию Борис Годунов В зале где происходило чтение мы и жили Жили конечно не одни При помощи весьма непрочных вечно грозящих обрушиться перегородок зал был разделен на целых 4 квартиры 2 по правую сторону если посмотреть от входа окнами во двор 2 по левую окнами в переулок и между ними длинный и темный коридор в котором постоянно и днем и ночью горела под потолком висевшая на голом шнуре тусклая электрическая лампочка окна нашей квартиры выходили во двор вернее даже не во двор а на какой-то удивительный нелепый необыкновенно широкий балкон описанный в воспоминаниях Погодина о чтении Пушкиным Бориса Годунова а во дворе в одноэтажном выбеленном сараеобразном доме который все по старинке называли службами жил дворник Захар был он добрейший души человек но горький пьяница в конце концов он допился до белой горячки и умер жена Захара решила после похорон и поминок уехать домой в деревню собралась она быстро а перед отъездом вроде бы на прощание устроила распродажу оставшихся после Захара и ненужных ей в деревне вещей прямо во дворе на деревянном столе очищенном от снега и застеленным газетами было разложено для всеобщего обозрения какое-то немыслимое шматье все что попадалось Захару в те давние смутные годы когда в Веневитиновском доме чуть не каждый месяц а то и чаще сменялись жильцы одни уезжали неведомо куда другие приезжали неведомо откуда и все что-нибудь бросали оставляли а Захар подбирал и теперь это брошенное и подобранное лежало на деревянном столе под открытым небом на желтых газетах и некрупный снежок падал на рваную одежду и разрозленную обувь на искалеченные люстры на чемоданы и кофры с продранными боками и оторванными ручками на всевозможнейшие деревяшки и железки неизвестного назначения а совсем с краю уже даже и не на газете как вещь воистину и в полном смысле этого слова бесполезная и пустая лежал альбом с марками альбом был очень толстый и очень замурзанный марки в него были вклеены как попало неряшливо и небрежно иные прямо оборотной стороной к бумаге наклеивал их и видно какой-то совершеннейший дурак невежда но альбом повторяя был очень толстый и марок в нем было очень много и когда я спросил у жены Захара сколько она за него хочет она не взглянув в мою сторону и даже кажется не разобрав к чему именно я прицениваюсь равнодушно ответила 5 гривен я понимал что 50 копеек это большие деньги но я все-таки выпросил их у отца и купил этот альбом несколько дней несколько дней подряд я как скупой рыцарь подсчитывал количество неиспорченных небраковных как полагалось говорить марок в альбоме Захара их оказалось что-то около двух с половиной тысяч штук в основном это были русские дореволюционные марки как большинство начинающих я мечтал о треуголках с далекого острова Борнео о черных лебедях Тасмании и Новой Зеландии о красочных марках бельгийского Конго а тут все были какие-то двухглавые орлы и унылые портреты государей императоров но я не огорчался я знал что есть чудаки которые собирают именно старые русские марки что можно совершить обмен но для этого полагалось по всем законам определить хотя бы приблизительную ценность марок в альбоме Захара нужен был каталог а каталог даже плохонький я уже не говорю о знаменитом французском каталоге Вера стоит так дорого что я и заикнуться не смел чтобы мне его купили но и тут отыскался выход недалеко от нашего дома у мясницких кировских ворот находился главный почтамт ежедневно часов с двух и до позднего вечера в здании почтамта у окошечка за которым красноморный старик продавала открытки и марки собирались филателисты и нумизматы со всей Москвы не было тогда наверное ни клуба ни филаталистического общества и поэтому все охотники за марками и старинными монетами толпились здесь на этом неприютном и шумном пятачке прелюбопытнейшее это было зрелище азартные мальчишки вроде меня мал-мала меньше и почтенные седобородые старцы пожилые мужчины этакого профессорского обличия пенсней старомодных глубоких калошах и мятые юркие личности неопределенного возраста общественного положения и даже пола и у всех не исключая самых седых и почтенных были прозвища так например глава всего этого сборища непререкаемый авторитет по любым вопросам филателии и нумизматики длинный худой старик с козлиной бородкой и противным скрипучим голосом назывался дядя Меша или Мешок здесь можно было купить продать совершить обмен получить справку и консультацию и что самое главное у красноморного дедушки в окошке был каталог и вера в который он разрешал заглядывать всем желающим и вот я отправился на главный почтапт для начала я взял с собой только одну марку ту которую я по неизвестным причинам особенно не взлюбил марка эта и вправду была какая-то ужасно скучная большая квадратная с невыразительным рисунком и надписью русский телеграмм в ответ на мою робкую просьбу дедушка в окошке взял со стола вожделенный в синим матерчатом переплете каталог и вера еще не давая его мне коротко спросил какая страна Россия дедушка в окошке перелистал каталог нашел нужную страницу заложил ее бумажной полосой и протянул наконец каталог мне я взглянул на заложенную страницу и обомлел некрасивая большая почти квадратная марка с невыразительным рисунком и надписью русский телеграф словом та самая марка которая запрятанная в пакетик лежала сейчас у меня в нагрудном кармане открывала раздел марок России она была отмечена тремя звездочками что кажется означало крайнюю степень редкости и стоило если мне не изменяет память ни то 25 ни то 35 тысяч франков ну давай каталог проворчал дедушка в окошке и увидев на моем лице выражение идиотского восторга граничащего с испугом поинтересовался ты чего я молча показал ему марку дедушка в окошке издал горлом какой-то булькающий странный звук и окошко внезапно закрылось через мгновение случай небывалый дедушка вышел из стеклянной двери в перегородке и прямиком направился к дяде Меша я уже не знаю что он ему там сказал но только дядя Меша мгновенно прервав беседу с каким-то чрезвычайно фронтоватым молодым человеком обернулся поглядел на меня и нездороваясь протянул длинную худую руку покажите это ваша марка спросила на меня через секунду и не бумажник и бережно спрятал в него конвертик с маркой вот что сказал дядя Меша я сегодня же покажу эту марку экспертом завтра ровно в три часа я буду здесь если ваша марка не подделка не фальшак то я предложу вам за нее чрезвычайно интересный и выгодный для вас обмен будьте здоровы но на завтра ни в три ни в четыре ни в пять дядя Меша на почтам не пришел он явился только на третий день и когда еще издали я увидел как он проталкивался сквозь тяжелую вращающуюся дверь я не помня себя от радости со всех ног бросился к нему здравствуйте мое почтение удивленно холодно и небрежно ответил дядя Меша ну как моя марка спросил я глупо улыбаясь лохматые брови дяди Меши полезли вверх ваша марка какая ваша марка ну как же залепетал я уже чувствуя что происходит что-то ужасное и непоправимое но вы же помните вы взяли у меня марку русский телеграф русский телеграф дядя Меша скорчил презрительную усмешку милостливый государь сказал он добивая меня окончательно поскольку ни до ни после никто не называл меня милостливым государем я занимаюсь филателлей больше 40 лет только недавно мне впервые удалось достать русский телеграф и то в довольно плохой сохранности я знаю коллекционеров настоящих коллекционеров которым за всю жизнь так и не посчастливилось достать этот раритет что такое раритет я не знал но мне уже было все равно несколько мятых личностей обступили нас с мрачным интересом прислушиваясь к нашему разговору усмешка на губах дяди Меши стала еще язвительнее позвольте позвольте теперь я припоминаю да действительно вы дали мне на обмен марку но она оказалась такой бессовестной такой грубой подделкой что я ее просто-напросто выбросил великая правила черного рынка первейшая заповедь всех и всяческих шулеров и мошенников обманутого следует объявить обманщиком весь год не валка и не шатка все тоже в новом январе и каждый день горела шапка горела шапка на воре а вор белье тащил с забора снимал с прохожего пальто и так вопил держите вора что даже верил кое-кто как выяснилось эти дамочки то и были самыми главными это для них устраивалась генеральная репетиция это от них ждали окончательного и решающего слова я довольно хорошо запоминаю лица людей которых встречал даже мельком но сегодня как не боюсь я не могу восстановить в памяти светлый облик этих ответственных дамочек помню только что они были почти пугающе похожи друг на друга как две рельсы одной колеи одинаковые бесцветные жидкие волосы собранные на затылке в одинаковые фиги одинаковые тускло-серые глазки носы пуговкой тонкогубые рты и даже фамилии честное слово я ничего не придумываю у них были одинаково птичьи дамочка из ЦК называлась Соколовой а дамочка из МК Соловьевой причем как-то так получилось по сложнейшей системе партийно-чиновничьей иерархии что дамочка из МК в платье кирпичного цвета была почему-то главнее дамочки из ЦК в платье бутылочного цвета и как говорили они далеко не всегда и не во всем ладили но сегодня они были заранее заодно и мирно шушукались не обращая ни на кого ни малейшего внимания до вершения пугающего скотства у обеих дамочек был насморк и они время от времени почти одинаковыми движениями вытирали покрасневшие носы пуговки и чинно запихивали платочки в рукава бутылочного и кирпичного платья о чем они шушукались кто знает уж наверняка ни о студии ни о пьесе ни о спектакле даже я допускаю и это не о государственных делах а скорее всего о чем-нибудь уютном мирном домашнем о здоровье о детях о том как готовить капустные котлеты с яйцом или без есть три раза в день хотят все даже палачи когда-то в 1949 году я как молодой кинематографист был приглашен на торжественное собрание в дом кино посвященное избиению космополитов от кинематографа принцип единообразия действовал с железной последовательностью если были поначалу обнаружены космополиты в театре теперь естественно следовало их обнаружить и разоблачить в кинематографе музыки живописи науки среди тех кого собирались побивать камнями на этом торжеще были и мои тогдашние друзья драматург Блейман критики Оттен Коварский именно это обстоятельство заставило меня пойти в дом кино и даже сесть вместе с ними в первом ряду они все сидели в первом ряду для того чтобы выступающие могли обрушить с трибуны свой пламенный гнев не куда-нибудь в пространство а прямо в лицо изгоем безродным космополитом Иваном и Абрамом не помнящим родства а вел собрание председательствовал на нем управлял им Михаил Эдишерович Чаурели любимый режиссер и непременный застольный шут гения всех времен и народов вождя и учителя отца родного товарища Сталина зычным и ясным голосом Чаурели объявлял фамилию очередного оратора что-то задумчиво чертил в блокноте поворачивал к говорившему свой медальный как у Остапа Бендера профиль то хмурился то извительно усмехался то неодобрительно поджимал губы он негодовал он скорбел он переживал и вдруг поглядев в зал он увидел меня и что-то изменилось в его лице он даже чуть приподнял руку и встретившись со мной взглядом несколько раз призывно покивал мне головой я похолодел я понял что уже после объявленного перерыва Чаурели хочет чтобы выступил я и от имени молодых заклеймил кого положено заклеймить и заверил кого положено заверить в том что уж мы-то молодые не подведем не подкачаем не посрамим надо смываться решил я а Чаурели все продолжал призывно кивать мне головой и я мысленно обругал своего ни в чем неповинного младшего брата на свадьбе которого я и познакомился с Михаилом Идишеровичем когда объявили перерыв я ринулся к выходу но меня почти мгновенно перехватил администратор дома кино вас просил задержаться товарищ Чаурели он хочет с вами поговорить Чаурели спустился со сцены в зал подошел взял меня дружески под руку отвел в угол задумчиво как бы изучающий глядя мне в лицо он негромко спросил слушай это правда что у тебя больное сердце правда правда Михаил Идишерович заторопился я надеясь что это обстоятельство поможет мне отказаться от выступления правда но уже следующий вопрос Чаурели меня буквально ошеломил слушай а сколько раз ты не боишься я ничего не понял как это сколько раз ну ты понимаешь Чаурели повертел пуговицы на моем пиджаке и печально улыбнулся у меня тут в Москве одна очень прекрасная девочка цветочек но когда я ее он употребил как нечто совершенно естественное грубое непечатное слово больше двух раз у меня начинает болеть сердце а сколько раз ты не боишься так вот о чем он думал этот почетный председательствующий вот какая мысль томила его и не давала ему покоя вот о чем он размышлял делая вид что с глубоким вниманием прислушивается к истерическим выкрикам Всеволода Пудовкина и хрипению Марка Донского теперь я знаю что означало покачивание головой поджимание губ саркастическая усмешка когда мы с женой заняли свои места Солодовников встал он подошел к первому ряду и что-то почтительно спросил у ответственных дамочек кирпичная кивнула Олег Николаевич позвал Солодовников в проеме занавеса в ту же секунду появилось испуганное лицо Олега Ефремова Олег Николаевич сказал Солодовников и посмотрел на часы я думаю будем начинать а то товарищи он значительно указал на бутылочную и кирпичную торопятся хорошо Александр Васильевич Ефремов скрылся и через мгновение когда в зале погас свет снова появился на аванс-сцене в луче бокового софита и начал он исполнял в моей пьесе роль Чернышева и одновременно рассказчика детство город Тульчин первая пятилетка август 1929 года очереди у хлебных магазинов вечерами по рыбаковой балке слоняются пьяные они жалобно матерятся поют дурацкие песни и запрокинув головы с грустным недоверием разглядывает звездное небо следом за пьяными почтительными стайками ходим и мы мальчишки в ту пору нам было по 10-12 лет мы не очень-то сетовали на трудную жизнь и с удивлением слушали ворчливые разговоры взрослых о торговле которая пришла в упадок и о продуктах которые невозможно достать даже на рынке мы мальчишки были патриотами барабанщиками мечтателями и спорщиками шварцы жили в нашем дворе вдвоем отец Абрам Ильич и Давид они занимали большую полуподвальную комнату вещи в этой комнате были расставлены самым причудливым образом казалось их только что сгрузили с телеги старьевщика и еще не успели водворить на свои места прямо напротив двери висел большой портрет на портрете была изображена старуха в черной наколке с тонкими иронически поджатыми губами старуха неодобрительно смотрела на входящих двинулся занавес так как спектакль уже перестали финансировать то декорации были сооружены из так называемого подбора кое-что удалось смастерить самим кое-что выпросить в постановочной части художественного театра Ефремов медленно спиной к зрительному залу словно разглядывая внимательно то что происходит на сцене перешел из левой кулисы в правую остановился и в полоборота к залу договорил слова вступления вечер Абрам Ильич Шварц актер Евстигнеев маленький пожилой человек похожий на плешивую обезьянку сняв пиджак разложил перед собой на столе скучные деловые бумаги исчерканные красным карандашом Давид актер кваша стоит у окна ему 12 лет у него светлые рыжеватые вихры слегка вздернутый нос и оттопыренные уши он играет на скрипке время от времени умаляющими глазами поглядывая на круглые стенные часы ходики у дверей развалившись в продранном кресле сидит толстый веселый человек кладовщик Митя Жучков актер пастухов Ефремов слегка понизил голос сухо пощелкивает костяшки на счетах упражнения ауэра утомительны и тревожны как вечерний разговор с богом за окном равнодушный женский голос протяжно кричит на одной ноте Сереньку Ефремов скрылся в кулисе и сцена до тех пор неподвижная а жила запиликала скрипка защелкали костяшки на счетах где-то далеко протяжно прокричал женский голос Сереньку началось первое действие Шварц бормочет вчера 1 августа 1929 года было отправлено 6 вагонов в Херсон и 9 в Одессу так пишем Давид раз и два и три и раз и два и три и Митя Гуревичи уже сложились чистый цирк честное слово вот объясните вы мне Абрам Ильич почему это у евреев так барахла завсегда много Шварц уткнувшись в бумаге семейные люди очень просто Давид раз и два и три и раз и два и три и Митя усмехнулся помотал головой нет я на Розу Борисовну прямо таки удивляюсь это же надо с малыми дитями с больным мужем и на такое отчаянное дело подняться прямо не старуха а махно какая-то честное слово Давид опустил скрипку папа девятый час Шварц равнодушно ну и что Давид я устал Шварц устал хмыкнул покосился на Митю он устал как вам это понравится Митя резко обернулся к Давиду между прочим я целый божий день стою больными ногами на холодном цементном полу и целый божий день не морочат голову и на вечер я еще беру работу домой так почему же я никому не жалуюсь что я устал что Давид я не знаю Шварц подумал сыграй Винявского и можешь отправляться на двор усмехнулся ему видите ли Митя с отцом скучно ему нужны его голь шмоль и компания сыграй мазурку Винявского ну Давид после паузы хорошо Давид снова поднимает скрипку печальная церемонная мазурка Винявского Абрам Ильич слушает чуть наклонив на бок голову и почесывая в затылке карандашом Шварц шепотом с торжеством ну что вы скажете а Митя Митя развел руками талант Шварц Давиду а теперь еще один разок упражнения ауэра Давид возмущенно папа Шварц неумолимо упражнение ауэра и тогда пойдешь Давид помедлив с ожесточением принимается за очередное упражнение Шварц снова уткнулся в бумаге протяжно и равнодушно кричит женщина сереньку Митя словоохотливо уезжает значит от нас Гуревич в Москву едут к братцу братец их несема агентом работает жуликов ловит слышите Абрам Ильич чего говорю братец Гуревич говорю жуликов ловит мелкоту небось вроде нас с вами Абрам Ильич верно Шварц зашипел откройте дверь чтоб слышал весь дом сумасшедший Митя счастливо захохотал от нас Москва далеко Абрам Ильич нас не поймают Давид раз и два и три и раз и два и три и Шварц еще десять вагонов Николаев всего это будет двадцать пять вагонов так пишем Митя поерзал в кресле и вздохнул да поехал бы я в Москву Абрам Ильич поехал бы и знаете чего вы первонаперво сделал Магазин бы пошел в продовольственный магазин честное слово купил бы себе булку французскую франзоль Я ее сволочь такую сперва бы маслом намазал а потом нараспев а потом я бы эх ты братцы мои потом я съел бы ту булку всю Давид Папа уже девять часов Шварц меня интересует ты играешь на скрипке или смотришь на часы Митя добродушно да ладно Абрам Ильич отпустите вы его пускай человек побегает Шварц со смешком вот как вы меня извините Митя я вас очень уважаю как хорошего кладовщика и всякое такое но если я не ошибаюсь я имею ввиду музыку так профессор Столярский это же не ваша фамилия Митя неожиданно обиделся моя фамилия Жучков это все знают а что я цельную кучу братьев своими руками поднял так это тоже все знают Шварц высокомерно ну и кем же они стали ваши братья позвольте спросить они закончили консерваторию они адвокаты врачи снова усмехнулся каждому свое Митя давайте лучше займемся делами Митя показал глазами на Давида можно заняться только Шварц ах да 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 Давид можешь отправляться на двор Давид хорошо Давид аккуратно укладывает скрипку в футляр ставит футляр на полку Шварц упадет поставь поглубже Давид хорошо теперь я могу идти Шварц иди сынок Давид уходит Митя поглядел вслед замучили вы паренька Абрам Ильич Шварц резко Митя это не ваше дело помолчав знаете о чем я мечтаю когда-нибудь я получу отпуск и премию и тогда я возьму Давида и поеду с ним к морю в Крым мы будем жить как цари в белом дворце и по утрам горничная в крахмальном фартуке прямо в постель будет приносить нам яичницу с колбасой из четырех яиц и кофе с кренделями что? Митя чудак вы Абрам Ильич в прошлом году вы на Турксиб собирались теперь в Крым Шварц да я чудак займемся делами в субботу я вам дал ящик мыла сто кусков за которые я сам заплатил по три рубля что вы сумели с ним сделать? Митя есть один человек из Херсона дает три сотни и еще тридцать бумажек говорит через неделю мы и этого не получим вам решать Абрам Ильич Шварц 330 рублей кошмар за удовольствие заниматься коммерцией мы скоро кажется будем докладывать из собственного кармана 330 рублей это просто грабеж что? ну а с вельветом? Митя вельвет берут тут получается такая история в дверь стучат Шварц тихо кто? входит человек в макнатой шляпе в светлом заграничном костюме в руках трость плащ и небольшой чемодан это Мейер Вольф актер Зимит он высок и широкоплеч Вольф добрый вечер как поживаете Абрам? Шварц растеряно простите но я не Вольф может быть вам нужна моя визитная карточка? Шварц приглядывайся позже мой Вольф ну же Шварц остолбенела Мейер Мейер Вольф Вольф ну наконец-то здравствуйте Абрам Шварц в волнении Мейер Вольф невероятно подождите подождите дайте мне вас потрогать чудеса когда вы приехали? Вольф час тому назад Шварц почему зачем на какой предмет? Вольф я расскажу Шварц только давайте сядем а то у меня ноги дрожат Митя поднялся я Абрам Ильич другим часом зайду Шварц отмахнулся да 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 конечно Митя торопливо уходит Вольф огляделся А где Давид Шварц где-нибудь бегает Слушайте можно жить 20 минут Вольф знал когда-то но теперь если верить газетам многое переменилось строительство индустриализация Шварц иронически в Тульчине наша индустриализация это паточный завод имени Роза Люксембург бывший Арон Сукеник и сыновья засмеялся Ну хорошо, я считаю, что по случаю вашего приезда мы имеем полное право выпить и рюмку другую Как вы? Вольф, не возражаю Шварц лезет в шкаф, достает бутылку водки, два граненых стакана, хлеб, помидоры Кладет все это на стол, на газету, разливает водку в стаканы Шварц, лихаем, будем живы-здоровы, с приездом, ешьте помидоры Так зачем же вы вернулись, мэйр? Вольф, просто так Шварц, насмешливо Ах, просто так Ладно, можете не говорить, это ваша забота, понизив голос Я хочу знать одно, это не политика? Вольф, упаси бог Шварц, с облегчением Правильно, политика это занятие для англичан и поляков Слушайте, мэйр, так вы действительно своими глазами видели Иерусалим и Стену Плача и Средиземное море? Вольф, да, конечно Шварц, можно сойти с ума Сидит разодетый как граф и спокойно говорит, да, конечно Ну, за Средиземное море Вольф, мне довольна Шварц, как хотите, а я с вашего разрешения повторю, будем живы-здоровы Вольф Если я себя помню, я хочу отсюда уехать Помотал головой Нет, мэйр, нет, никуда я уже теперь не уеду И ничего я не увижу Ничего кроме пьяных мужиков на рыбаковой балке и моего товарного склада И поездов скорых, курьерских, почтовых, всяких Вольф Вы все еще ходите по вечерам на станцию? Шварц Случается, иногда Помните ту красавицу из скорого, что попросила нас сбегать за кипятком? Вольф Ирину? Шварц Да, Ирину То есть, нет, не Ирину Это мы уже сами потом придумали, что ее звали Ириной Впрочем, это не важно Тогда мы еще были вполне приличными кавалерами Что? Вольф Хоть куда? Шварц поднимает стакан Ну, за Ирину Быстро вбегает высокая крупная женщина со страдальческим и вдохновенным лицом Растрепанная с хитрыми молодыми глазами Это старуха Гуревич Актриса Волчек Старуха Гуревич Торжественно Еще два дня таких сборов и меня повезут Но только не в Москву, а на еврейское кладбище У вас есть шпагат? Шварц Поищем Вольф А здравствуйте, вы не умеете говорить? Старуха Гуревич равнодушна Здравствуйте Шварц засмеялся Смотрите, она не узнала Это же мэйр Вольф Старуха Гуревич Какой еще мэйр Вольф? Сдрогнула, вскинула голову Бросьте шутить Мэйр Вольф Это вы? Вольф Я Старуха Гуревич Оттуда? Вольф Да Старуха Гуревич Старуха Гуревич Он хочет меня обмануть Усмехнулась Имейте ввиду, мужчину я вижу насквозь Неожиданно всклипнула А Яшенька все лежит Знаете, лежит и не встает Доктор Ковальчик, этот умник Говорит, везите его на грязи Так я его спрашиваю, этого умника Зачем нам куда-то ехать и тратить деньги Когда грязь это как раз то единственное Что мы всю жизнь имеем дома И при том совершенно бесплатно Снова всклипнула, засмеялась Двумя пальцами благоговейно Ухватила Вольфа за рука в пиджака А костюмчик тоже оттуда? Пустяки выделка А про меня вы уже слышали, Мэйр? Везу своих в Москву Великий путешественник Колумб Абрам, вы мне наконец найдете шпагат? Шварц, держите Старуха Гуревич, спасибо Знаете что, приходите к нам Через полчаса, когда мы поужинаем Посмотрите наши железнодорожные билеты Сделайте с Яшенькой немножко лихаем на дорогу Ну и потом вы нам, Мэйр, про все расскажете Хорошо? Вольф Хорошо Старуха Гуревич, так я за вами зайду Старуха Гуревич убегает В дверях она задерживается, оборачивается Видимо собирается еще о чем-то спросить Затем, передумав, машет рукой и исчезает Шварц, помолча Полное впечатление, что она действительно едет открывать Америку Так она шумит Вольф Да, кстати, Абрам, а как поживает ваше собрание почтовых открыток? Шварц, церемонно и гордо Благодарю вас Мое собрание поживает неплохо У меня уже две с половиной тысячи штук С надеждой Может, хотите взглянуть? Вольф С удовольствием Шварц вынимает из ящика стола толстый, переплетенный в кожу альбом Осторожно кладет его на колени Шварц шепотом Здесь у меня Европа Вот объясните мне, мэр Почему такое? Когда я вижу нарисованную картину Лес шумит Или там, я знаю, море волнуется Так я поглядел на нее один раз И мне довольна Клянусь вам А вот простая фотография И под ней написано Пляс Деля Конкорд И ходят люди И все такое Так на эту фотографию я могу смотреть целые сутки И мне не скучно Вольф вытаскивает из кармана несколько почтовых открыток Протягивает их Абраму Ильичу Вольф А такие у вас есть? Шварц вплеснул руками Мэйер Шварц бережно разложил открытки на столе Вольф Есть такие? Шварц Нет Таких у меня нет Ни одной такой нет Вот это что? Вольф Берлин Аллея Победы Видите вон в углу газетный киоск? Там я между прочим и купил эту открытку Шварц Вы были в Берлине? Вольф Проездом Шварц Восторженно Честное слово, Мэйер Я вам конечно верю Но мне все равно кажется, что вы врете Это же сон Еврей из Тульчина едет по Берлину по Аллее Победы Вольф улыбнулся А как вам нравится Испания? Шварц Тряхнул головой Про Испанию я даже говорить не хочу Сокровище, Мэйер Они очень странные люди, эти испанцы Обычно они снимают одну альгамбру Какую открытку не возьми, альгамбра И снова альгамбра А тут Барселона, Кордова Сокровище Шварц перелистывает альбом Неожиданно замирает Тихо вскрикивает Боже мой Вольф Что случилось? Шварц Булонский лес пропал Вот здесь он был, видите? И вот он пропал Ой, и Марселя тоже нет Двух открыток Марселя Вольф Может быть вы их выронили? Шварц медленно Нет, Мэйер Я их не выронил Шварц встает Неверными шагами Подходит к дверям Кричит Давид! Вольф Не горячитесь, Абрам Шварц Хорошо, хорошо Давид! В дверях появляется Давид Давид, что? Шварц Ты мой альбом брал? Давид Замялся Нет Шварц Кто тебе позволил взять мой альбом? Давид Я не брал Шварц Не брал? Значит ты еще и врешь Воруешь и врешь, босяк Шварц в ярости шагнул к Давиду Схватил его за ворот рубахи Встряхнул Ударил ладонью по лицу Я тебя отучу воровать и врать Я у тебя вышибу из головы эту манеру Воровать и врать Давид молча с ненавистью смотрит на отца Рот у него в крови Давид Я не брал Шварц Куда ты делал Булонский лес и Марсель? Давид Я не брал Шварц Так значит это я взял? Да? Это я вор? Давид Не знаю Гулка хлопает в одна дверь Вбегает Митя Шварц Медленно повернул голову Холодно спросил Ну, чем дело? Почему вы кричите? Митя Абрам Ильич Фельмонов вас требует Ревизия? Это Ну как ее? Будь она неладна Легкая кавалерия Шварц Помолчав Вот как? Интересно А зачем же кричать? Усмехнулся Запомните, Митя, хорошенько Когда человек честный Так ему нечего бояться Поднял палец Вы меня поняли? Идемте Подождите меня, Мейер Я скоро вернусь Шварц берет со стола Початывая бутылку водки Сует ее в карман Кивает Мити И они вдвоем Быстро уходят Молчание Вольф встает Вольф Давиду У тебя кровь Возьми платок Вытри Давид Черт проклятый Вольф Это отец? Давид сквозь слезы Отец, отец Убить его надо К черту И все Вольф Помолчав спокойно Ну что ж Убить Это правильно Давид Что? Вольф Я говорю, что это ты правильно придумал Убить А пистолет или ножик у тебя есть? Давид растерян Нет Вольф А чем же его тогда убьешь? Впрочем, пожалуй, мальчик из Тульчина Может обойтись без ножика и без пистолета Мальчик из Тульчина должен убивать папу так Нужно взять обыкновенную пустую бутылку И насыпать в нее вишневых косточек Можно и песок Но вишневые косточки лучше И вот, когда папа возвращается с работы домой И садится к столу ужинать Ты должен подойти к нему сзади Размахнуться И ударить его этой бутылкой Давид испуганно, не отрывая взгляда от лица Вольфа Что вы говорите? Вольф резко А ты что говоришь? Глупости болтаешь? Убить, убить Умный мальчик, а болтаешь глупости Садись-ка, братец, лучше сюда рядом Вот так Ты помнишь меня? Давид Да, вы дядя Мэйр Вольф Правильно, дядя Мэйр Помолчав Вот и все Как будто я и не уезжал никуда Все как прежде Вечер Мы сидим с тобой рядом И я рассказываю тебе сказку Темнеет Протяжно кричит женщина Серёньку Давид хмыкнул Опять Серёжку Соколова мать ищет Вольф Да Ты знаешь, сколько лет кричит эта женщина? На моей памяти она кричит уже сорок с лишним лет Ищется его Серёньку, Петьку, Мишку Снова на пороге появляется Старуха Гуревич Старуха Гуревич Я за вами Вы готовы? А где Абрам? Вольф Его вызвали на склад Он скоро придёт Старуха Гуревич после паузы Вот что, Мэйр Между нами Как старые друзья Я же сразу поняла, что при Абраме вы не хотите всего говорить Помилуй Бог Я ничего не имею против него Но ведь это же всем известно, какой у него язык Когда он напьётся Вы затеваете большое дело, да? Вольф Нет, уверяю вас, нет, Роза Старуха Гуревич, не слушая Вольфа, задумчиво Может быть, я делаю глупость, что увожу своих в Москву Всё не вовремя Так всегда Это ещё любил говорить мой папа Когда евреи становятся прапорщиками Так перестают отдавать честь Мы уезжаем в Москву А вы возвращаетесь Чтоб начать тут большое дело Вольф Я же говорю, нет Старуха Гуревич А, толкуйте, что я, маленькая? Прищёлкнула пальцами Ладно, пошли Вас ждут Все ждут вас К нам всё-таки не каждый день приезжают гости из Палестины Вольф Сейчас я приду, ещё десять минут Старуха Гуревич Мы ждём Старуха Гуревич уходит Молчание Вольф Негромко, без улыбки Завтра с утра по всей рыбаковой балке будут говорить о том, что мейер Вольф собирается рыть нефтяные скважины или разводить пальмы или промывать золотой песок Что-нибудь в этом роде? Давид А разве нет? Вольф Нет Давид разочарованно А зачем же вы приехали? Вольф Я приехал домой Я просто приехал домой Неужели это так непонятно? Давид А в вашей комнате Сычёва теперь живут? Вольф Заходил по комнате Чепуха Найдём где жить Не в комнате счастья Я уехал с маленьким чемоданом И вернулся с маленьким чемоданом И этот костюм, который на мне Это мой единственный костюм И никакие квитанции на получение груза не лежат у меня в кармане Остановился Когда я был таким, как ты, Давид Мой отец торговал перчатками, сумками, пуговицами, поясами Мы ездили с ним в Польшу, в Галицию, на Украину Тысяча тысяч местечек И в каждом местечке новое горе, новые заботы и старый разговор В будущем году в Юрусалиме И в каждом местечке имелся свой праведник, который на старости лет отправился умирать на святую землю Четыре шага по святой земле, и вы очиститесь от всех земных грехов Так было обещано в старых книгах И вот с той поры всю жизнь я мечтал накопить денег и поехать туда, в Юрусалим Давид Так оно и вышло Вольф Покачал головой Нет, милый, совсем не так Может быть, даже, наверное, я не праведник Но мне показалось, что стена плача – это просто грязная старая стена И что приехал я не на родину, а в чужую страну, где можно только плакать и умирать И что люди там – чужие мне люди Что мне Сион, и что Сиону переплетчик Вольф из русского города Тульчина Ты понимаешь меня, Давид? Не очень Вольф улыбнулся Вот и хорошо Тебе и не нужно этого понимать Вздохнул Да, а небо там действительно очень синее И песок очень жёлтый И по вечерам все плачут и молятся А я, видишь ли, привык, что в тот час перед сном, когда я кончил работать Вымыл руки и сел у окна Я привык слышать, как женщина зовёт своего Серёньку А мальчишки играют в казаки-разбойники А где-нибудь идут девушки и поют песню И я знаю слова этой песни И вот тогда я снова взял в руки свой чемодан Бьют часы Давид Половина десятого Вольф Ладно, я пойду Скажешь папе, что я у Гуревичей Давид Да Вольф Будь умником, Давид Давид Да Вольф встал, пошёл к двери Неожиданно обернулся Говорит медленно, с растерянной и странной улыбкой Вольф Самое нелепое Вот я вернулся домой Прошло каких-нибудь полтора часа И мне уже начинает казаться, что может быть я снова ошибся А? Может быть я был совсем не в том Юрусалиме И видел совсем не ту стену плача Помедлил, махнул рукой Ну да, впрочем, этого ты уж и вовсе не поймёшь Спокойной ночи, Давид Вольф уходит Тишина Давид отломил ломоть чёрного хлеба Густо посыпал солью Уселся на стол, жуёт В окне появляются две головы Тёмные и светлые Две смеющиеся рожицы Это Танька, актриса Толмачёва И Хана, актриса Голубева Танька Маугли, братец, доброй охоты Мы одной крови, ты и я Хана, додик Молчание Танька Месяц скрылся за тучей Доброй охоты, братец Мы одной крови, ты и я Давид Грубо Чего надо? Танька Играть выйдешь? Давид Нет Танька Почему? Давид Потому что Одним словом, это моё дело, почему Танька Что ешь? Давид Хлеб Танька С чем? С вареньем? Давид Нет, просто хлеб с солью Танька Тю А у нас сегодня мать пироги с капустой пекла Я вот такущих четыре куска съела Давид Я не люблю пирогов с капустой Танька Иронически Черный хлеб вкуснее? Давид Вкуснее Танька Все ты нарочно говоришь Ты пойдешь с нами в Маугли играть? Давид Нет, не пойду Танька А в Буденного? Давид И в Буденного не пойду Танька Наконец обиделась Ну и не надо Подумаешь Упрашивать еще Мы лучше Вовку Павлова позовем Он и рычать умеет И не задается, как некоторые И все Давид Вот и валяй Вот и зови Вовку Павлова Танька И позову Давид Зови, зови Танька Чуть не плачет И позову Танька Танька исчезает Давид Соскочил со стола Танька Хана Она убежала уже Давид После паузы Ну и пусть Хана А я к тебе прощаться пришла Мы ведь завтра рано уедем Ты еще спать будешь Давид Вы сорок третьем почтовом? Хана Да Давид Плохой поезд Что ж, до свидания, Хана Хана Протянула нараспев До свидания Ты так говоришь, будто мы через неделю снова встретимся А мы, может, и не встретимся никогда больше Давид Встретимся Думаешь, я тут торчать буду? Я тоже в Москву приеду Учиться в консерваторию Кончу школу и приеду Хана Правда? Ты приедешь, а я тебя встречу Ты мне письмо пришли, ладно? Я тебя встречу Запиши мой адрес Давид Говори, я запомню Хана Торжественно Москва, матросская тишина Дом 10, квартира 5 Гуревичу для Ханы Повтори Давид Москва, матросская тишина Погоди, а что это такое, матросская тишина? Хана Не знаю, улица, наверное Давид Медленно повторил с интересом, прислушиваясь к странному звучанию слов Матросская тишина Здорово Ведь вот не назовут у нас так Только это, конечно, не улица Это гавань, понимаешь? Кладбище кораблей Там стоят всякие шхуны, парусники Хана В Москве же нет моря? Давид, увлеченно Но залив, наверное, какой-нибудь есть Или река Это все равно, чудачка И там, понимаешь, стоят всякие шхуны, парусники А на берегу, в маленьких домиках Живут старые моряки Такие моряки, которые уже не плавают А только вспоминают и рассказывают Слышен голос старухи Гуревич Хана Хана Мне пора Мама зовет Давид, а ты скоро приедешь? Давид Не знаю Хана Робка Слушай, ты подари мне что-нибудь на память, ладно? Давид У меня ничего нет Подумав Вот возьми, что ли Давид протягивает Хане в окно листок бумаги Хана смотрит, хмурится Затем решительным жестом возвращает листок обратно Хана Не надо мне Давид Ты что? Хана Зволнована Танька не уезжает, а ты ей целых три открытки подарил А я уезжаю, так ты мне какую-то картинку вырезанную даешь Давид Зато на ней корабль нарисован Я сам эту картинку над столом повесить хотел Голос старухи Гуревич Хана Хана Бегу До свидания Давид До свидания, Хана Хана Адрес не забудь Давид Да, да Хана Пиши непременно Давид Ладно Хана До свидания, Давид Давид До свидания, Хана Хана убегает Давид один Он садится в кресло Он садится в кресло, вытирает рот платком Тикают часы Прогрохотал поезд Совсем темно Где-то далеко, на соседнем дворе, наверное, захрипела шарманка Шарманка захлебнулась и умолкла Внезапно с грохотом открывается дверь На пороге маленькая, нелепая, растерзанная фигура Шварца Шварц, еле ворочая языков Доддик Давид, не двигаясь Явился Шварц Почему здесь так темно, а? Давид Я лампу зажгу Шварц Ой, не надо Я лягу спать Я сейчас лягу спать Ты раздеться мне, помоги Давид Еще чего Шварц Пытаясь быть строгим Давид Давид Что? Испугал один такой Проспишься? Все равно ни черта помнить не будешь Шварц Раздеться мне, помоги Давид Сам разденешься Шварц Ботинки, ботинки с меня сними, додик Давид Погоди, я свет зажгу Шварц Не надо Давид А я говорю, надо Давид подходит к столу Возится с настольной керосиновой лампой Шварц уселся на пол Шварц Ботинки с меня сними, Давид Успеется Давид Зажег, наконец, лампу Поставил ее на пол Рядом со Шварцем Шварц Испугался Ты что это, а? Ты чего? Ты спалить меня хочешь? Давид Нужен ты мне Шварц Его совсем развезло Ты погоди Ты кто? Я извиняюсь Вы кто? Вы по какому праву? Давид Да помолчи ты, честное слово Шварц Неожиданно С трудом Привстал на колени И заплакал Шварц Ваш благородие Не погубите Не для себя Клянусь вам Не для себя Жена у меня От родов А я Не погубите Ваше благородие Давид Подошел к бочке У двери Зачерпнул Ковшом воды Выплеснул на Шварца Шварц Ткнулся ничком В пол Забормотал Что-то невнятное Молчание Давид Ну? Шварц Почти трезво Додик Помоги мне раздеться Давид поднял Шварца Усадил в кресло Перенес лампу на стол Давид Сейчас Шварц А что с лицом у тебя? Почему губа распухла? Давид А ты не помнишь? Шварц Нет Это я? Давид Ты? Шварц скрикнул Нет Давид Да Шварц После паузы горестно Додик Милый Ну ударь теперь ты меня Ну хочешь Ударь теперь ты меня Давид Папа Шварц порывисто Обнял Давида Зашептал Шварц Ничего Ничего Додик Ничего Мальчик Ты не сердись на меня Мы с тобой вдвоем Только мы вдвоем Больше нет у нас никого Я ведь знаю Что жуликом меня называют И мучителем Аааа Да пусть их Верно? Пусть Я же целый день Как белка в колесе Верчусь на своем товарном складе Вешаю гвозди Отпускаю гвозди Принимаю мыло Отпускаю мыло Выписываю накладные И ругаюсь с поставщиками Но в голове у меня Ни мыло Ни гвозди Ни поставщики Я выписываю накладные И думаю Знаешь о чем? Взмакнул руками Большой-большой зал Горит свет И сидят всякие Красивые женщины И мужчины И смотрят на сцену И вот объявляют Давид Шварц И ты выходишь И начинаешь играть Ты играешь им Мазурку Винявского И еще И еще И они все хлопают И кричат Браво, Давид Шварц И посылают тебе цветы И просят, чтобы ты играл Снова Опять И опять И вот тогда Ты вспомнишь про меня Тогда ты непременно Вспомнишь про меня И ты скажешь этим людям Это мой папа Сделал из меня То, что я есть Мой папа Из маленького города Тульчина Он был пьяницей Жулик, мой папа Но он хотел, чтобы Кровь его Чтоб сын его Узнал С чем кушают счастье Сегодня они устроили Ревизию Ха, чудаки Нате, ищите Загудел поезд А я тебя сделаю Человеком Понял? Чего бы мне это не стоило Но я тебя заставлю Быть человеком Гудит поезд Вот этого я слышать не могу Поезда, поезда Приезжают, уезжают Не могу этого слышать Гудит поезд Да что он, взбесился, что ли Шварц встает В руках у него керосиновая лампа Он стоит на середине комнаты Маленький, страшный, взъерошенный Покачиваясь И угрожающе глядя в окно Давид Папа Что ты, папа? Все протяжнее и надрыбней Гудит поезд Шварц В окно Тонким голосом Замолчи Замолчи Немедленно замолчи Снова равнодушно Прокричала женщина Сереньку Гудит поезд Занавес Вторая глава Закончилось первое действие В зале снова зажегся Тоскливый и тусклый Боковой свет Ответственные дамочки Разом встали И твердыми шагами Командора Направились в туалет Сохраняя на безлицах Лицах Выражение Этакой Начальственной Отрешенности Отрешенность Это должна была Очевидно означать Хоть мы идем в туалет Но мы слишком Ответственные работники Чтоб кто-нибудь Посмел подумать Что мы идем в туалет Поравнявшись С Солодовниковым И встретив Его вопросительный взгляд Кирпичная Сказала сокрушенно И очень громко В пустом зале Голос ее прозвучал Как-то особенно громко И гулко Никакой драматургии Ну совершенно Совершенно Никакой драматургии Солодовников Понимающий Кивнул Моя жена Точно окаменев Сидела Вцепившись Руками В подлокотнике Кресла В этом первом Антракте Мы оба Заядлые курильщики Даже не вышли В фойе Покурить Белолицый Администратор Почтительно проводив Ответственных дамочек До выхода И тут же Вернувшись Друг быстро Подошел ко мне Наклонился И со вздохом Шепотом Проговорил Дали бы мне Этот спектакль Месяца на три На четыре Я бы им Закатил Таких сто Аншлагов Что Он подсокал Языком И так же Быстро Отошел А я сидел И нетерпеливо Ждал Начала Второго Действия Я прекрасно Даже и тогда Понимал Все его Недостатки Но с этим Вторым действием У меня были Какие-то Свои Тайные И особые Отношения Дело в том Что я никогда Не жил И даже Не бывал В Тульчине Я его Придумал Вообразил Вычислил Как принято Теперь говорить Детство свое Я провел В Севастополе В Ростове В Баку В разных Больших И малых Городах Куда забрасывало Неугомонное Время Моих Неугомонных Родителей А в Тульчине Я не бывал Уже В середине Двадцатых Годов Моя семья Навсегда Поселилась В Москве Я очень быстро Стал московским Мальчиком И в Трифоновский Студенческий Городок Где жили Многие мои Иногородние Друзья Ездил Чуть ли не Ежедневно Именно в том Самом Тридцать седьмом Году Именно в тот Самый Трифоновский Студенческий Городок Где и происходит Второе Действие Тут уж Я ничего Не воображал И не придумал Тут я помню В Тысяча девятьсот Тридцать пятом Году Окончив Девять классов Десятиклассной Средней школы Которая обрыдла мне До ломоты в скулах Я нахально Решил поступать В литературный институт Как ни странно Меня приняли На поэтическое отделение Необыкновенно легко И даже почти Без экзаменов Сыграла свою роль Наверное Заметка Эдуарда Багрицкого В газете Комсомольская правда Которую он написал Незадолго До своей смерти И где он В чрезвычайно Лесных тонах Упоминал Мое имя Но уже поступив В литературный институт И болтаясь по Москве В ожидании Начала занятий Дело происходило Летом Я вдруг узнал Что на улице Горького Тогда она еще Называлась Тверской В доме номер 22 Где помещалась Ранее малая Сцена Художественного Театра Открывается Новая театральная Школа-студия Под руководством Самого Константина Сергеевича Станиславского В какую студию И производится Набор Лиц обоего пола В возрасте От 17 До 35 Лет Я затрепетал И заметался Передо мной На столе Лежит пожелтевшая От времени Программа И пригласительный Билет На закрытое Заседание Пушкинской Комиссии Общества любителей Российской Словесности Посвященное Столетней годовщине Чтение Пушкиным Бориса Годунова У Веневитиновых Программки Были отпечатаны Тиражом Всего в 60 Экземпляров И то это было много Потому что Торжественное заседание Происходило не где-нибудь А в нашей квартире В одной из тех Четырех квартир Что были выгорожены Из зала Веневитиновского дома И хотя квартира наша Состояла из целых Трех комнат Комнаты были Очень маленькими И как разместились В них 60 человек Я до сих пор Ума не приложу Все однако же Каким-то непостижимым Образом Разместились В воскресенье 24 октября 12 по старому стилю 1926 года Состоялся этот Незабываемый Для меня вечер Съезд приглашенных Ожидался к 8 часам Но еще с утра Еще с первой Половины дня Началось волшебное Преображение Нашего дома У моих родителей Довольно часто Бывали гости И я прекрасно знал Что это значит Когда в наших комнатах Натирают полы Накрывают стол Парадной скатертью Когда на кухне Которая помещалась В темном коридоре За занавеской Что-то шипит И жарится И отец Священодействия Настаивает водку На лимонных корочках Но теперь Все было Совсем по-другому Преображение Не имело Внешних примет А шло Как бы изнутри Преображалась Сама суть Нашего дома Воздух Его звуки Запахи Настроение Дом ожидал Чуда И все это понимали А я Как мне казалось Понимал с особенной Страстной отчетливостью Первым Часам к шести Приехал старший Брат моего отца Профессор Московского университета Пушкинист Один из организаторов Этого вечера Он рассеянно Бродил по комнатам Теребил мягкую Седую бородку Бесцельно Переставлял стулья С места на место И вообще По всему Было видно Что он Очень волнуется И вот Наконец Пробило восемь И начали Появляться Приглашенные Они здоровались С дядюшкой И отцом Целовали руку Маме Улыбались мне Но все это Еще не было Чудом Я знал Чудо было Впереди Открыл вечер Председатель Общества Любителей Российской Словесности Профессор Сокулин Потом С короткими Сообщениями Выступили Профессор Цявловский И дядюшка А потом После недолгого Перерыва Началось Чудо В программке Чудо Это называлось Так Чтение Отрывков Из Бориса Годунова Артистами Московского Художественного Театра Сцену Келья В чудовом Монастыре Исполняет Качалов И Синицын Сцену Царские палаты Вишневский Сцену Корчма На литовской Границе Лужский Сцену Ночь Сад Фонтан Гоголева И Синицын Отрывок Из воспоминаний Погодина О чтении Пушкиным Бориса Годунова У Веневитиновых Исполнит Леонидов Чудо Произошло Мгновенно И незаметно Просто Василий Иванович Качалов Сел в глубокое Кожаное кресло Которое Отец По случаю Приобрел Где-то На распродаже А у ног Качалова На низкой Скамеечке Моей Скамеечке Устроился Синицын И вдруг Стало Зябко И сумрачно И окно Нашей столовой Вытянулось И сузилось И на нем Появилась Решетка И кожаное Кресло Превратилось В деревянное И зазвучал Несравненный Голос Качалова Пимина Еще одно Последнее Сказание И летопись Окончена Моя Сама собой Разумеется Что с этого вечера Я стал Бредить Театром Я выучил Наизусть Чуть не всего Бориса Годунова И вышагивая По нашему Темному коридору Декламировал Безуспешно Подражая Качаловским Интонация Как же я мог Теперь Увидев Объявление О наборе Учеников Студию Константина Сергеевича Станиславского Удержаться И не подать Заявление О приеме Правда Мне еще Не исполнилось 17 лет Но это Меня не смущало Тем более Что заявление У меня приняли И даже назначили День Когда я должен Явиться На первый экзамен Если В литературный Институт Как уже было Сказано выше Я попал Сравнительно легко То на экзаменах В студию Пришлось Натерпеться Волнение И страх Конкурс Был немыслим 100 человек На одно место Приемные испытания Проводили в 4 утра Причем С каждым Новым туром Экзаменаторы Были все более Знаменитыми И все более Строгими На предпоследнем Третьем туре Председательствовал Леонид Миронович Леонидов Великий Театральный актер И педагог Прославленный Митя Карамазов На этом экзамене Я показывал С партнершей Назначенной мне На втором туре До сих пор Помню Что звали ее Верочкой Поповой Сцену Из романтиков Растана Мы поставили Один на другой Два шатких стола Что должно было Означать стену Влезли наверх И принялись По выражению Старых провинциальных Актеров Рвать страсть В клочки Изображая Несчастных Влюбленных Как выяснилось Потом Экзаменационная Комиссия Во главе С Леонидовым Смотрела На наше Безумство Стоя Ибо мы Каждую секунду Грозили Свалиться С нашей Верхотуры Им на голову На следующий день Я с совершенно Искренним Удивлением Узнал Что допущен К четвертому Туру То есть В сущности Принят в студию Так как Четвертый тур Заключался В показе Самому Константину Сергеевичу Станиславскому Уже отобранных Будущих учеников Я очень плохо Помню тот день Все мы волновались До заикания До дрожи в коленях До слез на глазах Театральный роман Булгакова Еще не был напечатан И я не мог Оценить ту Насмешливую точность С которой В главе Сивцев-Бражек Описаны Двор дома Станиславского И знаменитая Деревянная лестница Ведущая На второй этаж И прихожая С беленькими колоннами И черной Причерной печкой Впрочем В тот день Я не сумел бы Оценить Булгакова Даже если бы И читал роман Я был в беспамятстве И вот Я стою в Зальце Где такие же Как в прихожей Беленькие колонны И прямо передо мной Стоит Станиславский А рядом с ним Леонидов И еще кто-то И еще кто-то Десятки лиц Сливающихся В одно Зыбкое пятно Над садным голосом Я читаю Пушкина Графа Нулина И погасло Дневное светило Потом вижу Как Станиславский Приподнимает Большую белую руку Помню Что я еще тогда Сразу поразился Величине Белизне И необыкновенно Выразительной Пластичности Этой руки И подзывает И подзывает Я подхожу Я вижу Совсем рядом Лицо Станиславского Седую голову И по-прежнему Темные брови Слышу Горьковатый Запах Одеколона И негромкий голос Скажите А монолог Вы какой-нибудь Приготовили? Монолог Скупого рыцаря С готовностью Выпаливаю я Леонидов Почему-то фыркает Как будто он Попергнулся И вокруг Тоже раздаются Смешки Станиславский Улыбается И совсем тихо Мне приходится К нему наклониться Спрашивает Голубчик А поскромнее У вас что-нибудь Есть? Вам сколько лет? Семнадцать Отвечаю я Семнадцать Переспрашивает Станиславский И вдруг Откинувшись Назад Начинает весело И по-детски Заразительно Смеяться Через несколько дней После этого Показа нам Торжественно Вручили Удостоверения В которых Черным по белому Было написано Что мы являемся Студийцами Первого курса Оперно-драматической Студии Народного артиста СССР Константина Сергеевича Станиславского Начались занятия Все очень старались Боялись Отсева Всем было трудно А мне труднее Чем остальным Целый учебный год С осени до весны Я метался Как заяц Из литературного института В студию А потом Снова в институт И снова в студию Благо Хоть находились Они недалеко Друг от друга Перед весенними экзаменами Меня остановил Павел Иванович Новицкий Литературовед И театральный критик Который И в институте И в студии Читал историю Русского театра И характерным Своим ворчливым Тоном Сказал На тебя Братец Смотреть противно Кожа До кости Так нельзя Ты уж Выбери что-нибудь Одно Помолчав Он еще более Ворчливо Добавил Если будешь писать Будешь писать А тут Все-таки Леонидов Станиславский Смотри на них Пока они живы И я Бросил институт И выбрал Студию Не пройдет Между прочим И месяца Как я в первый раз А впоследствии Не однажды Пожалею об этом решении Теперь Когда мне уже Не надо было Мчаться с лекцией В институте На занятия В студию У меня неожиданно Образовалось Свободное время И я мог Спокойно Не торопясь Совершать обходы Букинистических Магазинчиков Которых в ту пору Было на Тверской Превеликое множество Однажды В дверях Одного из таких Магазинчиков Я столкнулся С Леонидом Мироновичем Леонидовым Устремив на меня Свой знаменитый Прищуренный Пулевидный Правый глаз Он зловеще сказал Ах так так Книжечками Интересуетесь Да Виновата Признался я Прекрасно Сказал Леонид Миронович И взял меня под руку Здесь сегодня Ничего хорошего нет А вот говорят Напротив У Кузмича Леонидов был Страстным книжником И знал по имени Отчество Всех букинистов Москвы Он собирал Издания Академии И книги По театру А я Поэзию Мы так сказать Не были Конкурентами Да и возможности У нас были Разумеется Разные И после занятий А Леонид Миронович Репетировал с нами Плоды просвещения Где я исполнял Роль гипнотизера Гроссмана Он иногда Если был в хорошем Настроении Предлагал мне Пройдемся Саня По книжкам Один из таких Походов Я запомнил Особенно хорошо Этот пронзительно Весенний день С холодным ветром И ярким солнцем Только что на занятиях Леонидов похвалил Меня за какой-то Этюд И теперь я шагал Рядом с ним Возбужденный Радостный И безумолку Трещал о ролях Которые я мечтаю сыграть Я не слишком Утруждал Свою фантазию А просто Почти без изменений Повторял репертуар Легендарного Провинциального Актера На амплуа Неврастенников Павла Орленева Мемуарами которого Мы все Тогда зачитывались Треплев Чайки Освальд Привидениях Ипсена Орлена Крастана Леонидов Шагал Посмеиваясь Большой Грустный Постукивал Палкой А потом Он вдруг Остановился Положил руку Мне на плечо И сказал Вот что Ты теперь Уже взрослый На второй курс Переходишь Можешь попросить Завтра В канцелярии Скажи Что я разрешил Своё заявление О приёме И мою на нём Резолюцию Почитай Я держал В руках Своё заявление Я читал И перечитывал Надпись Сделанную Леонидовым Красным карандашом Крупным Угловатым Каким-то Готическим Почерком Этого Принять Обязательно Актера Не выйдет Но что-нибудь Получится Л.М Сердце моё Было разбито На несколько дней Свойственные мне До седых волос Легкомыслия И вера в то Что всё ещё Как-то обернётся К лучшему Заставили меня Усомниться В справедливости Слов Леонидова Я пробыл В студии Ещё целых Три года Странное Это было Заведение Последняя Студия Гениального Мастера Последнее Детище Величайшего Актёра И режиссёра Одного Из основателей Московского Художественного Театра Создателя Прославленной И изучаемой Во всём мире Системы Станиславского Странное Это было Заведение Очень Странное Ну например Едва ли не Треть Педагогов В студии Состояла Из близких И не очень Близких Родственников Самого Константина Сергеевича Станиславского Предмет Мастерства Художественного Чтения Вела Зинаида Сергеевна Соколова Несостоявшаяся Актриса Родная Сестра Станиславского Брат Милейший Старик Владимир Сергеевич Алексеев Занимался С нами И вовсе Загадочной Дисциплиной Правилами Истинно Московского Произношения Был Владимир Сергеевич Рассеян До чрезвычайности Однажды Мы поднимались С ним вместе Из гардероба На второй этаж Где находились Учебные Классы Студии И вот Пройдя Несколько Ступенек Владимир Сергеевич С которым Я уже Здоровался В гардеробе Остановился Поглядел В мою сторону Мило Улыбнулся И протянул Руку Здравствуйте Голубчик Здравствуйте Как поживаете Спасибо Владимир Сергеевич Здравствуйте Хорошо Пока мы успели Подняться Наверх Эта процедура Здорования Повторилась Раз пять Не меньше Была еще В студии Какая-то Сгорбленная И скрюченная Старушенция Уже из дальних Родственников Которая обучала Нас Пластике Движения Была и Другая Старушка Шепелявая Картавая И злая Она занималась С нами Постановкой Голоса Уроки Эти мы Ненавидели Страстно В течение Часа Старуха Негнущимся Пальцем Выдалбливала На рояле Простейшие Трезвучия А мы Должны были С разной Степенью Громкости Тянуть За ней Ми Ма Мо Ми Ма Мо Но конечно же Конечно Были и Станиславский Леонидов Подгорный Книпер Чехова Были Опытнейшие Педагоги И воспитатели Раевский И Карев Были Студийные Вечера На которых Мы Совсем Рядом Могли Видеть И Слышать Великих Актеров Москвина Качалова Тарханова И тем Более Многие Причастные К студии И я В том Числе Не раз Задумывались Над таким Простейшим Вопросом Как Случилось Как Могло Случиться Что Из 30 Человек Отобранных Из 3000 Потом Еще Было Два Набора И Всего На Драматическом Отделении Человек 50 Что Из этих Избраннейших Из избранных Из этих Счастливчиков Которым Завидовали Студенты Всех Театральных Школ Как Случилось Что Из них Не вышло Ни Одного Ни Единого Сколько Нибудь Значительного Актера За Исключением Разве Что Михаила Кузнецова Который Сразу По Окончанию Студии Ушел Работать В Кино Ответ Как Я Студиться Актерами Или Не Станут Нам Преподавали Актерское Мастерство Как же Иначе Но Были Мы В сущности Деревянными Фигурками На шахматной Доске Именуемой Пышно Театром Храмом Мы Были Подопытными Кроликами На которых Константин Сергей Станиславский Проверял Свою Последнюю Теорию Теорию Физических Действий Писалось Об этой Теории Достаточно Много А в двух словах Сводилась Она К следующему Правильные Физические Действия Должны Привести Исполнителя К правильному Поведению Правильное Поведение Вызвать Правильное Состояние Правильное Состояние Помочь Обрести Правильные Слова Я сам Каждую Неделю Принимал Участие В репетициях Гамлета Под руководством Константина Сергеевича Распределение Ролей Никакого Значения Не имело Роль Гамлета Была Почему-то Поручена Девушке Ирине Розановой Я Восемнадцатилетний Худющий Как щепка Изображал Короля Клавдия Заучивать Шекспировский Текст Нам было Строжайшим Образом Запрещено Предполагалось Что если мы Будем правильно Действовать В соответствии С сюжетом Пьесы То и найдем В конце концов Правильные Слова Разумеется Многие Из нас Жульничали И я Жульничал Чаще Других Пользуясь Своей Я время от времени Вставлял В ту чудовищную Ахинею Которую мы Все несли Подлинные Хотя и слегка Ритмически Измененные Шекспировские Слова И тогда Константин Сергеевич Радостно улыбался Хлопал в ладоши И с глубоким Удовлетворением Говорил Вот видите Саня правильно Действовал И он нашел Почти Правильные Слова Много лет Спустя Когда я Наконец Прочту Удивительный Театральный Роман Булгакова Я узнаю И этот особняк В Леонтьевском Переулке И фойе Прихожую С вечно Раскаленной Печкой И маленький Домашний Театральный Зал И кабинет Константина Сергеевича Где проходили Наши репетиции Но если В годы Театрального Театрального Романа Еще Возможно Было Такое Чудо Как Приезд Ивана Васильевича То бишь Константина Сергеевича На репетицию В театр То в годы Последней Студии Станиславский Никуда И никогда Из дома Не выходил Запершись В своем Особняке Отгородившись От всего Света Он жил В иллюзорном Совершенно Нереальном Мире Где единственной Святыней Началом Всех Начал И смыслом Всех Смыслов Было Некое Театральное Искусство С большой Буквы Которому Он Истово Продолжал Служить До глубокой Старости Тогда Как Там Презрительная Усмешка И великолепный Жест Большой Выхоленной Руки Давал Нам Понять Что Под Словом Там Подразумевается Нынешний Художественный Театр Которым Заправляет Единолично Владимир Иванович Немирович Данченко И где Ставятся Какие-то Немыслимые Современные Пьесы Название Которых И запомнить То Невозможно У нас В студии Подобные Глупости Не допускались Есть И художественное Чтение То Семейное Счастье Толстого Или На худой Конец Герой Нашего Времени Или Стихотворение В прозе Тургенева Если пьесы То Три сестры Плоды Просвещения Гамлет Ромео Джиньета И покоренные Великим Талантом Нашего Великого Учителя Завороженные Его Неслыханным Обаянием Величием Его имени И человеческой Мужской Красотой Мы тоже Жили В придуманном Нереальном Иллюзорном Мире Нет Конечно же У нас бывали Комсомольские Собрания Мы читали Газеты Константин Сергеевич Газет Не читал Мы слушали Радио И смотрели Кино Но все Это делалось Как-то Мельком Мимоходом Все это Было Неглавным Сокрушительные События Этих Страшных Лет Не имели Казалось К нам С студийцем Ни малейшего Отношения Многие Из нас Многие Если не Большинство Жестоко Поплатятся За эти Словно Лишенные Зрения Поплатятся Разочарованием И утратой Таланта Неверием В собственные Силы Горестным Ощущением Непоименованных Потерь И почти Звериной Ненавистью Ко всем И вся За то Что собственная Судьба Так и не Состоялась Я не Кощунствую Я пишу О себе И пытаюсь Разобраться В том Почему Так странно И нелепо Сложилась Моя жизнь Почему Так поздно Пришло ко мне Не про зрение Нет Прозрение Это слишком Высокое И ответственное Слово А просто Хотя бы Понимание Элементарнейших Истин И почему Понимание Это далось мне С таким трудом И такой Великой Ценой В то время Как мои Более Молодые Друзья Обрели И мужество И зрелость Естественно Как дыхание Станиславский Умер 7 августа 1938 года Мы Несколько Студийцев Случайно Оказавшихся В Москве Остальные Разъехались На каникулы А художественный Театр Был где-то На гастролях До глубокой Ночи Помогали Приводить В порядок Дом Завешивали Зеркала Перевевали Черным Крепом Колонны В прихожей В зале Расставляли Цветы Утром Мы пришли Снова Но уже Не поднялись Наверх А остались Во дворе Мы сидели На лавочке Молчали Курили Было Жарко И душно И как-то Нестерпимо Жестоко Светло Будто На свете Вовсе Перестала Существовать Тень Мы Услышали Как к воротам Подъехала Машина Хлопнула Дверца И во двор Быстро Вошел Качалов Он был Без шляпы В темном А тогда Мне показалось Да и по сей день Кажется В черном костюме Мы встали Качалов Еще издали Глазами Спросил нас Правда ли Мы тоже Молча Ответили Да Правда И тогда Качалов Как-то нелепо Боком Прислонившись К белой стене Дома Заплакал Он плакал Открыто В голос Страшно И страшнее всего Было То Что сам Качалов Как бы исчез Его не было Был только Черный костюм Распластанный На ослепительно Белой стене После того Как умер Константин Сергеевич И тяжело Заболел Леонидов Из студии И вовсе Словно Выпустили Воздух И я совершил Очередной Отчаянный Шаг Не окончив Учебного Курса Перешел В другую Студию Московскую Театральную Студию Которой Руководили Режиссер Валентин Плучик И драматург Алексей Арбузов О, в этой Новой студии Не только Не шарахались От современности Здесь Жили Современностью Дышали Современностью Клялись Современностью Она и создавалась То, эта студия На общественных Началах Мы сами За свои деньги Большую часть Давала Арбузов Снимали Помещение Школы На улице Герцена Напротив Консерватории И в этой школе По вечерам Репетировали Пьесу Город на заре О строительстве Комсомольска Мы все Делали Сами Сами Эту пьесу Писали Под редакцией Арбузова Сами Режиссировали Под руководством Плучика Сами Сочиняли К ней Песни И музыку Рисовали Эскизы Декораций Жить Делами И мыслями Сегодняшнего Дня Вот лозунг Который мы Свято Исповедовали Теперь Оглядываясь Назад Я понимаю Что занимались Мы Чистейшим Самообманом Мы только Думали Что живем Современностью А мы Вовсе Не жили Мы ее Конструировали Точно Разыгрывали В лицах Разбитые На реплики И ремарки Передовые Из комсомольской Правды Содержимостью Фанатиков Мы сами Ни на единую Секунду Не позволяли Себе Усомниться В том Что вся Эта Ходульная Романтика И чудовищная Ложь Которой Мы гордились Есть Доподлинная Истина Впрочем Нам Двадцатилетним Нужно Было Наверное Как-то Для самих Себя Оправдать Все то Непонятное И страшное Что происходило В мире Возможно Если Размышляя И раздумывая Мы прозрели бы Уже в те годы Мы бы задохнулись И не смогли жить Да и в самой Какой-то Слегка Вечериночной Взвинченной Атмосфере Студии Была видимо Особая Притягательная Сила В группу Так называемых Друзей Студии Входили И многие Уже известные Писатели И студенты Из Ефли И Литературного Института И даже Знаменитый Боксер Николай Королев 5 февраля 1941 года Спектаклем Город на заре Студия Открылась И стала Существовать Как театр У меня До сих пор Хранится Наша первая Афиша На которой Авторами пьесы И спектакля Были названы В алфавитном порядке Все студийцы Честно говоря Я просто не помню Другой подобной Премьеры Толпы Студенческой Молодежи Жаждущие Попасть на спектакль Буквально Осаждали Театр В зрительном Зале Люди Стеной Стояли В проходах Сидели Вдоль рампы На полу Так Было На первом На втором И на третьем Спектакле А на четвертом Толпа Поредела А последующие Спектакли Мы играли Уже и вовсе При полупустом Зале Что же Произошло Вероятно Рядовому Зрителю Было наплевать На наши Формальные Изыски Введение Хора Использование Приемов Японского Театра И комедии Дель Арте А сама Пьеса Про очередное Строительство И очередное Вредительство Его Рядового Зрителя Привлечь Не могла 22 июня В день Начала Войны Студия Как-то Сразу Перестала Существовать Большинство Студийцев Не только Мужчины Но и Женщины Уйдут На фронт И многие Среди них И сын Поэта Эдуарда Багриц Севолод Погибнут Вместе Севой И другими Студийцами Впоследствии Известным Драматургом Исаием Кузнецовым Мы написали Пьесу Дуэль Которую Студия Репетировала До самого Последнего Дня Своего Существования А меня В армию Не взяли Уже Первые Врачи Терапевт Глазник И невропатолог На медицинской Комиссии В рай В военкомате Признали Меня по всем Основным Статьям Негодным К отбыванию Воинской Повинности Тогда Чтобы хоть Что-то делать Я устроился Коллектором В геологическую Экспедицию Уезжающую На Северный Кавказ Но доехали Мы только До города Грозного Дальше Нас Не пустили Возвращаться В Москву Казалось Мне Бессмысленным Там В эту пору Не было Ни близких Ни друзей Из грязной Шумной Похожей На огромное Бестолковое Общежитие Гостиницы Гроснефть Я перебрался На частную Квартиру В маленькую Комнатенку В маленьком Домике Стоявшем В саду На спокойной Окраиной улице Алхан-Юртовской Как-то Неожиданно Легко Я устроился Завлитом В городской Драматический Театр Имени Лермонтова Начал Переводить Чеченских Поэтов И с некоторыми Из них Подружился Организовал С группой Актеров И режиссером Борщевским Театр Политической Сатиры Я писал Для спектаклей Этого театра Песни И интермедии Песни были Лирические Интермедии Идиотские Некоторых Из них Я сам Играл Александр Больше чем Обычно Коверкая слова Задыхаясь Проговорил Помреж Иди Скорее Иди Тебя В правительственную Ложу Зовут Правительственная Называлась У нас Театре Ложа Где на Премьерах И парадных Спектаклях Сидели Ответственные Чины Запкома Партии Игрсовета Брось Разыгрывать Сказал я Помрежу Я ж Смотрел Со сцены Там Сегодня Никого Нет Там Есть Трагическим Шепотом Выдохнул Помреж И схватился За голову Там Юля Дачаева Иди Скорей Знаменитую Грозненскую Красавицу Жену Одного Из Секретарей Обкома Партии Юлию Дачаеву Я до Этого Вечера Видел Только Один Раз На Коне В Мужском Седле Она Лихо Промчалась По Центральной Улице Провожаемая Восторженным Цоканьем Мужчин И Осуждающим Шепотом Женщин Она Была Худенькой Темноглазой И Темноволосой У нее Был Низкий Тихий И Очень Спокойный Голос Здравствуй Сказала Она И протянула Руку Ты Из Москвы Да Сказал Я С первой Жи Секунды Отчаянно Влюбляясь В нее Я Тоже Из Москвы Сказала Юля Училась На Медицинском Собиралась Врачом На Сахалин А Мой Дикарь Приехал На Какой-то Пленум И Похитил Меня Она Засмеялась А тебе Сколько Лет 22 Завтра 19 Октября В день Годовщины Открытия Пушкинского Лицея Мне Исполняется 22 Я Проговорил Эту Тираду Слегка Хвастливо Так Как Всю Жизнь Почему-то Чрезвычайно Гордился Этим Случайным Совпадением А Юля Снова Засмеялась А потом Сказала Быстро И Тихо Я Приду Тебя Поздравить Хочешь Ты Где Живешь Алхан Юртовская 110 Юля Кивнула Я Приду У меня Завтра Ночное Дежурство В больнице Но Часов 12 Я Постараюсь Сбежать Ты Меня Жди Я Начал Ее Ждать С утра Не Удалось Путем Неслыханной Лести Выпросить У администратора Театра Бутылку Спирта Потом Пользуясь Все той же Лестью И посулами Я уговорил Мою хозяйку Испечь Ее коронное Блюдо Тыквенный Пирог Потом Я отправился На базар Купил Яблок Слив И цветов Базар Был в этот День Как-то Странно И подозрительно Малолюден Но я Не обратил На это Внимание Уже Приготовив Все Для вечернего Пира Я принялся Просто слоняться По городу Думая О Юле И влюбляясь В нее Все больше И больше А между прочим Вокруг меня В этот день Происходили события На которые Будь я в здравом уме Следовало бы Обратить внимание Куда-то За черту города Тянулся поток Стариков И детей Проезжали телеги С убогим Скарбом Плелись Навьюченные Ослики И к обычному Запаху Грозненской Пыли Примешивался Сладковатый И ядовитый Запах дыма Во время Одного Из разведывательных Налетов Немцы Бросили Зажигательную Бомбу В нефтяной Резервуар И вот уже Третьи сутки Над городом И днем И ночью Стояла Невысокая Радужная Зарева Вечером Пошел дождь Лаяли собаки Безостановочно И надсадно В сотый раз Я оглядел Свою комнату В центре стола Красовался Тыквенный пирог Цветы я Расставил По всем углам И зажег Свечи Тогда еще не было Написано Замечательное Стикотворение Пастернака Еще не пришла Мода ужинать При свечах Просто свет В городе Вырубали В девять часов Вечера А керосиновая Лампа Стоила на рынке Целое состояние Я ходил Я ходил по комнате Чтоб с тобой Тихо Ты дурацкие спектакли Нет Нет Сказал я Арби Молча сплюнул Повернулся Ко мне Спиной И медленно Тихо Увел Лошадей В темноту А Юля Не пришла А я Под утро Свалился В приступе Жесточайшей Лихорадки У меня Время от времени Бывают Такие Непонятные Приступы Которые Не сумел Разгадать Еще ни Один Врач Дня через два Меня пришли Проведать Актеры Нашего Театра Они Рассказали Мне Что в ночь С 19 На 20 Октября В ту самую Ночь Муж Юли Идрыс Дачаев В начале 12 Застрелился В своем Служебном Кабинете Командование Северо-Кавказского Военного Округа Отдало Распоряжение Прочесать Горные Аулы И выловить Всех Уклоняющихся От Воинской Службы Ответственным За эту Операцию Был По неизвестным Причинам Назначен Штатский Человек Идрыс Дачаев Снова В который Раз Проявила Себя Во всем Блеске Мудрая Национальная Политика Вождя Народов Поручить Чеченцу Возглавить Карательный Рейд По Чеченским Аулам Больше Оскорбления И унижения Трудно Было Придумать А немцы До Грозного Так и Не дошли Когда Отец Родной Повелел Выслать Чеченцев И ингушей В отдаленные Районы Казахстана Юля Русская Юля Уже Не жена Чеченца Уехала Вместе Со всеми Попала Она Куда-то Под Караганду И меньше Чем За полгода Сгорела От Туберкулеза Многие Говорили Что Ей Повезло С концом Войны Театр Распался Людям Как бы Не менялись Они с годами Трудно Отделаться От сентиментально Снисходительного Отношения К собственной Юности Еще В конце Сороковых И начале Пятидесятых Годов Мы Уцелевшие Участники Спектакля Город на Заре Созванивались А порой И встречались В день Пятого Февраля День Премьеры Когда В 1956 Году Драматург Алексей Арбузов Опубликовал Эту пьесу Под одной Своей Фамилией Он В самом Прямом Значении Этого Слова Обокрал Павших И живых Это бы Еще полбеды Отвратительнее Другое Он Осквернил Память Павших Оскорбил И унизил Живых Уже Зная Все то Что Знали Мы В эти Годы Он Снова Позволил Себе Вытащить На сцену Попытаться Выдать За истину Ходульную Романтику И чудовищную Ложь Снова Появился На театральных Подмостках Троцкист И демагог Борщиковский Снова Кулацкий Сынок Зорин Соблазнял Честную Комсомолку Белку Корневу А потом Дезертировал Состройки А другой Кулацкий Сынок Башкатов Совершал Вредительство И диверсию Политическое Нравственное Невежество Нашей молодости Стало В разговоре С одним Из бывших Студийцев Я высказал Как-то Все эти Соображения Слова мои Очевидно Дошли до Арбузова И 15 лет Спустя На заседании Секретариата На котором Меня исключат Из членов Союза Советских Писателей Арбузов Отыграется Арбузов Возьмет Реванш И назовет Меня Мародером Доказательства Он процитирует Строчки Из песни Облака Я подковой Вмерз В санный Лед В лед Что я Кайлом Ковырял Ведь Недаром Я 20 лет Протрубил По тем Лагерям Но я же Знаю Галича С 40-го года Патетически Воскликнет Арбузов Я же Прекрасно Знаю Что он Никогда Не сидел Правильно Алексей Николаевич Не сидел Вот Если бы Сидел И мстил Это Вашему Пониманию Было бы Еще Доступно А вот Так Просто Звалить На себя Чужую Беду Класть Живот За Другие Своя Что За Чушь Потом Голосом Исполненным Боли И горечи Арбузов Скажет Еще Несколько Прочувствованных Слов О том Как потрясен Он Глубиной Моего Падения Как Не спал Всю ночь Готовясь К этому Сегодняшнему Судилищу Он Будет Так Убедительно Скорбит Что Все Выступающие После Него Словно Позабыв На какой Предмет Они Здесь Собрались Станут Говорить Не столько Обо Мне И моих Прегрешениях Сколько О том Как Потрясла И взволновала Их Речь Арбузова Будут Сочувствовать Ему И стараться Помочь Ни медведи Ни львы Ни лисы Ни кикимора И сова Были лица Почти как лица И почти как слова Слова За квадратным Столом По кругу В ореоле Моей вины Все твердили Они друг другу Что друг другу Они верны Так завершится Мое Очень долгое Затянувшееся Больше чем На четверть Века Прощание С театром От Резолюции Леонида Мироновича Леонидова До заседания Секретариата Бросив В конце Войны Актерство И занявшись Драматургией Я все равно Как бы оставался В мире Театра Потом Я начну Прощаться Из драматургии Это будет После того Как подряд Запретят Мои пьесы Матросскую Тишину И август А последнюю Точку Как ни странно Поставит Арбузов Он так прямо И скажет Галич был Способным Драматургом Но ему Захотелось Еще славы Поэта И тут Он кончился Ну что ж Кончился Так кончился Я ни о чем Не жалею Я не имею На это права У меня есть Иное право Судить себя И свои ошибки Своё проклятое И спасительное Легкомыслие Своё долгое И трусливое желание Верить В благие намерения Тех Кто уже давно И определенно Доказал Свою неспособность Не только Совершать благо А просто Даже понимать Что это такое Благо И добро Я ни о чем Не жалею Это раньше Я бессмысленно И часто Сокрушался По разным поводам Пути Господни Неисповедимы Но не случайны Не случайна Была та Бессонная Ночь В вагоне Поезда Москва-Ленинград Когда я написал Свою первую Песню Леночка Нет Я и до этого Писал песни Но Леночка Была началом Не концом Как полагает Арбузов А началом Моего истинного Трудного И счастливого Пути И нет во мне Ни смирения Ни гордыни А есть Спокойное И радостное Сознание Того Что впервые В своей долгой И запутанной Жизни Я делаю то Что положено Мне сделать На этой земле Это гордыня Не знаю Надеюсь Что нет Бутылочные И кирпичные С просветленными Лицами Вернулись в зал И сморкаясь Заняли свои места В первом ряду И тотчас же Словно кто-то Подсматривал Глазок занавеса Впрочем Как оно Наверное и было В зале Погас свет И в луче Бокового софита Снова появился Олег Ефрема Прислушиваясь К звукам Далекого марша Он медленно Начал слова Вступления Ко второму Действию Юность Москва Май 1937 Года Строительные леса На улице Горького Открытые Бежевые Линкольны Возят по городу Иностранных Туристов Туристы Вежливо Улыбаются Вежливо Восхищаются Вежливо Задают Двусмысленные Вопросы Главным образом Об исчезающих За ночь Портретах И с некоторой Опаской Поглядывают На девушек Переводчиц Марш Зазвучал Громче Ефремов Не двигаясь Продолжал По вечерам Не протолкаться На танцевальных Площадках В цветочных Киосках Продают На расхват Ландыши И сирень А на площади Пушкина У фотовитрины Известий С утра И до ночи Толпится Народ Разглядывая Фотографии Далекой Испании Где фашистам Все еще Не удалось Отрезать От Мадрида Университетский Городок В тот год Мы окончательно Стали Москвичами Еще совсем Недавно Робкие Провинциалы Впервые Разинов Рты Бродили По набережным Почтительно Следовали Правилам Уличного Движения Ездили Восхищаясь В метро И писали Длинные Восторженные И подробные Письма Домой Ефремов Улыбнулся Потом Письма Стали короче Всего Несколько Слов О том Что мы Здоровы Об институтских Отметках И о том Что нам Опять Очень Нужны Деньги Мы научились Торопиться Мы были Одержимы Влюблены Восторжены И упрямы Нам Исполнилось Девятнадцать Лет Пошел Занавес Ефремов Встал К залу В полоборота И сказал Указывая Рукой На декорацию И действующих Лиц Вечер Комната В общежитии Студентов Московской Консерватории Две кровати Два стула Две тумбочки И большой Стол У которого Табурет Заменяет Отломанную Ножку На стене Пыльная Гипсовая Маска Бетховена Давид В тапочках В теплой Байковой Куртке С завязанным Горлом Расхаживает По комнате Он играет На скрипке Зажав Зубах Докуреную Домунштука Папиросу Таня Тоненькая Ясноглазая Караулит У электрической Плитки Закипающее Молоко Ефремов Незаметно Скрылся В кулисе Началось Второе Действие Давид Раз И Два И Три И Раз И Два И Три Со злостью Опустил скрипку Нет Ни черта Не выходит Сегодня Таня В чем дело Давид Оттопырил губы Иногда Знаешь Я слышу Все Как стоит Стол Слышу Как ты улыбаешься Как Славка Думает А иногда Вот как сегодня Наступает вдруг Какая-то полнейшая И совершеннейшая Глухота Который час Таня Половина девятого Температуру Мерить пора Давид А ты все-таки Уходишь Таня Я вернусь Получу новое Платье И вернусь Заломила руки О боже Какая я буду Красивая В новом платье Давид А ты и так Очень красивая Даже я бы Сказал Чересчур Где градусник Давид Прячет скрипку В футляр Садится на кровать Засовывает градусник Под мышку Таня Выключив плитку Снимает молоко Таня Надо же ухитриться Заболеть ангиной В мае месяце Давид А я все могу Я человек Как известно Необыкновенный Таня Ты необыкновенный Хвостун Вот ты кто Давид Старо Хвостун Хвостун А почему я хвостун Персональную стипендию Я получаю В комсомолке Про меня уже Два раза писали Ты мне дала слово Что выйдешь за меня замуж Вот и попробуй Тут не расхвастайся Людмила Привет Давид Слушай Людмила Ты почему не стучишь Людмила Я потом постучу На обратном пути Шварц Ну-ка давай быстро В каком году был Второй съезд партии Давид В 903 Людмила Так нормально А где Давид Сначала в Брюсселе А потом в Лондоне Людмила Так А закурить нету? Давид Нет Людмила И Славка Лебедев Отсутствует Судьба Хотите стихи Прочту новые? Гениальные Давид Твои? Людмила Мои, конечно Давид Не надо Будь здорова Людмила Подходит к столу Берет стакан с молоком Отпивает глоток Неодобрительно Морщится И ставит стакан обратно Людмила Теплая Таня возмутилась Послушайте Но что это? Людмила Не обращая на Таню Ни малейшего внимания Мы пьем молоко И пьем вино И мы с тобой Не ждем беды И мы не знаем Что нам суждено Просить как счастье Глоток воды Людмила Раскланивается И уходит Не забывая Из коридора Постучать в дверь Давид Психическое Вытащил градусник Тридцать семь и семь Таня Ого Ну-ка ложись немедленно Давид Ложусь А ты не уходи Давид Скинув тапочки Ложится поверх одеяла Тишина Тикает будильник Далеко гудит поезд Таня Тихо Поезд гудит Вот и лето скоро Кажется уже на что Большой город Москва А поезда Совсем как в Тульчине Гудят рядом Помнишь Давид С неожиданной злостью Нет Не помню И не хочу помнить Я тебе уже говорил Для меня все началось Два года назад С площади У Киевского вокзала Все Слез с поезда Вышел на площадь У Киевского вокзала Спросил у милиционера Как проехать В Трифоновский Студенческий городок И с этого дня Я себя помню Хана злится Что я к ним В гости не прихожу А я не могу Понимаешь Таня Почему Давид Не могу Местечковые радости Хана Ханина мама Ханин папа Детям дадут Парюмки вишневки А потом начнут Поить чаем С черносливом И домашними коржиками Смертная тоска Не могу Таня И ты ни разу Не был у них Давид Ни разу Усмехнулся Смешно Сколько лет Я мечтал побывать На улице Матросская тишина А когда-то Придумал Что это Кладбище кораблей Где стоят Шхуны и парусники А в маленьких домиках На берегу Живут старые моряки А там На самом деле Живут Ханины родственники И мне не хочется Ехать к ним На улицу Матросская тишина Молчание Гудит поезд Таня А зимой Поездов Почти не слышно Ты заметил И осенью Когда дожди А летом И особенно весной По вечерам Они так гудят Почему это Давид Не знаю Таня А хочется уехать Верно Давид Куда Таня Куда-нибудь Просто сесть В поезд И уехать Чтоб чай в стаканах С большими подстаканниками И сухари в пакетиках А на остановке Яблоки Помидоры Огурцы И бежать По платформе В тапочках На босу ногу А утро Раннее-раннее И холодно Чуть-чуть А потом Я вернусь в вагон А ты проснешься И спросишь Что это Была за станция А я отвечу Матросская тишина Будет так Давид Будет Непременно Таня Я стала очень жадная Дотька Хочу, чтобы все Исполнилось Самая малая малость Ничего не желаю Уступать Вот и кончим И тогда Быстро входит Сосед Давида Слава Лебедев Актер табаков Он коренастый Косолапый У него открытое Мальчишеское лицо И большие Солидные Роговые очки Лебедев Добрый вечер Тебе письмо Давид Лебедев Через стол Перебросил Давиду письмо Сел на свою кровать Закрыл руками лицо Таня Что с вами Лебедев Голова болит Таня Честное слово У вас прямо не общежитие А лазарет Давид Славка А что в газетах Лебедев Все тоже Продолжаются бои На подступах К Мадриду Давид вскрыл конверт Быстро пробежал Глазами письмо Таня Откуда Давид Из Тульчины Целый месяц шло Давид Со злостью Разорвал письмо Бросил в пепельницу Таня Что такое Давид А какого черта Он денег не шлет Таня Кто Ладно Мне пора Я ухожу Через час вернусь Хотите Слава Я пирамидона Вам принесу Лебедев Спасибо У меня есть Большое спасибо Таня Вдруг быстро Наклонилась к Лебедеву Славочка Вы очень хороший человек Правда Правда И вы не сердитесь Но я вам буду говорить Ты Хорошо Засмеялась Мальчики Приказ такой Сидите и ждите Я скоро вернусь И мы что-нибудь вместе придумаем Давид Пей молоко Таня снова засмеялась Перекружилась на каблуках И исчезла Долгое молчание Лебедев Никто не спрашивал меня Давид Нет, никто Лебедев Голова смертельно болит А Таня Откуда знает Ты ей сказал Давид Да Лебедев Ну правильно Я ведь и не скрываю Черт Голова как болит Весь день сегодня Прошатался по городу Все думал Думал Давид О чем Лебедев Об отце Ты пойми Ведь я не просто любил его Я им всегда гордился И всегда помнил о нем Даже на зачете Когда Брамса играл Помнил о нем О том Какой он могучий И смелый О том Что это он Научил меня читать Запускать змея Переплывать в Волгу Давид Сквозь сжатые зубы Перестань Лебедев Что ты Давид Помолчав Ничего Глупости Извини Лебедев А теперь мне говорят Он враг И в газетах пишут И что же Я должен этому верить Давид Должен Лебедев Почему Давид Неловко Ну потому что Ты комсомолец Лебедев А я не комсомолец Давид Опешил Что Лебедев Меня исключили сегодня Из-за стипендии Сняли Вот брат Какие дела Давид Недоверчиво Врешь Поглядел на Лебедева Стиснул кулаки Ну и это уже слишком Это ерунда Славка Лебедев Зарвался Да А что не слишком На каких весах Это меряют Что слишком А что не слишком Поморщился Черт Как болит голова А в общем Дотька Тяжело Очень тяжело Из консерватории Придется конечно уйти Давид Ты шутишь Лебедев Усмехнулся Разве похоже Нет Не шучу У меня же в Кинишме Мать Сестренка маленькая Мне помогать им теперь надо Уйду в какое-нибудь кино Давид В какое еще кино Лебедев Ну в оркестр Который перед сеансами играет Что я кукарачу что ли Сыграть не смогу В дверь стучат Давид Кто там Входит Чуть прихрамовая Высокий Русоголовый человек Гимнастерки И в сапогах Это секретарь Партийного бюро Консерватории Иван Кузьмич Чернышов Олег Ефремов Ему лет сорок Не больше Но и Давиду И Славе Он разумеется Кажется стариком В руке у Чернышова Полевая сумка Чем-то туго набитая Повидавшая виды Чернышов Добрый вечер К вам можно? Давид удивленно Иван Кузьмич Здравствуйте Вот уж Конечно Конечно Можно Лебедев Здравствуйте Чернышов Неторопливо Предвигает стул К постели Давида Вытирает лицо платком Чернышов Жарко Как здоровье, Давид? Давид Ничего Только температура Чернышов Улыбнулся Ты давай-ка Поправляйся скорее Дела есть Давид Посмотрел на Чернышова На Лебедева Снова на Чернышова Прищурил глаза Иван Кузьмич Это очень хорошо Что вы пришли Это просто Очень хорошо Я ведь уже Дни десять Не был в консерватории А мне сейчас Славка сказал Лебедев Давид Давид Я прошу тебя Перестань Отворяется дверь И снова появляется Людмила Шутова Людмила Шварц Давид Резко Людмила К нам сейчас нельзя Людмила Ничего Ничего Мне можно Шварц А какой основной вопрос Стоял на втором съезде Давид Да чего ж ты мне надоела Программа партии Людмила Так Нормально А закурить нет Славка Лебедев Нет Чернышов Развел руками Я не курю Людмила весело Жалеете Все у вас ребята есть Только совести у вас ребята нет Давид Людмила уходи Людмила Да между прочим Славка Держи 30 рублей Я у тебя зимой брала Не помнишь Держи и не спорь Легко положила руку Лебедева на плечо И не горюй Славка Выше голову Мы еще побываем у полюса Об какой-нибудь Айсберг уколемся И добраться Не красные ж девицы К мысу доброй надежды Надеемся И желание предвидя заранее Призвимся на мысе желания Давид Людмила Ты уйдешь? Людмила Поэма не кончена Продолжение в следующем номере Прощай, прощай И помни обо мне Людмила уходит Молчание Чернышов Засмеялся Занятная гражданочка Это кто ж такая? Давид Шутова Людмила Из лит института Она не то гениальная Не то ненормальная Не поймешь Лебедев С виноватой улыбкой Спрятал деньги Какой-то еще долг Выдумала Молчание Давид Волнуйся Вот кстати Иван Кузьмич Я начал говорить А она перебила Я хотел Мне Славка сказал Что его сегодня Исключили из комсомола И сняли со стипендий Чернышов Негромко Ну насчет комсомола Этот вопрос Будет окончательно Райком А насчет стипендии Зайди в понедельник Лебедев В дирекцию В фололею Он тебе даст приказ Почитать Лебедев А я уже читал Спасибо Чернышов Ты утренний приказ Читал А это другой Вечерний Давид О чем? Чернышов Об отмене утреннего Как говорится Круговорот Азота В природе Вы проходили В школе Такую штуковину? Давид С торжеством Вот видишь Славка Лебедев Зачем-то снял очки Подышал На стекла Встал Вижу Извините До свидания Чернышов Погоди Ты смотрел Новое кино Депутат Балтики? Лебедев Нет Чернышов И я не смотрел А говорят Стоит Хорошее Говорят кино Может сбегаешь Если не лень Возьмешь билеты На 9.30 Лебедев Растерялся А кто пойдет? Чернышов А вот мы с тобой Пойдем Или моя компания Тебя не устраивает? Лебедев С вызовом А вас моя? Чернышов Поговорим На эту тему Возьми деньги Лебедев Иван Кузьмич Чернышов Бери Не выдумывай Я же не девица Чтоб тебе за меня платить Беги А я тебя здесь подожду Лебедев Хорошо Лебедев быстро уходит Чернышов Усмехается Вытаскивает Из полевой сумки Бутерброды С колбасой Кладет их на стол Включает Электрический чайник Чернышов Ловко умел устраиваться Иван Кузьмич Чернышов И чаю попью И кино посмотрю И с тобой Успею кое-что Обсудить Из уличного Радиорепродуктора Загремел Марш Давид Неужели Все-таки Возьмут Мадрид Тогда Это конец Да, Иван Кузьмич Чернышов Боюсь, что Возьмут И боюсь, что Это совсем не Конец А только Начало Разломил Бутерброд Протянул Половину Давиду Хочешь Давид Нет, спасибо Чернышов Дело хозяйское С наслаждением Принялся за еду Проголодался Так вот, Давид Ты насчет Всесоюзного Конкурса Скрипачей Слыхал что-нибудь? Давид Насторожился Слыхал Чернышов А у нас По этому поводу В консерватории Был нынче Ученый совет Решили Кого пошлем Давид Ну Чернышов До седьмого Пота спорили Каждому, конечно Хочется, чтобы Его ученика Послали Это вполне Естественно Ну а я Как тебе известно Не музыкант Я в подобные дела Обычно не вмешиваюсь Не позволяю себе Но как-то Оно сегодня Вышло Что я предложил Твою кандидатуру Давид Восторженно Иван Кузьмич Чернышов Погоди Предложил Знаешь И сам не рад Такую на тебя Критику навели Только держись И молот еще И кантилена Рваная И то И сё Поглядел На вытянувшееся Лицо Давида И улыбнулся Ты погоди Огорчаться-то Включили тебя Погрозил пальцем Но только смотри Насчет Кантилена Ты подзаймись Ведь не зря Ведь не зря люди Говорят Что она хромает У тебя Да я и сам вижу Не объяснили Ты подумай Об этом Давид Подтянись Давид с силой Я как зверь Буду заниматься И не уеду Никуда И летом Буду заниматься И осенью После паузы А кого еще Наметили Иван Кузьмич Чернышов Всего шесть человек Давид А Славку Лебедева Чернышов Нахмурился Нет Насчет стипендии Это и профессор Гладков выступил И я поддержал А насчет конкурса Давид Но Иван Кузьмич Вы поймите Надо же разобраться Ведь ничего же В сущности неизвестно Чернышов Сухо Разберутся Давид Кто Когда Чернышов Помолчав Со сдержанной горечью Видишь ли Давид Я 17 лет в партии Может быть я не все понимаю Но я привык верить Все что делала партия Все что она делает Все что она будет делать Все это единственно разумно И единственно справедливо И если я когда-нибудь усомнюсь в этом То наверное пущу себе пулю в лоб Снова помолчав Я твою автобиографию смотрел Там написано что твой отец служащий А я думал он у тебя тоже музыкант Давид Растерялся А он и есть музыкант Он служащий В оркестре служащий Он в оркестре играет В кино перед сеансами Делана засмеялся Ну всякую там кукарачу Знаете Чернышов кивнул Понятно Осторожный стук в дверь Давид Да Кто там Входит худенькая смуглая девушка Длинные черные косы Заложены коронкой вокруг головы Это Хана Гуревич Хана Можно? Давид Хана Едва заметно поморщился Здравствуй Ну чего ты стала в дверях Входи Хана Здравствуй Добрый вечер Давид Как ты нашла меня? Хана Пожала плечами Нашла Ты ведь к нам не приходишь Вот мне и пришлось Самой тебя искать Ты не здоров? Давид Ангина Поправлюсь Обязательно к вам приду Через недельку наверное Хана Улыбнулась Что ж Приходи Наши будут очень рады тебе Давид А ты? Хана А я уеду уже Давид Куда? Хана На Дальний Восток Давид На каникулы? Хана Нет Работать Помнишь было в газетах Письмо Хитагуровой Вот и я еду Чернышов Молодчина Протянул руку Здравствуйте А ведь мы с вами Хана Знакомы Я даже в гостях У вас был дома На матросской тишине Я с вашим папой Яковом Исаевичем У Буденного В первой конной служил Хана Радостно Всписнула руками Ой Ну конечно же Я вас не узнала А папа мне про вас Столько рассказывал Вы Ваня Чернышев Верно? Чернышев Улыбнулся Был Ваня А теперь Иван Кузьмич Здравствуйте Хана А вы между прочим Похожи чем-то с Давидом Вы не родственники Случайно? Хана Нет Мы просто из одного города С одного двора Земляки Давид Явно желаю Перевести разговор Да-да Земляки Слушай А как же тебя Мамаша твоя Отпустила? Вот я чего Понять не могу Хана Махнула рукой Досталось мне Сперва она плакала Потом шумела Теперь опять плачет А я рада Так рада Пою целыми днями От радости Представляешь Сесть в поезд И уехать Красота Давид Когда едешь? Хана Скоро На днях И снова мы с тобой Прощаемся Дочка Не видимся годами А как увидимся Так прощаемся Давид Придется мне к вам На Дальний Восток С концертами ехать Хана Усмехнулась Правда? Пришли тогда Телеграмму И я тебя встречу Давид Забавно получается Ты от меня А я за тобой Хана Да А я от тебя Облокотилась на подоконник А как Танька живет? Ты встречаешь ее? Давид Уклончиво Встречаю Иногда Она ничего живет Учится на юридическом Переходит на второй курс Хана Скрывая насмешку Ты кланяйся ей Если увидишь Быстро взглянула На Давида И засмеялась А что из дома пишут? Давид скривился Да ну Пишут Хана Скучаешь? Давид Нет Хана А я скучаю Очень хочется поехать туда Не жить? Нет Мне бы только пройтись По Рыбаковской балке Под акации нашей посидеть Поглядеть Какие все стали В дверь стучат Чернышев Стучат Давид Давид Ну кто там? Не заперто Отворяется дверь И входит Абрам Ильич Шварц Он в длинном черном пальто В старомодной Касторовой шляпе В руках чемодан Картонки И пакеты Он останавливается На пороге Зволнованно И чуть виновата Улыбаясь Шварц Здравствуйте дети мои Шалом Алейхин Давид Испуганно крикнул Кто? Хана Абрам Ильич Давид Папа Шварц Здравствуй Давид Здравствуй мальчик Шварц Роняя картонки И пакеты Подбежал к Давиду Обнял Молчание Давид Задыхаясь Как ты? Откуда ты? Шварц Ты не знаешь Куда я мог Деть носовой платок? Дай мне свой Извини меня Это от радости Молчание Шварц Уселся на кровати Рядом с Давидом Вытер глаза Носовым платком Высморкался Внимательно Оглядел комнату Шварц А ты прилично Устроился Вполне прилично А почему ты лежишь Ты болен? Давид Все еще задыхаясь Нет Послушай Зачем ты приехал? Каким образом? Шварц Сел на поезд И приехал Теперь слава богу Никто от меня Право на жительство Не требует Погодите-ка Вы Девушка Вы не Хана Гуревич? Хана Да С приездом Абрам Ильич Шварц Благодарю Ай Смотрите Какой она стала Красавицей Что? Как папочка Хана Ничего Шварц А мамочка? Хана Все в порядке Шварц Вот и хорошо Между прочим Я думал Остановиться у вас Это можно? Хана Конечно Пожалуйста Шварц Ах, дети-дети Вот я вас угощу Шварц вытаскивает из кармана пакетик Осторожно высыпает содержимое на стол Наш украинский чернослив Кушайте, дети Давид Слушай, зачем ты приехал? Ты надолго в Москву? Шварц На целый месяц Я получил отпуск и премию На, читай Торжественно помахал перед носом Давида какой-то бумажкой Выписка из приказа Читай, а то у меня очки в чемодане Давид читает За ударную работу и... Молчание Давид посмотрел на Чернышева Встретил удивленный и вопросительный взгляд опустил голову Шварц Ну? Ты неграмотный? Пусти, я наизусть помню За ударную работу и перевыполнение плана от грузок В третьем-четвертом квартале Примировать помощника начальника товарного склада Шварца Абрама Ильича Одним словом, стахановец Аганцер я тебе дам Примировали путевкой в санаторий В Крым Что, хорошо? Хана Так вы проездом? Шварц Нет, мне предложили на выбор Или путевку в санаторий Или деньги Я предпочел деньги Для Крыма у меня нет белых штанов и купального халата Мало шика и много лет Давид Папа Хана засмеялась Шварц весело Она смеется, ей смешно Ну-с Так я взял деньги и приехал в Москву А на складе меня замещает Митя Жучков Ты помнишь, Давид, моего Митю? Кладовщика Того самого Митю, с которым мы когда-то занимались всякими комбинациями Давид Стиснув зубы Папа Шварц Что? Это ж было давно, милый Мы крутились и комбинировали Крутились и комбинировали А потом я его как-то вызвал и сказал Хватит Кого обманываем? Самих себя Зачем нам не спать ночей? Зачем нам прятать глаза? Попробуем жить так, чтобы наши дети нас не стыдились Очень интересный был разговор Можете мне поверить Почему вы не кушаете чернослив? Кушайте все Это для всех поставлено Кушайте, товарищ Простите, не знаю вашего имени и отчества Чернышов Иван Кузьмич Чернышов Шварц Припоминаю Чернышов Чернышов Где я слышал эту фамилию? Вы не из Херсона? Давид Папа Чернышов Нет Шварц Впрочем, там был не Чернышов А этот Давид яростно Папа Шварц Погодите минутку Я все понял Вы же товарищ Шварц Вы меня понимаете? Чернышов Это Шварц Вы приятель Давида? Давид Иван Кузьмич Секретарь партийного бюро консерватории Шварц Ах, вот как Вскочил Протянул Чернышову руку Извините Будем знакомы Шварц Абрам Ильич Папа Давида Чернышов улыбнулся Об этом я уже догадался Шварц Я очень рад с вами познакомиться Товарищ Чернышов Очень рад Что вы скажете про Давида? Как он учится? Чернышов Хорошо учится Шварц Да И его ценят? К нему хорошее отношение? Давид Папа, перестань Шварц Почему? Почему я должен перестать? Покачал головой Нет, друзья мои Когда всю жизнь ты думаешь только о том Что твой сын вышел в люди Так ты имеешь право спросить Стоило тебе думать и работать и мучиться Или не стоило? Пришла, как говорится, пора Собирать пожитки и кончать ярмарку Я вот хочу знать С пустыми руками я уезжаю или нет Понимаете? Чернышов Понимаю Шварц Взволнованно Нет, товарищ Чернышов Извините, конечно Но этого вы никогда не поймете как следует Чтобы такое понять, нужно родиться в Тульчине На рыбаковой балке И как господа бога бояться околоточного надзирателя И ходить на вокзал смотреть на дальние поезда И прятаться от погромов Нужно влюбиться в музыку за чужим окном И в женский смех за чужим окном Нужно купить на базаре копилку Глиняную копилку На которой фантазер, вроде тебя Написал красивую цифру Миллион И положить в эту копилку рваный рубль На эти деньги ты когда-нибудь будешь учить сына Если бог позволит тебе иметь детей А? Махнул рукой Можно я поцелую тебя, Давид? Давид, грубо У меня насморк Хана Давид Шварц С насморком нельзя целовать девушек Ханочку нельзя целовать с насморком А папу можно Ну ничего, ничего Кушайте чернослив Я, наверное, очень много говорю Но это просто потому, что я взволнован Я почти три года не видел Давида И я стыдно признаться В первый раз в жизни в Москве Чернышев Нравится? Шварц Не знаю Понятно нравится Но я еще ничего не видел Прямо с вокзала сюда Завтра я пойду в Третьяковскую галерею А потом в Мавзолей Ленина А потом в Парк культуры У меня записана вся программа Да, а в Большой Театр трудно попасть? Хана Трудно Шварц А что если мы попросим товарища Чернышева? Вы не сумеете нам помочь, товарищ Чернышев? Чернышев Постараюсь Шварц Большое спасибо Внезапно нахмурился Да и потом у меня есть еще одно дело Вы понимаете, дети мои Посадили Мейра Вольфа Хана Дядю Мейра? За что? Шварц Деточка моя Кто это может знать? За что это самые бессмысленные вопросы в жизни? Обернулся к Чернышеву Понимаете, товарищ Чернышев Этот Вольф Он переплетчик Одинокий Больной человек Ну и мы собрались, несколько его друзей И написали письмо на имя заместителя народного комиссара Товарища Белогуба Петра Александровича Так нас научили Так вот вы не знаете, куда мне отнести это письмо? Чернышев Суха Не знаю Пройдите на площадь Дзержинского Там вам скажут Шварц записал в книжечку На площадь имени товарища Дзержинского Так, спасибо Усмехнулся Вам не кажется, что было бы лучше, если бы Площадь называлась именем товарища Белогуба А наше письмо прочел бы товарищ Дзержинский Бегает Слава Лебедев Лебедев в дверях Иван Кузьмич, здравствуйте Шварц радушно Здравствуйте, милости просим Лебедев Иван Кузьмич, я достал Только надо быстрее Там уже в зал пускать начинает Чернышев Побежали Чернышев встал, застегнул полевую сумку Шварц Вы уходите? Посидите, товарищ Чернышев, а? Чернышев Извините, Абрам Ильич, мы в кино Всего вам хорошего До свидания Шварц До свидания Вы не забудете насчет Большого театра? Чернышев Нет, нет, не забуду Шварц Давид вам напомнит Давид умаляющими глазами взглянул на Чернышева Иван Кузьмич, вы не думайте Вы... я не... я потом вам объясню Вы... Чернышев Ладно, ладно, ты сперва поправляйся Бежим, Слава Кланяйтесь вашим родным, Хана Скажите, я к ним заеду на днях Хана Спасибо, до свидания Чернышев Счастливый вам путь Чернышев и Лебедев быстро уходят Молчание Шварц внимательно посмотрел на Давида Осторожно прикоснулся к его руке Шварц Чем ты расстроен, милый? Ты мне можешь сказать? Давид Угрюмо Ничем Ничем не расстроен Шварц Я как-нибудь не так выразился? Или у тебя неприятности с этим Чернышевым? Давид Нет Шварц А почему ты все время молчишь? Давид Со взрывом злости А что я должен делать, по-твоему? Петь, плясать? Мало тебе того, что... Шварц Не дождавшись продолжения Чего? Давид Ничего Ничего И оставь меня в покое Ничего Шварц еще раз внимательно посмотрел на Давида Неожиданно легко и поспешно встал Зачем-то надел шляпу Шварц Почти торжественно Давид Я знаю, почему ты расстроен Ты недоволен тем, что я приехал, да? Давид уткнулся лицом в подушку Что ты наделал? Если б ты только мог понять, что ты наделал Все теперь кончено Все, все Хана Возмущенно Давид Шварц Строго Подожди, Ханочка Помолчав Ничего такого страшного не произошло, глупый Все можно поправить Всякое горе можно поправить Поезда ходят не только сюда Обратно они тоже ходят Ты хочешь, чтобы я уехал домой, да? Давид с отчаянием Да Но какая теперь разница? Хана Давид Шварц Грустно Для меня разница есть Давид Ну и Молчание Шварц странными кругами заколесил по комнате В одной руке у него чемодан В другой пакетик с черносливом Хана Немедленно извинись Давид молчит Шварц бормочет Я должен был это предвидеть Я обязан был это предвидеть У мальчика хорошие дела Его навещают большие люди И вдруг является старая чучела из Тульчина И говорит Здравствуйте Я ваш папа Кушайте чернослив Идиот Мне просто очень хотелось Додик Посмотреть как ты живешь И какой ты стал И послушать что о тебе говорят И погордиться тобой Мне хотелось сидеть в зале Когда ты играешь И чтоб все показывали на меня пальцем И шептали Это папа Давида Шварца Идиот Кому это важно Чей я папа? Не сердись на меня милый Я завтра уеду Обещаю тебе Ну так я не увижу Третьяковскую галерею Вот я оставляю Что я привез Давид Не надо Шварц Обязательно надо Ты наверное удивлялся Почему я не присылаю тебе денег А я хотел их сам привезти Вот я положил Тут хватит надолго Потер пальцами лоб Взглянул на Хану Так можно мне пойти к вам Ханочка? Хана Да непременно Шварц Хорошо На одну ночь придется вам потесниться Помолчав Ну пойдем Хана Уже сейчас? Шварц Да Я почему-то вдруг устал И вероятно Давиду нужно заниматься Пойдемте Ханочка Будь здоров милый Шварц обнял Давида Долгая пауза Давид Бессвязно Я не хотел обидеть тебя Я не хотел Честное слово Я не хотел обидеть тебя Шварц Ласково Ну конечно Конечно Что я не понимаю Конечно не хотел Будь счастлив родной Я уеду завтра В крайнем случае послезавтра Когда достану билет Ханочка тебе позвонит Тут есть телефон? Давид Есть Шварц Ханочка позвонит Если ты сможешь Ты приедешь на вокзал проводить меня Правда? Давид Да Шварц Если сможешь Давид Папа Папа Шварц Ну Ты прав Додик Зачем же ты плачешь? Давид Папа Шварц Решительно Идемте Хана Шварц и Хана Медленно идут к дверям Абрам Ильич обернулся Да Скажи товарищу Чернышеву Чтоб он не трудился напрасно Скажи Что я не сумею Пойти в большой театр Скажи Что мне расхотелось Помедлив Ну Бог с тобой Давид Шварц и Хана Уходят Давид Один Он рванулся было вслед за ушедшими Но у самой двери остановился Постоял Вернулся назад и сел Он сидит молча неподвижно Опустив голову Тикает будильник Бегом возвращается Хана Давид Испуганно Что Плохо ему? Хана Я косынку забыл Давид Вот она Возьми Хана Ты отвратительно поступил Подло Мерзко Давид Я знаю Хана Он чудесный старик твой отец Давид Я знаю Хана Все ты знаешь Закипел чайник Давид Выключи Будь добра Хана вытащила шнур Бросила его на стол Остановилась перед Давидом Хана Ничего ты не знаешь Даже как сильно я тебя люблю Ты не знаешь Такой простой вещи не знаешь Давид Хана Хана Что Теперь можно сказать Не стыдно Больше мы все равно с тобой не увидимся Печально улыбнулась Я так ждала Когда ты приедешь Как ждала А ты не зашел даже Все некогда было Три года было некогда А я и на это обидеться не сумела Узнавала о тебе О тебе и о Таньке На концерты ходила В консерваторию Надеялась встречу А на первомайском вечере Ты заметить меня не захотел Давид Ты была разве? Хана Была В пятом ряду сидела Громче всех тебе хлопало Ты превосходно играл в тот вечер Превосходно Особенно Винявского Ты будешь знаменитым скрипачем дочька И очень счастливым человеком Я так загадала Прощай Давид Растеряно Погоди, Хана Хана Абрам Ильич ждет Прощай Хана убегает Давид снова один Он бесцельно слоняется по комнате Берет скрипку Кладет ее обратно Накрывает чайник подушкой Входит Людмила Шутова Людмила, Шварц! Давид обернулся И внезапно бросился с кулаками на Людмилу Давид Уходи отсюда ко всем чертям Убирайся, убирайся отсюда! Молчание Людмила, тихо! Зачем же ты лезешь на меня с кулаками, свинья? Я папиросы тебе принесла А ты? На, кури, свинья! Людмила швырнула на кровать Давиду пачку папирос и вышла Тишина Сумерки Зажглись огни в доме напротив Хрипит и захлебывается уличный радиорепродуктор Сегодня, во время очередного массированного налета Фашистской авиации на Мадрид было сбито Бесшумно отворяется дверь и входит Таня Она в новом нарядном платье, радостная и возбужденная Давид Не вижу, темно Таня А ты зажги свет Давид Не хочу Таня Что с тобой? Давид Ничего Таня Со Славкой поругались? Давид Нет Таня После паузы Что случилось? Может быть я напрасно пришла? Давид Может быть Таня Ах так? Таня постояла еще секунду, словно соображая А затем решительно повернулась и пошла к дверям Давид Танька Таня Таня Звонко дрожащим голосом Ты грубый, невоспитанный, наглый, самовлюбленный, нахальный Давид Насмешливо Ну а еще Таня И не приходи ко мне больше, и не звони, и все Таня выбегает, оглушительно хлопнув дверью Молчание Давид перегнулся через подоконник, высунулся на улицу, крикнул Танька Тишина Только по-прежнему хрипит и захлебывается радиорепродуктор Боец интернациональной бригады батальона имени Эрнста Тельмана заявил Давид встал, прошелся по комнате, взял скрипку Давид Ну и хорошо, очень хорошо И пожалуйста Он поднял скрипку, зашагал по комнате Он играет бесконечные периоды упражнений Ауэра Зажав в зубах незажженную папиросу И раз, и два, и три И раз, и два, и три Загудел поезд Давид играет все ожесточеннее И раз, и два, и три И раз, и два, и три И раз, и два, и три Занавес Третья глава Во втором антракте мы с женой быстро и молча поднялись и пошли курить Мы стояли в курилке возле урны, с двух сторон, как часовые Часто и с отвращением глотали дым Во втором действии Евсигнеев был лучше, сказала жена Да, сказал я А в третьем действии он будет еще лучше Только это не имеет никакого значения Да, согласилась жена Разумеется Помолчав, она спросила Ты очень огорчен? Нет, сказал я Все давно ясно Это ребята еще на что-то надеются И в эту же секунду, точно в подтверждении моих слов В курилку вбежал, влетел, ворвался Олег Табаков В белой рубашке заправленные ватные штаны И в тапочках на босу ногу Во втором действии он исполнял роль Славы Лебедева А в третьем будет играть роль сына полка Женьки Жаворонкова В ту пору основной состав студии насчитывал человек 20 И ряд актеров, занятых в моей пьесе, играли по две роли Как странно мне бывает теперь Изредка, очень изредка Встречаться и церемонно раскланиваться С важным и представительным директором театра «Современник» Олегом Николаевичем Табаковым Милое мальчишеское лицо Табакова блестело от пота Он подбежал ко мне и проговорил задыхающимся, плачущим голосом Александр Аркадьевич, ребята просят Ну вы поговорите там с кем-нибудь С кем, Олег? – изумился я Ну я не знаю, но с этими Соколовой, Соловьевой Черт их там разберет О чем говорить? – спросил я Откуда-то раздался отчаянный вопль Табаков, давай по-быстрому Олег махнул рукой и убежал Мы с женой переглянулись Ничего еще по сути не было сказано Но тоскливое чувство обреченности, предрешенности, безнадежности и бессмысленности всего, что происходит Это чувство, так всевластно царившее в зале, уже перелетело по каким-то неведомым законам через рампу и дошло до исполнителей Ну что ж, пойдем Сказал я жене Пойдем, – сказала она Может быть, ты захочешь зайти за кулисы, посоветоваться? Может быть, действительно еще что-то можно предпринять? Нет, – сказал я Мы вернулись в зрительный зал Заняли свои места Товстоногов, по-прежнему сидевший в стороне Неожиданно обернулся и сказал через несколько пустых рядов, разделявших нас Сказал мне негромко, но внятно Так что слова эти были хорошо слышны всем Нет, не тянут, ребята Им эта пьеса пока еще не по зубам, понимаете? Солодовников внимательно, слегка прищурившись, поглядел на Товстоногова На бесстрастно начальственном лице изобразилось некое подобие мысли Слово было найдено Сам того не желая, Товстоногов подсказал спасительно обтекаемую формулировку Ничего не нужно объяснять, ничего не нужно запрещать Что касается автора, то он волен распоряжаться собственной пьесой по собственному усмотрению Что касается студийцев, то это в конце концов неплохо, что они в учебном порядке поработали над таким чужеродным для них материалом А теперь надо искать соответствующую, близкую по духу, жизнеутверждающую драматургию Спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперед и выше, товарищи! Все это Солодовников выпалит за кулисами после конца спектакля Бодрый, слегка пришептывающий скороговоркой Потом он пожмет руку мне, пожмет руку Ефремову Еще раз благодарно улыбнется всем участникам спектакля И быстро, не допуская никаких вопросов, уйдет И все будет кончено А из-за закрытого занавеса раздавался стук молотков Невнятные голоса, что-то грохотало, что-то падало Декорация третьего действия, учитывая отсутствие настоящих декораций Была наиболее сложной Действие происходит в санитарном поезде В так называемом Кригеровском вагоне для тяжелораненых Мне в подобном вагоне лежать не приходилось А вот выступать в войну доводилось не раз Чувствуя, как першит в горле от сладковатого запаха карболки, йода Запекшейся крови Я читал графа Нулина Пел под гитарный аккомпанемент частушки Я сочинял их обычно тут же, на ходу После предварительного разговора с комиссаром или начальником поезда Частушки эти были крайне незамысловатыми Но зато в них упоминались подлинные имена раненых и медицинского персонала Описывались подлинные события Чаще всего комедийные И поэтому они пользовались неизменным, незаслуженно шумным успехом После концерта нас обычно вели в вагон-столовую, кормить ужином Санитарки, хожалочки, всегда миловидные в белых халатиках, перетянутых в талии, в кокетливо примятых белых шапочках, подавали нам еду в жестяных мисках, посмеивались и перемигивались А потом появлялся начальник поезда Садился во главе стола, делал выразительный жест большим пальцем правой руки И все догадливо хихикали Артист он, мол, и есть артист Ему без ста граммов никак невозможно Приносили бутылки со спиртом и большие кружки Спирт наливали в граненые стаканы, а в кружке воду запивать Тот же начальник, как правило, произносил первый тост За родного, любимого, дорогого вождя и учителя, гениального полководца всех времен и народов, товарища Сталина, который ведет нас от победы к победе И мы все, стоя, в торжественном молчании, а кое-кто и со слезами на глазах, пили за этот тост Постукивали колеса поезда Проносились за окнами, не отпечатываясь в сознании, какие-то перелески и разбитые поселки Дребежали на столе, покрытом клеенкой, низки, кружки, стаканы А мы пили спирт, и в груди у нас что-то теплело Мы смотрели друг на друга с участием и любовью Нам было хорошо Ах, как нам было хорошо Мы все вместе, пусть каждый по-своему, делали одно великое общее дело Мы защищали нашу родину, наше прекрасное прошлое И еще более прекрасное будущее Наши светлые коммунистические идеалы Нашу свободу, равенство, братство И почти с той же неизменностью, как первый тост появлялась в разгаре ужина Какая-нибудь санитарка или нянечка Подходила, смущаясь к начальнику поезда Что-то негромко говорила ему И начальник смотрел на меня, ухмылялся Извините, вас товарищ артист в Кригеровский вагон просят Очень хотят снова частушки послушать Начальник ухмылялся еще шире Ну, насчет Дорофеева и других Я поднимался, выходил из-за стола, брал гитару И шел в Кригеровский вагон для тяжелораненых Петь частушки про Дорофеева и других Кригеровский вагон для тяжелораненых Санитарный поезд Пожалуй, это единственное лечебное заведение В котором я только выступал, а не лежал сам Я валялся в полевых, походных и тыловых госпиталях С ожогом второй степени, с флегмоной, с подозрением на бруцеллез После войны, когда у меня совершенно неожиданно обнаружилась Тяжелая болезнь сердца Я не реже, чем раз в два года А порой и значительно чаще Попадал в какую-нибудь очередную больницу Я лежал, случалось, и в привилегированных отделениях Принадлежащих санитарному управлению Кремля В отдельных палатах с собственным санузлом Где только на одно питание выделяется 2 рубля 30 копеек в день на человека Отделения эти у простых смертных называются отделениями для слуг народа И лежал я в отделениях для народа В палатах на 20-25 человек Где, чтобы попасть в уборную, надо становиться в очередь Где дозваться нянечку или сестру Можно только после получасового непрерывного крика Звонков нет И где питание обходится 80 копеек Разумеется, я никогда не лежал в лечебницах Для самых главных слуг народа Для самых бескорыстных и беззаветных его слуг В Кремлевке, в Барвихе, в Кунцево О том, какие условия и какие явства подаются там Рассказывают только шепотом Недоверчиво покачивая головами И молитвенно закатывая глаза Впрочем, и условия, и явства для больного человека Для действительно больного человека Все-таки дело второстепенное Гораздо важнее другое Уход и лекарства Так вот, с лекарствами в отделениях для народа Особенная беда Я уже не говорил о редких заграничных препаратах Анальгина и ликадеина, и тех не допросишься У меня на глазах в отделении гнойной хирургии Московской Боткинской больницы 30-летний прелестный парень Сергей Донцов Школьный учитель из-под Смоленска В течение трех недель превратился из человека в животное Жесточайшего и законченного наркомана Возвращаясь из школы домой Он попал в пургу Сбился с пути Обморозил ноги В результате тяжелейший эндортиреид Боли адские, которые снимались только большими дозами анальгина Но в одной из главных больниц Москвы В знаменитой Боткинской больнице В отделении гнойной хирургии Анальгин в необходимых количествах больным выдавать не могут Слишком дорогое лекарство Целых 32 копейки пачка Значительно проще снять боли инфекции морфия Ампула морфия стоит около 2 копеек Сначала Донцову кололи морфии раза 2 в сутки А в промежутках он потихоньку глотал анальгин Который приносила ему моя жена Но постепенно дозы морфия все увеличивались 3 раза в сутки, 4 раза в сутки А когда я выписывался Милого, золотоголового, с белозубой улыбкой Сережу Донцова Уже невозможно было узнать Он сидел в постели, ползакрыв глаза Страшный, взлохмоченный, с какими-то черными, запекшимися губами Покачивался из стороны в сторону И непрерывно, на одной протяжной звериной ноте То выл, то матерился и требовал морфия А его жалели, ему давали морфии И врачи не виноваты, и сестры не виноваты И вообще никто не виноват Да здравствует одно из величайших достижений советской власти Всеобщая бесплатная помощь А начальничек мой, а начальничек Он в отдельной палате лежит Ему нянечка шторку повесила Создают персональный уют Возят к гаду еврея-профессора Сколько их было в моей жизни Профессоров, врачей, сестер, нянечек Сколько их было умных и не слишком Опытных и еще совсем зеленых Добрых и сердитых Талантливых и просто трудяк Я не каждого помню по имени Но всем им низко кланяюсь в ноги Спасибо вам, дорогие Спасибо вам за ваше терпение и усердие За ваш благородный, каторжный, бескорыстный труд А бескорыстным он был в самом доподлинном смысле До недавнего времени Труд медицинских работников Наравне с трудом учителей Был в нашей стране по оплате Одним из самых нищенских Потому-то в 50-е и 60-е годы Так мало было среди врачей мужчин Только именитые старики А в остальном все больше женщины Про одну из таких замечательных женщин Про хирурга Анну Иванну Гошкину Я не могу, не имею права не рассказать Ночью в ленинградской гостинице Я почувствовал, что у меня начинается Приступ стенокардии Принял нитроглицерин Не помогло Тогда я попросил дежурную по этажу вызвать врача Приехала неотложная помощь Врач сделал мне инъекцию Мне стало легче и я уснул А наутро меня начал бить сумасшедший болевой озноб Температура поднялась до 40 с десятыми Рука на месте укола покраснела и вспухла Я позвонил друзьям Они примчались в гостиницу и после долгих совещаний Совещания даже дружеские не бывают у нас короткими Решили перевезти меня на квартиру нашей общей знакомой Биолога-генетика Раисы Львовны Берг Несколько дней я пролежал у Раисы Львовны Не решаясь дать знать о своей болезни в Москву А мне становилось все хуже Температура не падала Домашние средства, которыми меня пытались лечить Не помогали Тогда я все-таки поднялся и, обливаясь потом На подгибающихся ватных ногах Добрался до телефона и позвонил в Москву жене Уже через три часа после моего звонка Она была в Ленинграде Она почему-то прилетела в шубе Хотя стоял невероятно жаркий апрель И в первые часы была совершенно растеряна и подавлена Она тыкалась, как слепой щенок из угла в угол А углов в квартире Берг предостаточно И соглашалась со всем, что ей говорили Говорили, его надо отправить в больницу Она соглашалась Говорили, надо лечить дома Она тоже соглашалась Но на следующий день, проведя бессонную ночь на продавленной раскладушке Она взяла себя в руки В трудные минуты она всегда умеет взять себя в руки И принялась действовать На счастье, мы с ней оба не вспомнили О союзе писателей и союзе кинематографистов В ту пору я еще был членом и того, и другого союза А просто нашли знакомых врачей Которые и устроили меня в самую обыкновенную Городскую клиническую больницу имени Эрисмана В отделение общей хирургии А позвони мы, между прочим, в один из союзов Меня бы непременно, как московского гостя Устроили бы Свердловку Ленинградский вариант Кремлевки Где бы я и отдал, как говорится в просторечии, концы Меня ввезли на каталке в огромную человек на 30 палату Все кровати у стен были заняты И каталку оставили стоять посередине На какое-то время я провалился в беспамятство Температура в это утро была уже 41 градус Когда я очнулся, я увидел, что у моей каталки стоят двое Седой старик с морщинистым смуглым лицом и раскосыми глазами Это был профессор с заведующим отделением И его хитроумную татарскую фамилию мне так ни разу и не удалось выговорить правильно И рядом с ним тоже пожилая женщина с широким, добрым и каким-то домашним Я не могу подобрать другого слова «лицом» И именно домашним, а не врачебным движением Она положила ладонь мне на лоб, вздохнула и покачала головой Профессор наклонился ко мне Сейчас вам сделают обезболивающий укол и отвезут в операционную Вас будет оперировать наш ведущий хирург Анна Ивановна Гошкина Анна Ивановна покивала мне А почему так сразу? – спросил я А потому что, голубчик, плохо дело Чрезвычайно спокойно, как-то даже уютно сказала Анна Ивановна Очень плохо дело Как ни странно, эти ее слова ничуть не взволновали меня Анна Ивановна вообще не принадлежала к породе тех врачей-оптимистов Которые, входя в палату, игриво тычут больного пальцем в живот и спрашивают Ну-с, как поживает наш врачок? Напротив, еще много дней после первой, а потом и после второй операции Анна Ивановна, осматривая меня и делая мне перевязку, будет сокрушенно покачивать головой и повторять свое Плохо дело, очень плохо дело А дела мои, кстати, были и вправду довольно плохи Врач из неотложной помощи занесла мне, делая укол, тяжелейшую инфекцию – золотистый стафилококк В результате заражение крови, рожистое воспаление отечной формы и флегмона В первые недели моего пребывания в больнице большинство врачей считали, что самым благоприятным исходом будет ампутация руки И только Анна Ивановна говорила Плохо дело Добавляла А руку моему все-таки попытаемся спасти Уже старая женщина, она приходила в клинику раньше всех, всегда без четверти в восемь утра А уходила, случалось, чуть ли не за полночь Она не только оперировала, перевязывала и вела факультативные занятия со студентами Она с не меньшей охотой ассистировала другим хирургам Сама, не дожидаясь, пока это сделает сестры или санитарки, перевозила больных на каталке из перевязочной в палату Она порой сама мыла своих больных В войну Анна Ивановна работала фронтовым хирургом Мне рассказывали, что однажды, когда она перевозила в санитарной машине раненых через Ладогу По знаменитой ледяной дороге, случайным шальным осколком убила шофера Тогда Анна Ивановна, не имевшая ни малейшего понятия, как надо водить машину Села за руль и под обстрелом немецкой артиллерии Благополучно доставила раненых на тот берег, в полевой госпиталь Когда я как-то в перевязочной спросила ее об этом, она лаконично ответила Пришлось После первой операции меня перевели из огромной палаты в маленькую комнатенку Изолятор для особо тяжелых больных И разрешили, вернее даже попросили, мою жену круглосуточно дежурить возле меня Она и дежурила круглосуточно Спала, сидя на стуле около моей постели или в коридоре В кресле Или изредка, когда кто-нибудь умирал, ей удавалось полежать часок-другой на незастеленной койке За день на опухших от усталости ногах она проходила с добрых десяток километров по бесконечным длинным коридорам клиники То на кухню сварить мне кофе или что-нибудь приготовить То к сестре-хозяйке за чистой наволочкой или полотенцем Рана моя непрерывно кровоточила Я смутно помню эти дни Мне становилось все хуже Температура держалась Отек угрожающий поднимался все выше, к плечу Не помогало ничто Ни бесконечные переливания крови Ни удвоенные дозы антибиотиков Я бредил Распевал какие-то песни без слов Жена потом смеялась, что хорошо, что без слов Разговаривал с отсутствующими собеседниками В редкие минуты просветления я сочинял стихи Читать я не мог В первомайский вечер, когда над всем Ленинградом гремела веселая музыка И в почти светлом небе плясали лучи прожекторов Дежурный хирург, осмотрев меня, решительно сказал Сейчас вас подготовят Необходимо и немедленно повторная операция Честно говоря, мне эта вторая операция улыбалась не слишком И я попытался схитрить Ну какая же операция? Первая мая И потом, это ж как-то неудобно Моего хирурга Анны Ивановны нет сегодня Дежурный врач, не дослушав меня, быстро вышел из палаты Успокоенный, я задремал Я дремал, как мне казалось, не больше пяти минут А когда открыл глаза, возле моей кровати стоял профессор Заведующий отделением Анна Ивановна и еще несколько врачей Из-под белых халатов выглядывала парадная праздничная одежда Ну, поехали, мирно сказала Анна Ивановна Наклонилась, приподняла меня Откуда у нее только сила бралась И с помощью сестры переложила на каталку Анна Ивановна, милая моя, прекрасная Анна Ивановна Я вам обязан не только жизнью и не только тем, что у меня остались обе руки Знаете, когда я в самую, казалось бы, неподходящую минуту вспомнил о вас Сейчас я вам расскажу Происходило это, между прочим, все в том же 71-м году Весной которого я лежал в вашей клинике Но только теперь уж был декабрь Самые последние дни декабря Веселая и оживленная предновогодняя суетня В здании Центрального дома литераторов было шумно и людно В малом зале шла бойкая торговля Писателей снабжали всевозможной снедью к праздничному столу В ресторане устанавливали огромную елку Развешивали цветочные и электрические гирлянды А наверху, на втором этаже, в комнате номер 8 Которую еще называют Дубовым залом Шло заседание секретариата Московского отделения Союза советских писателей И вопрос на повестке дня стоял один-единственный Об исключении писателя Галича Александра Аркадьевича Из членов Союза советских писателей За несоответствие его, Галича, высокому званию члена данного союза Я сидел в удобном кресле Курил и с интересом слушал, что говорил обо мне Аркадий Васильев Тот самый, что выступал общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля Что кричал обо мне некто Лисичевский Которого в конце 50-х годов чуть было тоже под горячую руку Не исключили из Союза Когда была доказана его плодотворная деятельность В сталинские годы в качестве стукача и доносчика Но потом его, конечно, простили Такие люди всегда пригодятся И даже назначили директором издательства советский писатель И ввели в члены секретариата Московского отделения Мне было крайне интересно узнать, что думает обо мне Нистовый человеконенавистник Николай Грибачев А он думал обо мне, бедном, очень плохо Он просто ужасно обо мне думал И знаете, Анна Ивановна, именно во время его гневной и пламенной речи Я вдруг представил себе, что вот здесь, сейчас, на этом секретариате Сидите и вы, Анна Ивановна Гошкина Фронтовой хирург, врач, человек среди человекоподобных Однажды в дубовой ложе был поставлен Яна Провеж И увидел такие рожи, пострашней балаганних рож Простите меня, Анна Ивановна, но я вовсе не тешу себя иллюзиями Я не сомневаюсь, что вы поверили бы всему, что говорилось обо мне на этом судилище И о моих связях с сионистами, и о моей дружбе с антисемитами И о моих заигрываниях с церковниками Поверили бы и Аркадию Васильеву, и Лисичевскому, и Грибачеву И всем этим пузырям земли Лукониным, Медниковым, Стряхниным, Тельпуговым Вы давно уже, Анна Ивановна, не то чтобы приняли А равнодушно привыкли к правилам этой подлой игры, этого шаманства Вы читаете на ходу газеты, слушаете, не слушая радио Сидите долгие часы на профсоюзных и партийных собраниях Смертельно усталые, вы голосуете за решения, смысл которых вам не очень-то понятен И уж вовсе не важен Куда важнее, начался ли отток гноя у больного А И не подскочила ли опять температура у оперированного вчера Б Вас закружили в этом шутовском хороводе И у вас нет ни времени, ни сил выбраться из него Остановиться, встряхнуть головой, подумать Еще раз простите меня, Анна Ивановна Но я даже уверен, что если бы вам на этом достопамятном секретариате Предложили принять участие в голосовании Вы, как и все, проголосовали бы за мое исключение Это одно из правил игры в советскую демократию Решение должно быть Решение не может не быть единогласным Но я не сомневаюсь и в другом Если бы на следующий день меня снова на скрипучей каталке Везли бы в операционную в вашей клинике Вы надели бы ваш клеенчатый фартук И приказали бы хирургической сестре готовить инструменты И бинты, и тампоны И позабыв обо всех моих смертных грехах Так же точно как тогда, не обращая внимания на усталость и время Вступили бы в борьбу за мою жизнь Потому что здесь, на пороге операционной, перестают действовать правила той подлой игры Потому что здесь вы становитесь тем, кто вы есть Человеком, цель и назначение которого приносить людям добро Облегчать страдания страждущих Бедная, счастливая, несчастная Анна Иванова Очнулся я после повторной операции уже под утро Откуда-то очень издалека доносились протяжные поющие голоса Последние празднователи расходились по домам Из окон на мою постель падал странновато-желто-молочный свет И свет этот пронизывал тоненький луч солнца Высвечивая запеленутую бинтами и скованную лубком, лангеткой, руку И серебряную голову моей жены Она спала на низком неудобном стуле, положив голову мне на ноги Почувствовав, что я очнулся, она слегка приоткрыла глаза Тебе что-нибудь нужно? Нет, сказал я Мне лучше, Асенька Нет, сказала она И снова закрыла глаза Тебе еще не лучше И я успокоился Мне почему-то стало очень спокойно и даже радостно И я сказал этому мгновению Остановись, запомнись Ныне, пресно и во веки веков Аминь Навсегда запомнись это мгновение И вовсе не потому, что ты было прекрасно Ты больше, чем просто прекрасно Ты мгновение Ты секунда того высшего душевного покоя Когда вдруг приходит к человеку понимание, что он на земле не один Что есть, существуют человеческие судьбы, связанные с его судьбой Так же, как и он связан с ними И связь эта нерасторжима И определена чем-то высшим Нежели обстоятельства или случай Будь благословенна это мгновение Молочно-желтый свет, пронизанный солнцем Легкое покалывание озноба Словно вспыхивающие в стакане минеральной воды пузырьки И серебряная голова, лежащая у меня в ногах На больничном байковом одеяле И было еще в моей жизни Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино Гудок приближающейся электрички Спугнувший галок с куполов патриаршего подворья Бывшей в отчины Колочевых И внезапно пришедшие, наконец, строчки Ключевые строчки песни, посвященные памяти Пастернака Будь благословенна это мгновение Остановись в памяти, не исчезни И еще Зал Дома ученых в Новосибирском Академгородке Это был, как я теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт На который даже продавались билеты Я только что исполнил как раз эту самую песню В памяти Пастернака И вот, после заключительных слов, случилось невероятное Зал, в котором в этот вечер находились две с лишним тысячи человек Встал и целое мгновение стоял молча Прежде чем раздались первые аплодисменты Будь же благословенным это мгновение И еще Я пишу эти главы в серебряном бару под Москвой В деревянном доме, стоящем над рекой В этом доме скрипят полы и как-то особенно гулко хлопают двери И все-таки я физически чувствую благословенную и тяжелую тишину Я приехал в этот дом, когда на земле еще лежал снег А потом за одну ночь началась удивительная весна Было небо вымазано суриком Белую поземку гнал апрель Только вдруг, прислушиваясь к сумеркам Услыхал я первую копель И весна священного священия Вырвалась внезапно из оков И простую тайну причащения Угадал я в тайне снегов А когда в тумане, будто в мантии Поднялась над берегом вода Образок Казанской Божией Матери Подарила мне моя беда Война Октябрь 1944 года Советская армия движется с боями на запад В сумерке над осажденными городами Стоит невысокое зарево пожаров Медленно падают черные хлопья пепла Похожие на белые хлопья снега Ветер гудит рваным листовым железом Ахают дальнобойные И немногие уцелевшие жители Забившись в погреба и подвалы Устало и нетерпеливо ждут Жизнь и смерть начинаются одинаково Ударом приклада в дверь В тот год мы возвращались в родные города Шагали по странно незнакомым улицам Терли кулаками слепающиеся глаза И внезапно в невысоком холме с лебедой и крапивой Узнавали сказочную гору нашего детства Вспоминали первую пятилетку Шарманку на соседнем дворе Неподвижного голубя в синем небе И равнодушный женский голос, зовущий Сереньку Мы научились вспоминать Мы стали взрослыми Пошел занавес До сих пор не могу понять, как удалось ребятам из столов и скамеек Соорудить такую сложную декорацию Но это им удалось Во всяком случае, я отчетливо помню, что у меня было полное ощущение И вагона, и движущегося поезда, и покачивающихся подвесных коек Ефремов продолжал, чуть понизив голос, точно боясь потревожить спящих Санитарный поезд Кригеровский вагон для тяжелораненых По обе стороны вагона двойной ряд подвесных коек с узким проходом посредине Верхний свет не горит И в предутренних сумерках видны только первые от тамбура четыре койки Верхняя и нижняя, верхняя и нижняя И на одной из этих нижних коек, запрокинув голову на взбитую высоко подушку Сжав запекшиеся губы и закрыв глаза, лежит старший лейтенант Давид Шварц Беспокойно и смутно спят раненые Мечутся, бредят, скрипят зубами, плачут и разговаривают во сне Кто-то выкрикивает отрывисто и невнятно Первое орудие к бою, второе орудие к бою По фашистским гадам прямой наводкой огонь Но никто не торопится выполнять приказания Не гремят орудия, не взлетает в дымное небо вопящая взорванная земля Мирно гудит поезд, постукивает колеса И лишь по временам за окнами, как напоминание об огне Пролетают быстрые, мгновенно гаснущие искры от паровоза Возле койки Давида на низком табурете Положив на колени длинные усталые руки с пожелтевшим от йода пальцами В белом халате и затейливой белой косынке медицинской сестры Сидит Людмила Шутова Молча и тревожно поглядывает на Давида Олег Ефремов неторопливо ушел за кулисы Началось третье действие Давид с закрытыми глазами ровным тусклым голосом Пить, пить дайте, пить Людмила Ну нельзя же тебе пить, нельзя, милый Ну хочешь, я смочу тебе губы, хочешь, Давид? Давид Пить, пить дайте, пить На верхней койке над головой Давида заворочился старшина Одинцов С куластой, с рыжеватой щетиной на небритых щеках С веселыми от жара возбужденно блестящими очень синими глазами Одинцов Глядя в окно, хрипло останавливаясь после каждого произнесенного слова Сестрица, ты не знаешь, проехали ли мы курешь? Людмила Час назад Одинцов Вон что, то-то я гляжу, места вроде знакомые Скоро, значит, и Сосновка Давид Пить, пить дайте, пить Одинцов Переедем сперва мост через реку, потом лесок будет А за леском перегон еще и Сосновка Водокачка, склады дорожные, садочек при станции А в садочке там рынок Родина моя, между прочим Людмила Много говоришь, Одинцов Одинцов Не то засмеялся, не то закашлялся Как пояс подойдет, так бабы, девчонки, огольцы прямо в окна полезут Кто с чем? Кто, понимаешь, с яблоками, кто с яичками калеными, кто с варенцом Чей-то голос в темноте, коверкая слова, мечтательно проговорил А у нас в Килао шашлык продают, шампур в окно подадут Ешь! Напротив Одинцова на верхней койке через проход поднимает голову сын полка Женька Жаворонков Мальчишка лет 17 с красивым наглым лицом, с прищуренными глазами и темной родинкой над припухлой губой Женька с развязанностью любимца публики Душа любезный, шашлычка захотел Эй, кацо, не горюй, тебе завтра ногу рыбанут Вот мы шашлычок из нее изготовим По вагонам прокатывается смешок Ай, Женька! Женька скажет Одинцов, быстро и тихо Сколько я этих населенных пунктов в 41-м оставил Сколько я их обратно отвоевал Сосчитать даже немыслимо Немыслимо сосчитать А сосновки моей не увижу Людмила, это почему ж? Одинцов, спокойно Не дожить мне, сестрица, никак не дожить Людмила, сердитым шепотом Ну что ты, Одинцов, в глупости болтаешь? Людмила поспешно встала, взяла руку Одинцова, сосчитала пульс Одинцов, тяжко Людмила, говоришь много, оттого и тяжко У тебя легкое осколком задето, тебе молчать надо, неужели не ясно? Людмила, позвала Ариша! Из темноты, бесшумно ступая В мягких войлочных тапках Появляется санитарка Маленькая круглолицая В белой косынке Надвинутой на самые брови Санитарка Да, Людмила Васильевна Людмила, кислородную подушку Санитарка исчезает И тут же появляется снова С тугой кислородной подушкой в руках Санитарка Вот, Людмила Васильевна Людмила, кивнув Я сделаю укол, от избега и разыщи доктора Смородина Санитарка Сюда попросить? Хорошо, Людмила Васильевна Людмила приставила раструб подушки к губам Одинцова Отвернула кран Тонко зашипел кислород Одинцов Не надо Людмила Молчи, пожалуйста Людмила достала из стерилизатора шприц Разбила ампулу, наполнила шприц с маслянистой жидкостью Сделала Одинцову укол Одинцов Деревенеющими губами Не надо Людмила Молчи Тебе сейчас станет легче Постарайся уснуть Одинцов откинулся на подушку Тишина Гудит поезд Постукивает колеса Давид Внезапно открыл глаза Людмила Людмила, ты здесь? Людмила Здесь, милый, здесь Тебе что-нибудь нужно? Давид Да, пить Нет, нельзя пить После паузы Я шел по тульчину По рыбаковой балке Я хотел найти Я непременно хотел найти А потом Я присел на лавочку Под нашей акацией И тут что-то ударило сверху И... Скрипнул зубами Людмила Додик Давид Людмила, ты здесь? Людмила Здесь, милый? Давид Здесь Все-таки удивительно, что здесь И Чернышев Только на войне бывает такое, правда? Ну, рассказывай Людмила Про что, Додик? Давид Про Таню Про то, как ты с ней встретилась И что она тебе сказала И какой она была Людмила Так я рассказывала ведь тебе об этом Давид Расскажи еще Пока со мной снова не началось Только громче, а то я что-то плохо слышу И вижу плохо Плохо вижу И совсем плохо слышу Людмила Это контузия, Додик Это пройдет Давид Громче Что? Людмила Медленно нараспев Как рассказывает сказку Я говорю Это было в детстве В сорок первом Шестнадцатого октября Ровно три года назад Рано утром Меня разбудил Сережа Потапов Из ФЛИ Ты его, наверное, не помнишь И сказал, что немцы в Истре Я включила радио Передавали почему-то объявления Треста ресторанов и столовых И музыку И тогда я решила ехать в военкоман Проситься на фронт Ты слышишь, Давид? Давид Слышу Рассказывай Что? Людмила Я говорю На улицах было полным-полно народу И одни куда-то спешили с вещами С чемоданами, с подушками А другие молча стояли у репродукторов И ждали Ждали, что им хоть что-то скажут И вдруг объявили Передаем мазурку Винявского В исполнении лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей Давида Шварца И тут я увидела Таню Она стояла под репродуктором в белом платье С красным букетом астр Очень нарядная Очень красивая И слушала, как ты играешь Я подошла к ней Мы обнялись Это как-то само собой получилось Ведь мы и знакомы толком не были И стали вдвоем слушать Как ты играешь Давид Это была запись Что? Людмила Да, конечно, это была запись Но доиграть тебе не пришлось Началась воздушная тревога И все побежали В убежище, в щели, в парадные А мы с Таней пошли по улице Горького И я ее спросила Где ты? А она ответила Мой муж на фронте Одинцов бормочет в забытье Мост проедем Лесок проедем А там и сосновка Водокачка Склады дорожные Садочек у станции Бабы с девчонками Яблоками торгуют Яичками каленными Варенцом Мост проедем Лесок проедем Женька раздраженно А он свое А он свое Прямо как заведенный Давид Она так и сказала Мой муж Ты хорошо это помнишь? Не Давид А именно муж Людмила Муж Давид Громче Что? Людмила Она сказала Мой муж Давид Слабо улыбнулся Милая моя Ты знаешь Мы поженились В сороковом мае Мне как раз После конкурса Комнату дали На Ленинградском шоссе Там ноги Наши получили И Чернышов Между прочим Хорошая комната Двадцать метров Мы из нее Две сделали А Танька хотела Погоди Так ты говоришь Что она была очень красивая В тот день И не было заметно Людмила Что? Давид Нет ничего Значит она была Очень красивая Людмила Очень Давид Правильно Она всегда Очень красивая Но в какие-то минуты Она бывает Такой красивая Что просто Сердце заходится Возвращается Санитарка Санитарка Людмила Васильевна Людмила Разбудила Санитарка Он с товарищем Чернышовым В операционной Сказал Кончит операцию И придет Женька Громко Сестра Эй Сестра Людмила Обернулась Что ты кричишь Жене В чем дело Женька Не в чем дело А койку Мне надо поправить Людмила Ариша Поправь Санитарка Подходит к жаворонку Но Женька Со злым лицом Грубо отталкивает ее Женька Уйди У тебя руки кривые Уйди так Сестра Людмила Встала Господи Наказание Подошла к Женьке Что тебе Ты же видишь Я возле тяжелых дежурю Женька Со внезапно Истеричными Слезами в голосе А тут все тяжелые Тут не с черьями Люди лежат Вот погоди Я доложу начальнику Что ты со своим лейтенантом Как я не знаю С кем возишься Передразнивая Додик Додик И кислород ему И пантампончик ему А как другие У тебя Пантампона просят Так выкуси Людмила Не дам я тебе Пантампона Женька А я знаю Что не дашь Я же не еврей Людмила Что Помолчав Брезгливо и тихо Какая гадость Женька Почему эта гадость Со смешком Правильно Майор Зубков У нас в полку говорил Евреи Говорил он Они свое дело знают Они и на гражданке И на войне Завсегда ближе Всех к пирогу Садятся Это уж точно Он обернулся Ожидая Как обычно Смеха И возгласов Одобрения Но вагон Молчит И только Нижний Женькин сосед Ефрейтера Лапшин Немолодой человек С забинтованной Головой Отложил в сторону Письмо Которое он читал При слабом свете Ночника И с любопытством Снизу вверх Посмотрел на Женьку Лапшин Точно говоришь? Покачал головой Ах, Женька ты, Женька Сколько тебе годков Женька А это к делу не касается Разозлился Брось, Лапшин Понял? Всякий Ефрейтер Будет меня учить Не нарвись я На эту мину Чёртову Я бы и сам К ноябрю Ефрейтером стал Мне майор Зубков Так и сказал Лапшин Опять майор Зубков Женька Срываясь на крик Опять? Да, опять Не нравится? Он мне за место отца родного был Если желаешь знать Он меня из горящего дома спас Он в полк меня записал Солдатом сделал Воевать научил Лапшин Сердито Воевать он тебя может и научил А думать не научил Я вот вторую неделю с тобой еду Разговорчики твои слушаю И просто диву даюсь За тобой ухаживает А ты хамишь Женщины у тебя все Бабье ППЖ Кикнадзе Душа любезный Каспарян Карапет и армяшка Женька Чуть струсил Да это же я в шутку Чудак человек Подумаешь Делов Карапетом назвал Каспарян и не обижается Верно, Каспарян? У нас в полку Майор Зубков Не такое откалывал С другого конца вагона Спокойный голос Отчетливо и внушительно Проговорил Он сукин сын твой Майор Зубков Сукин сын и дурак Женька Он даже растерялся от ярости Дурак? Майор Зубков дурак? Это кто сказал? Спокойный голос Это я сказал Подполковник Захаров И довольно Заткнись Женька Дай людям спать Долгое молчание Гудит поезд Громыхают колеса Женька Тихо Товарищ подполковник Вы не сердитесь Ведь у меня Ни отца Ни матери Товарищ подполковник Молчание Подавленный Женька Натягивает на себя Одеяло И отворачивается К стене Лапшин улыбается Берет письмо Людмила Снова садится На табурет Возле койки Давида Одинцов Все глуше и глуше Мост проедем Лесок проедем А там и Сосновка Стойте Остановите Остановите поезд Дайте сойти Людмила Что ты Одинцов До Сосновки Еще далеко Ехать и ехать Одинцов Мятую пахнет Ах как мятую пахнет Чуть приподнимается Девчоночки мои маленькие Парнишечки мои беленькие Здравия вам желаю Ах ты Боже ты мой До чего же мятую 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 Отчаянно пахнет Давид Пить Людмила Людмила Ты здесь? Людмила Здесь милый Давид Людмила Слушай А про что он там Все говорит Там наверху Про что? Людмила Вспоминает Родные места Его проезжаем Он и вспоминает Давид Усмехается Матросская тишина У каждого Непременно Есть своя Матросская тишина И не бывает Так что бы не было Ни черта Человек не стоит Если у него Нет или не было И сколько бы он Не прошел Сколько бы не проехал Всегда у него Есть такая Заветная улочка Матросская тишина На которой он Еще не успел Побывать А я ходил По тульчину По рыбаковой балке Людмила Ты здесь? Людмила Здесь додик Давид Я ходил По тульчину По рыбаковой балке И хотел найти Нет Не могу говорить Людмила Как ты себя чувствуешь? Давид Не знаю Очень пить хочется Людмила Нельзя Давид Глоток А я помню У тебя стихи были Про глоток воды Верно? Прочти мне Людмила Помедлив Мы пьем молоко И пьем вино И мы с тобой Не ждем беды И мы не знаем Что нам суждено Просить как счастье Глоток воды Давид Вот как все сходится А еще Прочти еще что-нибудь Мне когда ты читаешь Легче Боль легче И вообще мне с тобой Спокойно Ты спокойная Быть бы тебе Людка врачом Медиком После паузы Но прочти мне Еще что-нибудь Людмила Задумчиво И печально Я позабыла Все свои стихи Гудит поезд Громыхает колеса За дребезжащими окнами Вагона Все те же Серые Предрассветные Сумерки Одинцов Перестал бормотать И закашлялся Он кашляет Каким-то резким Лающим кашлем Сотрясаясь всем телом И разрывая черными пальцами Рубашку на груди Санитарка Испугана Людмила Васильевна Людмила Одинцов Растерянно оглянулась Ну что же они там Так долго Вот что, Ариша Ты побудь здесь А я сбегаю Потороплю Санитарка Боюсь, Людмила Васильевна Людмила Прикрикнула Глупости Давид Людмила Людмила Ты здесь? Людмила Сейчас, Додик Сейчас я вернусь Ариша Ты не уходи никуда Слышишь? Не на минутку Санитарка Хорошо, Людмила Васильевна Людмила Лейтенанту пить не давай Губы смочи, если попросят Сейчас я вернусь Людмила поспешно уходит Одинцов кашляет Рвет на груди рубашку Санитарка смотрит на него Расширенными от испуга глазами Санитарка Миленький, потерпи Потерпи Сейчас, миленький Потерпи Одинцов захлебывается кашля Санитарка отворачивается Прижимается лбом к оконному стеклу Давид Пить, пить дайте Людмила Голос Что тебе нужно, Додик? Дрожащее и зыбкое пятно света Не то из окна, не то откуда-то сверху Падает на табурет, стоящий возле койки Давида Давид Кто это? Кто? Это ты, Людмила? Голос Нет, это я, Додик Давид Папа? В зыбком пятне света Возникает Абрам Ильич Шварц Он сидит на табурете Наклонившись к Давиду Все в том же лучшем Своем черном костюме В котором он приезжал Когда-то в Москву И все та же старомодная Касторовая шляпа Лежит у него на коленях И все тот же серебристый пушок Вокруг головы Он стал совсем прозрачным И легким, этот пушок И только там, с левой стороны Где прошла пуля Виден черный след запекшейся крови К рукаву пиджака пришпилена Английской булавкой Грязная повязка С желтой шестиконечной звездой И надписью Юде Шварц Здравствуй, мой дорогой Шалом Олейхим Давид Папа, ты? Откуда ты? Почему ты здесь? Ты живой, папа? Шварц Спокойно и грустно Нет, милый Меня убили Год тому назад Ровно год тому назад Я думал, что ты знаешь, милый, об этом Давид Да, я знаю Но мне показалось Вскрикивает Но ведь я вижу тебя Почему же я вижу тебя? Ты чудишься мне? Шварц Возможно, додик Улыбнулся Человек не таракан Ему всегда что-то чудится Женщинам чудятся неприятности Мужчинам удачи После паузы И даже мне В тот самый последний день Когда нас вели под конвоем На вокзальную площадь Мне чудилось Что я иду встречать твой поезд Давид Строго Как это было, папа? Шварц Это было совсем просто, милый В один прекрасный день По всему гетто Развесили объявление Что нас отправляют На поселение в Польшу И что мы должны В воскресенье с вещами Явиться на вокзальную площадь Давид И ты понял? Шварц Разумеется Впрочем, среди нас нашлись И такие Которые и поверили На одного умного Всегда найдется Два с половиной дурака Давид А что было дальше? Шварц Но в воскресенье Мы все собрались У выхода из нашего гетто Нас пересчитали Построили в колонну И повели Усмехнулся Это ж все-таки Тульчина Не Киев В Киеве, говорят Для этого дела Подавали автобусы А нас повели И мы шли Женщины Старики И дети Был дождь и ветер И мне помогали идти Этот каменщик Из дома восемь Наум Шехтель И его жена Маша Сестра Филимонова И вот мы шли Шли И лил дождь И лаяли собаки И плакали дети А на улицах было пусто Совсем пусто Все попрятались по домам И только когда мы проходили Шевелились занавески на окнах И этому как раз Я был рад Давид Почему? Шварц Помолчав Понимаешь ли, милый Я родился в Тульчине Я жил в Тульчине И умер в Тульчине Я почти всех знал В нашем городе И мне не хотелось Чтоб старые мои знакомые Увидев меня в тот день Отворачивались И прятали глаза Ну и нас привели На вокзальную площадь И снова пересчитали И приказали сдать вещи А мне нечего было сдавать Я ничего не взял Только твою детскую скрипочку Твою половинку На которой ты когда-то Сыграл первое упражнение Ауэра Только твою скрипочку И мой альбом С фотографиями А с немцами был Филимонов Оказалось, между прочим Что его фамилия Филимон И даже фон Филимон Так во всяком случае Он утверждал И когда этот Филимон Увидел у меня в руках Твою скрипочку Он засмеялся и крикнул А ну-ка, пархатый черт Сыграй нам кадиш Сыграй нам поминальную молитву Пархатый черт Давид, сволочь Шварц А потом он заметил Свою сестру Машу И он сказал ей Зачем ты здесь? Ты же немка, дура Уходи Но она сказала Я русская И обняла своего Наума И не ушла Ах, Маша, Маша Ты помнишь, какая она была Красивая, Додик? Я как-то спросил у нее За что она любит Своего рыжего Наума? А она засмеялась И ответила Знаешь что? Меня все называют Машей Сказала она Но никто, ни один человек На свете не умеет Так говорить Маша Как это умеет мой Наум Ах, Маша Давид Сквозь сжатые зубы Дальше Что было дальше? Шварц Мы стояли И лил дождь И где-то далеко Гудел поезд А немцы, очевидно Кого-то ждали Какого-то начальника И когда этот Филимон Снова крикнул Ну сыграй же нам Кадиш, пархатый черт И знаешь, Додик Я вдруг ужасно рассердился И на этого Филимона И на немцев И даже на самого себя Ну почему я стою в грязи С опущенной головой И почему мне страшно И почему у меня дрожат руки И тогда я поднял свою скрипочку Твою половинку На которой ты учился играть Упражнения Ауэра И подбежал к господину Филимону И ударил его этой скрипочкой По морде И даже успел крикнуть Когда вернутся наши Они повесят тебя Как бешеную собаку Давид яростно А дальше Что было дальше? Шварц После паузы Это все Для меня уже не было Никакого дальше Дальше, милый Начинается твое дальше Давид Сдержанно Да, пожалуй Шварц Что же было дальше, Давид? Давид Приподнялся Я расскажу тебе Хорошо Слушай Слушай, что было дальше Мы взяли Тульчин После семи суток Беспрерывных Сумасшедших боев Шварц Вы пришли? Давид Мы пришли, папа Мы выбили фрица В дьяволовой бабушке Куда-то за Чукаринские болота И на восьмые сутки Под вечер Вошли в Тульчин Знаешь Я как-то не задумывался Прежде над тем Что значит слова Земля отцов Но тогда Наша головная машина Остановилась на площади декабристов И я услышал Запах Тульчина Увидел землю Тульчина Небо Тульчина И в небе Не самолет Нет И не следы Трассирующих пуль От края до края А сизый голубь Первый сизый голубь Который выпустил В нашу честь Мальчишка с рыбаковой балки И когда мой шофер Обернулся ко мне И сказал Вот вы и на родине Товарищ старший лейтенант Шварц Удивленно и радостно Ты старший лейтенант, Додик? Давид Да, папа Шварц О, милый Поздравляю Старший лейтенант Это большой чин Усмехнулся Прости, я тебя перебил Что ж было дальше? Давид А на следующее утро Мои ребята привели Господина Филимона Мы уже кое-что слышали Про его подвиги Он пытался скрыться Но ребята поймали его И привели в отдел Шварц И ты его видел? Не было так Как ты ему напророчил Шварц Тихо Вы его Давид кивнул Да, на вокзальной площади И в тот вечер Когда все уже было кончено Ко мне пришла его сестра Маша Шварц Она осталась жива? Давид Она осталась жива Ее только ранили Два дня и две ночи Она пролежала там С вами Во рву А на третью ночь Она выбралась И приползла домой Ее прятали по очереди Митя Жучков И Танькины родные Сычевы И вот она пришла ко мне И мы отправились с ней вдвоем За линию железной дороги К разъезду Шварц Мягко Не надо об этом Додик Давид Надо Прищурив глаза Мейер Вольф Всю жизнь копил деньги Чтоб повидать стену плача Я видел теперь ее Эту стену Она находится За линией железной дороги На разъезде Тульчин-Товарной Это простая пожарная стена Кирпичный Брандмауэр Щербатый От автоматных очередей И к этой стене По вечерам Приходит плакать Русская женщина Сестра предателя Жена честного человека Красавица Маша Филимонова Шварц Дальше А что было дальше Давид? Давид А потом через день Меня контузило Папа И ранило Шварц Медленно Боясь услышать ответ Куда тебя ранило? Давид В плечо И в живот Прости меня Много раз я был Перед тобой виноват Особенно в тот вечер Когда ты приехал В Москву Шварц Я забыл об этом Давид Давид крикнул Но я помню Шварц Мягко Но настойчиво И ты И ты И ты Тоже Должен Забыть Но оба Виноваты И я даже Больше Много Больше Потому что Ведь это Я когда-то Заставил Поверить тебя В то что Сначала Счастье Удача А уж потом Все остальное Нет Додик Нет Покачал Головой Знаешь О ком Я сейчас Подумал О моем Внучке О твоем Маленьком Сыне Ах Как он Будет Гордиться Тобой Додик И уж Он-то Обязательно Скажет Людям Это Мой Папа Сделал Из меня То что Я Есть Мой Папа Давид Шварц Старший Лейтенант Участник Великой Отечественной Войны Награжденный Орденами И медалями И тебе Тоже Не нужно Будет Ни лгать Ни ловчить Для того Чтоб Твой Маленький Сын Узнал Как Выглядит Счастье Что Разве Не так Давид Да Папа Да Шварц Кстати Меня давно Мучает Один вопрос Как-то Раз Из моего Альбома Пропали Три Открытки И я Не поверил Тебе Когда ты Сказал Что Не брал Их Давид Я Солгал Я взял Шварц Помолчав Строго Надеюсь Что Больше Этого Никогда Не повторится Прислушался К чему-то Что слышно Только Ему Одному Встал Ну Мне Пора Давид Ты Уходишь Уже Шварц Мне Пора Давид Как Скоро Но Ведь Мы Еще Увидимся Правда Шварц Нет Милый Больше Мы Уже Не Увидимся Оттуда Не ходят Поезда Не Приносят Писем И телеграм Мы Не Увидимся Больше Может Быть Я Тебе Приснюсь Впрочем Я Не Люблю Когда Люди Вспоминают И Рассказывают Свои Сны Мало Ли Что Кому Может Присниться Прощай Мой Родной Давид Папа Шварц Прощай Давид Папа Погоди Папа Но Абрама Ильича Уже Нет Исчезает И дрожаще Зыбкое Пятно Света Падающая На Табурет Гудит Поезд Стук Колес Становится Громче Это Санитары Выносят Тамбур Носилки Покрытые Белой Простыней Людмила Дрожащими Руками Прибирает Опустевшую Койку Одинцова Разглаживает Одеяло Взбивает Подушку Захлопается Дверь В тамбур Тишина За окнами Вагона Понемногу Начинает Цветать Людмила Садится На табурет Возле Койки Давида Давид Папа Папа Я хотел Тебе Сказать Людмила Что Додик Что Ты Давид Я хотел Тебе Сказать Нет Это Ты Люда Людмила Да Милый Давид Громче Я ничего Не слышу Что Как Долго Что Это Ты Люда Людмила Да Все Будет Хорошо Милый Давид Громче Что Людмила Тихо Все будет Хорошо Я тебя Выхожу Я выхожу Тебя Мой Любимый Ненаглядный Мой Ты будешь Слышать Ты будешь Видеть Ты Встретишься С Таней Сжала Руки Ах Какая Простая Беда Приключилась Со мной Я люблю Тебя А ты Любишь Свою Красивую Таню Давид Громче Людмила Еще Тише А я Я ведь все придумала Милый Я не видела Таню в тот день 16 октября Я даже не знаю Где она была И что она делала И это я одна Стояла под репродуктором На площади Пушкина И слушала Как ты играешь Мазурку Винявского И ревела в три ручья Как самая последняя дура С горбив плечи И шмыгая носом Входит маленькая санитарка Санитарка Людмила Васильевна Людмила Отнесли Ариша Санитарка Отнесли Людмила Васильевна Санитарка Еще раз шмыгает носом И отворачивается к окну Давид Люда Людмила Что милый Давид Где мы сейчас едем Люда Людмила Подъезжаем к реке Лодки качаются У причала А на берегу Стоит маленький домик Совсем игрушечный Поблескивает окна Из трубы идет дым Там верно живет Бакинщик Вздохнула Если б я могла Милый Я остановила бы сейчас Поезд Взяла бы тебя на руки Постучалась в двери Этого домика Многим Я думаю Многим И не один раз Приходило это в голову И еще никто И никогда Не отважился Почему-то на это А ведь Как казалось бы Просто Остановить поезд Соскочить вдвоем Со ступенек вагона Давид Неожиданно Отчетливо И громко Земля Большая моя земля Долгое молчание Снова громче И резче Застучали колеса Замелькали за окнами Чугунные стропила моста Санитарка Странным Сдавленным голосом Мост Людмила Васильевна Людмила Ну и что Санитарка Одинцов говорил Помните Гудит поезд Мелькает за окнами Вагона Стропила моста Поскрипывает И покачивается На ремнях Пустая койка Над головой Давида Тревожный шепот Прокатывается По вагону Мост Проезжаем Старшина-то Все увидеть хотел Мост Мост Людмила Прислушиваясь Проехали Санитарка А теперь лесок Будет Тишина Стучат колеса Молчание Людмила Проехали лесок Санитарка Водокачка Склады дорожные И весь вагон Повторяет Следом за нею Водокачка Склады дорожные Водокачка Санитарка Сосновка И едва только Произносит она Это слово Как в окна вагона Врывается Стремительный Разнобой голосов Яички каленые Яички Варенец Варенец Покупайте яблочки Братья и сестры Давай Налетай Полтора рубля Штука На десять рублей Но поезд Не останавливаясь Проносится мимо Замирают Вдалеке голоса Стучат колеса Поскрипывает И покачивается На ремнях Пустая койка Над головой Давида Тишина И вдруг Кто-то закричал Задыхаясь И захлебываясь Слезами Ааа Не хочу Не хочу Ааа Людмила Поспешно встала Прошла в конец вагона Что с вами Гаспарян Успокойтесь Успокойтесь Голубчик Нельзя так Ну тише 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 Успокойтесь Рвану в дверь Тамбура В вагон Быстро входит Иван Кузьмич Чернышев В белом халате Чернышев Людмила Васильевна У вас радио Включено? Людмила Нет, товарищ начальник А что Письма из дома? Чернышев Сообщение Информбюро Сейчас должны повторить Я был в третьем вагоне Там точка в неисправности И я не все расслышал Положил руку Людмиле на плечо Тихо проговорил Держитесь, дружок На вас лица нет Держитесь Прошу вас Людмила Стараюсь Позвала Ариша Включи радио Санитарка Письма из дома? Людмила Сообщение Информбюро Санитарка Включает Радиорепродуктор Тишина Стук Метронома Чернышев Как Давид? Людмила Плохо Чернышев Наклонился К Давиду Здравствуй, братец Здравствуй, Давид Это я, Чернышев Ты слышишь меня? Людмила После паузы Он не слышит Он совсем Совсем Ничего не слышит Молчание Обрывается Стук Метронома Слышен Голос Диктора От Советского Информбюро В последний Час Сегодня 16 Октября Наши войска Прорвав Глубоко Эшелонированную Оборону Противника Перешли Границы Восточной Пруссии И овладели Рядом Крупных Населенных Пунктов В том числе Стратегически Важными Городами Гумбинин И Гольдап Наступление Продолжается Загремел Торжественный Марш Чернышев Смахнул Рукой Товарищи Вот 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 Что мы сделали У него Перехватило Дыхание Я поздравляю Вас Вот Вот Что мы С вами Сделали Дорогие Мои Гремит Марш Постукивают Колеса Протяжно Гудит Поезд Занавес Четвертая Глава В конце Третьего Действия Что-то Случилось С занавесом Он Закрывался Медленно Судорожными Рывками А в еще Темном Зале Мне послышалось Что кто-то Всхлипывает Я помнил Остроту Генриха Гейни Что читателя Или зрителя Легче всего Заставить Плакать Для этого Достаточно Обыкновенной Луковицы Но после Того Как в течение Целых Трех Действий На лицах Этих Зрителей В этом Зале Не отразилось Ровным Счетом Ничего Мысль О том Что кого-то Из них Все-таки Прошибла Слеза Доставила Мне Минутное Горькое Удовлетворение Впрочем Когда Занавес Наконец Закрылся И в зале Включили Свет Оказалось Что я Ошибся Никто И не думал Плакать Просто Бутылочную Начальницу Окончательно Расхватил Насморк Отсморкавшись И с достоинством Запихав Платочек В рукав Она обернулась К Солодовникову И сказала С искренним Огорчением Как это Все фальшиво Ну ни слова Правды Ни слова И тут Я не выдержал Бешенство Залило меня Как озноб И уже Не помня себя Я проговорил Отчетливо И громко Дура Жена Вцепилась Мне рукой В плечо Бутылочная И кирпичная Внимательно Словно хорошенько Запоминая на будущее Посмотрели на меня Кирпичная Сокрушенно Покачала головой А бутылочная Совершенно Неожиданно Улыбнулась Дней через десять Мы будем сидеть С ней вдвоем В ее служебном Кабинете На старой площади В здании ЦК КПСС Уступив Настоянием Олега Ефремова Который Бессмысленно Продолжал надеяться Что еще можно Что-то спасти Я позвонил Бутылочной И попросил Разрешение Прийти к ней Побеседовать Как ни странно Она чрезвычайно Охотно Согласилась На свидание И даже Без обычного Чиновного Позвоните На будущей недельки Нет Она сказала Приходите Пожалуйста Завтра вам удобно Да Ну давайте Завтра И вот Мы сидим С ней вдвоем В ее служебном Кабинете Очень Как выражается В пивных Культурно сидим Соколова За столом В кресле Я напротив На стуле За окном Серенький Зимний день Бесшумно Падает Мелкий Снежок И вообще Вокруг Как-то Удивительно Почти Неправдоподобно Тихо Так уж Положено В этом здании Говорить Негромко По коридорам Ходить Чуть ли не На цыпочках Здесь Не смеются И не балагурят Здесь Даже Телефонные Звонки Звенят Настороженно Приглушенно Здесь Сердце И мозг Страны Здесь Ее Святая Святых И в этой Святой Святых Я услышал Такие слова Доверительно Наклонившись Ко мне Через стол Округлив Маленькие Бесцветные Глазки Соколова Сказала Вы что же Хотите Товарищ Галич Чтобы в Центре Москвы В молодом Столичном Театре Шел спектакль В котором Рассказывается Как евреи Войну Выиграли Это Евреи То Я Сделал Неуверенный Протестующий Жест Но Соколова Строго Сказала Нет Вы обождите Вы не Перебивайте Меня Вы ведь Ко мне Пришли Чтоб Мое Мнение Выслушать Верно Вот Я вам Сейчас Его И Выскажу Она Побарабанила Пальцами По столу Еврейский Вопрос Александр Аркадьевич Она Необыкновенно Тщательно По слогам Выговорила Мое Отчество Это Очень Сложный Вопрос К нему Знаете Ли С кондачка Подходить Нельзя Двадцатые Годы Так уж оно Получилось Когда русские Люди Зализывали Что называется Раны Боролись С разрухой С голодом Представители Еврейской Национальности В буквальном Смысле слова Заполнили Университеты Вузы Рапфаки Вот и Получился Перекос Возьмите Товарищ Галич К примеру Кино Она Сделала Паузу И понизив Голосом Почти Шепотом Проговорила Ведь Одни Жи Евреи Она снова Она погрозила Пальцем Какому-то Незримому Оппоненту Но Дорогие Товарищи Предоставить Коренному Населению Преимущественные Права Это мы Предоставим Хотите Обижайтесь На нас Хотите Жалуйтесь Но Предоставим Так Впервые Зимой 1958 Года Во вполне Дикарском Изложении Бутылочной Соколовой Инструктора Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Я услышал О теории Национального Выравнивания Впоследствии В целом Ряде выступлений Статей И даже В докторской Диссертации Преподавателя Горьковского Университета Некого Мишина Напечатанной Кстати Отдельной Книгой В 70-м Году Под названием Общественный Прогресс Теория Эта Получит Своё Вполне Наукообразное Оформление Впрочем От наукообразия Дикарская Суть Этой Теории Не изменится Это будет Всё то же Вечное Бей жидов Спасай Россию Всё то же Стремление К созданию Гетто Правда Нового Типа Этакого Интеллектуального Гетто Которое Оградит Наши больницы Институты Наши Издательства И редакции Наши Киностудии И театры От проникновения В них Представителей Сионистской Пятой Колонны После Шестидневной Войны И разрыва Дипломатических Отношений С Израилем Обо всём этом Заговорят Уже не стесняясь В полный голос Открытым Текстом А Соколова Покончив С вводной Частью Перешла Наконец Непосредственно К моей Пьесе Вот у вас Товарищ Галич Есть там Сцена В санитарном Поезде Я сказала Что в ней Всё фальшиво А вы меня За это Дурой Обругали Я снова Попытался Сделать Не слишком Искренний Протестующий Жест И Соколова Снова Не дала Мне возразить Нет Нет Вы не подумайте Что я в обиде На вас Бывает Вырвется Слово Потом сам Не рад Да уж Поздно Не в этом Александр Аркадиевич Дело Давайте Мы лучше Разберём С вами Эту сцену Кто в ней Главный Герой Скрипач Этот ваш Додик И что же Получается Когда в конце Диктор читает Правительственное Сообщение И комиссар Говорит Вот дескать Что мы с вами Сделали То получается Что этот Додик Всё сделал Она Гористо Усмехнулась А с папашей У вас И вовсе Полная путаница То он Жуликом был То вдруг В герои Вышел Ударил Гестапо Со скрипкой По лицу Да не было Этого ничего Товарищ Галич Не было Я признаю Еврейский народ Очень пострадал В войну Это так Но ведь Между прочим И другие народы Пострадали Не меньше Но только Русские люди Украинцы Белорусы С оружием В руках Защищали Свою землю Не в регулярных Частях Так в партизанских Били фашистов Гнали их Уничтожали И стар Понимаете И млад Возьмите Хотя бы Краснодомских героев Дети А каких делов Понаделали А евреи Шли И как Извините Товарищ Галич Но я даже Слово Приличного Подобрать Не могу Шли покорно На убой Молодые люди Здоровые Шли И не сопротивлялись Трагедия Да Но для русского Человека Александр Аркадьевич Есть в этой Трагедии Что-то глубоко Унизительное Стыдное И тут Со мной Что-то случилось Соколова Продолжала Говорить Но я уже Больше не слушал И не слышал Ее слов Не видел Ее лица Я увидел Другое Прекрасное В своем Трагическом Уродстве Залитое Слезами Лицо Великого Мудреца И актера Соломона Михайловича Михойлса В своем Театральном Кабинете За день До отъезда В Минск Где его Убили Соломон Михайлович Показывал Мне полученные Им из Польши Материалы Документы И фотографии О восстании В Варшавском Гетто Схлипывая Он все Перекладывал И перекладывал Эти бумажки И фотографии На своем Огромном Столе Все перекладывал И перекладывал Их С места На место Словно Пытаясь Найти Какую-то Ведомую Только ему Задержал Мою руку И тихо Спросил Ты не забудешь Я покачал Головой Не забывай Настойчиво Сказал Михайлов Никогда Не забывай Я не забыл Соломон Михайлович Уходит Наш поезд В Освенцим Наш поезд Уходит В Освенцим Сегодня И ежедневно Я стоял В дверях Небольшого Зала Где происходило Очередное Заседание Еврейской Секции Московского Отделения Союза Писателей Существовала Когда-то Такая Секция После Гибели Михайлса Я почему-то Вбил себе В голову Что непременно Хоть и не знал Даже языка Должен Принять Участие В работе Этой Секции Я явился Принаряженный При галстуке Часть Мужского Туалета Которую Я всю жизнь Ненавижу Лютой Ненавистью И где-то В глубине Души Чувствовал Себя Немножко Героем Хотя и Пытался Не признаваться В этом Даже себе Самому И вдруг Маркиш Сидевший На председательском Месте Увидел Меня Он Нахмурился Как-то Странно Выпетил Губы Прищурил Глаза Потом Он резко Встал Крупными Шагами Прошел Через Весь Зал Остановился Передо мной И проговорил Нарочито Громко И грубо А вам Что здесь Надо Вы Зачем Сюда Явились А ну-ка Убирайтесь Отсюда Вон Вы Здесь Чужой Убирайтесь Я Опешил Я Ничего Не Мог Понять Еще Накануне При встрече Со мной Маркиш Был Приветлив И Почти Нежен Что Ж Случилось Я Повернулся И вышел Из Зала Изо Всех Сил Стараюсь Удержать Слезы Огорчения И Обиды Недели Через Две Почти Все Члены Еврейской Секции Были Арестованы Многие И Среди Них Маркиш Физически Уничтожены А Сама Секция Навсегда Прекратила Своё Существование И Теперь Я Знаю Что Маркиш В ту Секунду Когда Он Громкогласно Назвал Меня Чужим И Выгнал Заседание Просто Спасал Мне Мальчишке Жизнь Я Этого Не Забыл Перец Я Этого Никогда Не Забуду Откуда То Из Липкого Тумана Из Голос Соколовой А Можете Ли Товарищ Галич Гарантировать Что На Вашем Спектакле Если Б Он Конечно Состоялся Не Будут Происходить Всякие Националистические Эксцессы Не Можете Вы Этого Гарантировать И Что Получится Получится Что Мы Сами Своими Как Говорится Руками Даем Повод И Для Сионистских И Для Антисемитских Выходок Но Я Оркестр Песни Дунаевского И Старинные Вальсы Потом Зажглись Круглые Матовые Фонари Заблестел Лед Зазвенели Коньки И Закружились Понеслись Все быстрее И быстрее Нарядные Фигурки Конькобежцев В Начале Тридцатых Годов Мы Переехали Из Веневитиновского Дома На Малую Бронную И Моим Миром Стали Никитские Ворота Тверской Бульвар Большая Малая Бронная И Конечно же Патриаршие Пруды Летом Зеленый Сквер С Прудом И Лодочной Станцией А зимой Каток Каток На Патриарших Прудах Как Часто С какой Благодарностью И нежностью Я Вспоминаю Тебя Глупый Ворон Прилетел Под окно И Выкаркивает Мне номера Телефонов Что умолкли Давно Словно Встретились Во мгле Полюса Прозвенели Телефонов До военной Поры И Внезапно Обретая Черты Шепеляет Телефон Шепоток 5 13 43 Это Ты Ровно Восемь Приходи На Каток И Подхватив Чемоданчик А ходить На Каток Без Чемоданчика Считалось Дурным Тоном Как Бы Ни Был Я Устал Или Занят Я Мчался На Патриаршие Пруды Это Был Не Просто Каток Это Был Своего Рода Клуб Место Где Мгновенно Возникали И Также Мгновенно Кончались Неистовые И Стремительные Юношеские Романы Где Выяснялись Отношения И обсуждались Планы На Будущее И Все Это Под Шум Смех Звон Коньков И Похрипывание Духового Оркестра Повторявшего Три раза В вечер Свой Коронный Номер Вальс На Сопках Маньчжурии Мой Приятель Яшка Лившиц В 49 Году Он Будет Расстрелян Лефортовской Тюрьме Как Враг Народа И Не То Японской Не То Английский Шпион Сказал Про Нее Вот Ее Не Было И Вот Она Есть Да Она Была Она Существовала Тоненькая Золотоволосая С удивительными Прозрачно Синими Глазами И Одета Она Была Тоже Для тех Лет Необыкновенно Золотые Волосы Перехвачены Широкой Белой Лентой Белый Свитер И Короткая Торчком Похожая На балетную Пачку Белая Юбка Через Несколько Дней После Первого Появления Этой Девушки На Патриарших Прудах Все Тот Же Всеведущий Яшка Сообщил Нам В раздевалке Катка Все Что Ему Удалось О ней Узнать Зовут Ее Лия Фамилия Конторович Отец Еврей Наверное А мать Была Немка Но Мать Умерла Они Много Лет Прожили В Австрии Отец Ее Там В Торгпредстве Работал Они Вот В том Доме Живут Напротив Катка Это Были И Правду Чрезвычайно Ценные Сведения И Самым Ценным Было То Что Лия Жила В Доме Выходившем Окнами На Патриаршие Пруды И Стало Быть Появление Ее На Нашем Катке Не Было Случайно Зачем Ей Ездить В Парк Культуры Или На Петровку На Каток Динамо К этому Катку На Петровке Мы Испытывали Откровенное Давнее И Стойкое Недоброжелательство Мы Считали Что На Этот Каток Ходят Одни Пижоны С Кузнецкого Моста И Столешникова Переулка И Ходят Не Столько Кататься На Коньках Сколько Глазеть На Знаменитых Завсегдатаев Актеров И Спортсменов На Нашем Катке Знаменитости Не Бывали Здесь Мы Сами Были Знаменитостями В Тот же День После Яшкиного Сообщения Мы Познакомились С Лией Мы Просто Подъехали Всей Компании К Скамейке На Которой Она Отдыхала Остановились И Хором Сказали Здравствуйте Лия Мы Хотим С Вами Познакомиться Очень Приятно Серьезно Ответила Лия А Кто Вы Такие Мы По Очереди Начали Представляться Но Лия Улыбнулась Не Надо Не Надо Я Буду Запоминать Постепенно Так Естественно И Спокойно А Она Все Делала Естественно И Спокойно Лия Стала Полноправным Членом Нашей Компании Мы Звонили Ей По Телефону Сообщали Время Когда Придем На Каток Иногда Провожали Ее Все Вместе До Дома Но Никто Из Нас В нее Почему То Не Влюблялся Лия Была Лии Самой Красивой Самой Пожалуй Умной Из всех Нас И Немножко Загадочной И Влюблялись Мы В девушек Попроще И Попонятнее Однажды Это Было В Январе 41 Года Еще Задолго До Закрытия Катка Лия Сказала Мне Знаешь Я Что То Сегодня Устала Проводишь Меня Хорошо Сказал Я С Некоторым Недоумением Так Как Обычно Мы Уходили С Катка Самыми Последними Когда Оркестранты Начинали Запихивать Чехлы Свои Тромбоны И Трубы И Один За Другим Гасли Матовые Шары Мы Медленно Шли С ней По Дорожкам Сквера Мы Шли Молчали И Веселые Голоса Доносившиеся С катка Звуки Музыки Словно Подчеркивали Тишину Нашего Молчания И Поскрипывания Снега Под ногами Неожиданно Лия Спросила Это Правда Что Ты Пишешь Стихи Да Прочти Что Нибудь Я Подумал И Прочел Стихи Которые Когда-то Хвалил Багрицкий Стихи От Тютчевской Усадьбе Мураново Стихи Эти Как и Большинство Стихов Той поры У меня Не сохранились Теперь Я их Уже И не Помню Помню Только Одну Страфу А здесь С головы И до Самых Пят Чужой Нежилой Уют Здесь Даже Вещи Не просто Скрипят А словно Псалмы Поют Еще Потребовала Лия Я Прочел Что-то Еще А зачем Ты работаешь В театре Спросила Лия Я Пожал Плечами Интересно Какая Чушь Вздохнула Лия Мы Подошли К подъезду Ее Дома Остановились Лия Посмотрела На меня Снизу Вверх Я Уже Вымахал Тогда Все Свои 183 Сантиметра И Золотая Лиина Голова Едва Доходила Мне До Плеча И Сказала Мне Понравились Твои Стихи И Вообще Ты Мне Немножко Нравишься Но Только Ты Как-то Совершенно Не Умеешь Думать Она Усмехнулась Вот Мне И Придется Хорошенько Подумать За Тебя И За Меня О Чем Тупо Спросил Я Лия Не Ответила Я Позвоню Тебе Завтра Сказал Я Нет Сказала Лия Ты Не Звони Я Сама Тебе Позвоню Но Наверное Не Скоро Когда Все Обдумаю Она Оглянулась И Неожиданно Приказала Поцелуй Меня Являя Собой Вполне Идиотское Зрелище В одной Руке У меня Был Лиин Чемоданчик А в Другой Руке Мой Я Наклонился И Поцеловал Лию В холодную Щеку И Краешек Губ Она Снова Снизу Вверх Посмотрела На Меня Засмеялась Выхватила Свой Чемоданчик Звонил И Пригласил Ее На Премьеру Города На Заре Хорошо Сказала Лия Мне Не Хочется Но Я Приду Когда Закончился Спектакль Я Быстро Разгримировался Переоделся И Вышел В фойе Где Кипела Возникшая Стихийная Дискуссия Что-то Кричал Размахивая Руками Поэт Павел Антокольский Что-то Гудел Драматург Александр Гладков Ребята Уезжал Я Далеко Говорила Что Любила Что Простаться Нелегко А Лия Стояла В стороне Совсем Одна Какая-то Неправдоподобно Красивая И грустная В темном Платье В туфельках На высоких Каблуках Лия Задыхаясь Сказал Я Поедем С нами Хорошо Мы Сейчас Все К Севке Багрицкому Собираемся Поедем Будете Праздновать Будете Праздновать Насмешливо Спросила Лия Да Сказал Я А что А я Не хочу С вами Праздновать С необычайной Резкостью Сказала Лия Мне Не понравился Ваш Спектакль Мне Не понравилось Как Ты Играешь Я Обиделся И как Всегда Не сумел Этого Скрыть В спектакле Город на Заре Я играл Одну Из Главных Ролей Комсомольского Вожака Борщеговского Которого Железнобетонный Старый Большевик Багров И другие Хорошие Комсомольцы Разоблачают Как Скрытого Троцкиста В конце Пьесы Я уезжаю В Москву Где Совершенно Очевидно Буду Арестован Вернее Мне Не понравилось Что Ты Играешь Сама Себя Поправила Лия Увидев Мое Обиженное Лицо Как Ты Можешь Такое Играть Я Ж Говорила Что Ты Совершенно Совершенно Не Умеешь Думать И Вот Что Еще Я Поняла Что У нас Ничего Не Получится Ты Мальчишка А я Женщина Что Значит Женщина Нетерпеливо Спросил Я Я Спешил Севка С ребятами И Среди Них Девушка Которая Мне Очень Нравилась Уже Ждали Меня Внизу И У меня Не Было Ни Времени Ни Желания Выяснять С Лией Отношения А Ты Не Знаешь Что Это Значит Усмехнулась Лия И С вызовом Скинул Голову Я Спала С мужчиной Понятно Тебе Со Взрослым Мужчиной Она Легонько Толкнула Меня Ладошкой В грудь Иди Иди Праздны И я Ушел И мы Уже Никогда Больше Не Встретились Несколько Раз Я Звонил Лии Но Она Была Очень Занята Готовилась К весенней Сессии Да Я И сам Был Очень Занят Через День По Вечерам Мы Играли Спектакль В первой Половине Дня С Исаием Кузнецовым И Севой Дописывали Пьесу Дуэль Начинали Репетиции Рюи Блаза Гюго Недели Через Две После Начала Войны Мама Сказала Что Ко Мне Заходила Прощаться Необыкновенно Красивая Девушка Просила Передать Мне Привет И Сказать Что Ей Очень Жалко А А почему И чего Было Жалко Лии Не понял Ни я Ни тем Более Мама Лия Ушла На фронт Медсестрой За свою Недолгую Военную Службу Она Вынесла С поля Боя Больше 50 Раненых А когда Под Вязьмой Был тяжело Контужен Командир Роты Лия Оттащила Его Медсанбат Вернулась На позицию И подняла Бойцов В контратаку Я уверен Что она Не кричала За родину За Сталина Или Смерть Немецким Окупантам Конечно же Нет Она Сказала Что-нибудь Очень Простое Что-нибудь Вроде Того Что говорила Обычно В те Давние Давние Времена Когда мы Выходили Из раздевалки На наши Патриаршие Пруды И Лия Постукав Коньком Об лед Весело Бросала Нам Ребята За мной Уже В сентябре 41 года Лия Была Убита Посмертно Ей присвоили Звание Героя Советского Союза Вот потому-то Товарищ Галич Я и сказала После третьего Действия Что все это Насквозь Фальшиво Всякая пьеса Александр Аркадьевич Какая бы Она ни была Мне лично Ваша пьеса Кажется Плохой пьесой Но все равно Всякая пьеса Дает Обобщенные Типы У вас Тоже Обобщенные Но Неправильно Но Насчет Геройства И всего Такого Прочего Неправильная Обобщение Она встала Давая понять Что на этом Наша беседа С ней закончена Мы Сказала она Подчеркивая Это мы И голосом И интонацией И даже телодвижением Мы Вашу пьесу Рекомендовать Постановки Не можем Мы ее Не запрещаем У нас даже И права Такого нет Запрещать Но мы ее Не рекомендуем Рекомендовать Ее Это было бы С нашей стороны Грубой ошибкой Политической Близорукостью По длинному И чистому Стерильно Чистому Коридору Я попал На лестничную Площадку Спустился вниз Отдал Мордастому И очень Вежливому Охраннику Свой разовый Пропуск И вышел На улицу Дни стояли Короткие Февраль Уже Смеркалось По прежнему Падал с неба Мелкий снежок Проезжали машины С включенными Фарами Дворники Посыпали тротуары Крупной серой Солью Горе тебе Карфаген Я медленно Шел по китайскому Проезду К площади Дзержинского Я был Слегка оглушен Всем Что я сегодня Услышал Но мне Почему-то Не было Ни обидно Ни грустно Скорее Противно К чиновной Хитрости К ничтожному Ихцинизму Я уже давно Успел Претерпеться Я высидел Сотни часов На сотнях Прокуренных До сизости Заседаний Где говорились Высокие слова И обделывались Мелкие делишки Но такой Воистину Дикарской Откровенности Такого Самозабвенного Выворачивания Мелкой Своей душонки Которое Продемонстрировала Соколова Мне до сих пор Не приходилось Еще ни видеть Ни слышать Со мной О моей пьесе О проблемах Типического И о национальном Вопросе Говорила в сущности Та самая Знаменитая Кухарка Которая По идее Ленина Должна была Научиться Управлять Государством В раннем Нечто Брошенная Брошенная Тем Тем Особым Обостренным Чутьем Животного Знающего Только Звериные Правила Борьбы За Существование И тут Я должен Вернуться К вопросу Которого Я мельком Коснулся В первой Главе К вопросу О чрезвычайно Широкой И хитроумной Системе Создания Всякого Рода Неравенств Каковая Система По искреннему Убеждению Соколовых Обоего Пола И есть Способ Отменного Управления Государством Отдыхает Начальство Отдыхает Слуги Народа Народные Избранники Плотят Плоти И кровь От крови Отдыхает На своих Госдачах Отгородившись От народа Заборами И охраной Под сенью Табличек Посторонним Вход Воспрещен Но как Бывают Разные Запретительные Знаки От скромной Таблички До милицейского Кирпича И вооруженной Охраны Так бывают Разными И сами Госдачи О, тут Существуют Тончайшие Оттенки На одних Полагаются Картины Чешский Хрусталь Столовое Серебро Обслуживающий Персонал Или как Его называют Обслуга Человек Двадцать Не меньше Собственный Кинозал На других Дачах Перебьются И без Картин Обойдутся Простым Стеклом И нержавеющей Сталью Обслуга Человека Два И кино Приходится Смотреть В общем Разумеется Тоже Закрытым Для простых Смертных Кинозал Хитроумнейшая Система Даже Сотрудники Одного И того Же Учреждения Получают Пропуска Разной Формы И цвета По Одним Скажем Розовым И продолговатым Вы можете В обеденный Перерыв Посетить Спецбуфет Где Икра И вобла И американские Сигареты И весь Обед Стоит Гроши А по Другим Допустим Зеленым И квадратным Извольте Спуститься В обыкновенную Столовую Где О вобле И слыхом Не слыхали Где Лучший Сорт Сигарет Дубовые Столичные И обед Стоит Столько Же Сколько В любой Другой Городской Столовой Возможно Вы не знаете Историю Давно Уже Ставшую Анекдотом Знакомая Одних Наших Знакомых Совершенно Случайно Попала В загородную Правительственную Больницу Кунцева И вот Какой Разговор Она Услышала За завтраком Поедая Бутерброд С лососиной Жеманная Жена Одного Народного Избранника Жаловалась Другой Ну Я-то Понимаю Почему Я сюда Попала Я Заехала К одной Своей Школьной Подруге Не из Наших Она Стала Угощать Чаем Неудобно Было Отказаться Выпила Чаю Покушала Городской Колбасы И пожалуйста Вспышка Гастрита Вот Ведь Оно Как Уже Не Принимает Не Переваривает Их Желудки Городскую Колбасу Но Добро Бы Дело Сводилось Только К сигаретам И колбасе Иметь Розовый Пропуск Это Значит Жить В особом Мире Где Свои Деньги Заграничные Фильмы С политической И сексуальной Малинкой Где Почти Бесплатно Отдыхают В спецсанаториях И где Наконец На государственный Счет То бишь На счет Обладателей Зеленых Пропусков И прочих Ездят Заграничные Командировки Вот И попробуйте Теперь Сравнить Куда там В страстную Мечту Акаки Акакевича О новой Шинели С мечтой Современного Башмачкина Обладателя Зеленого Пропуска О пропуске Прикажи ему Вышестоящий Товарищ От которого Может что-то Зависеть Спинку Почесать Почешет В дерьмо Нырнуть Нырнет Прикажи Дать порылу Кому совсем Не виноватому Даст За милую Душу Даст Лишь бы Держать На потной Ладони Этот розовый Продолговатый Выигрышный Лотерейный Билет Этот волшебный Пропуск В иной Волшебный Мир И чтоб На этом пропуске Таким красивым С завитушками Почерком А уж когда Акаки Акакевич Пропуск Этот получит Попробуйте Ко его Отнять Тут уж он Не только Порыл удаст Тут он На что угодно Пойдет На любую Подлость И преступление На любой Донос И предательство И все-таки Случается Отнимают Все на свете Приходящее И молодость И здоровье И розовые Пропуска И приходится На старости лет Как пришлось Это деятелям Антипартийной Группы И примкнувшим К ним Шипилову Обзаводиться Не государственными А своими Купленными На обычные Деньги Городскими Вилками Ложками И тарелками Страшно И ноет Мучительно Ноет Сердца Соколовых Тяжело Ворочается Вермишель Чиновных Мозгов А нет Ли такой Системы Неравенства Которая Была бы Не приходящей А вечной Не зависела Бы от звания И чинов От того Кто сегодня На самом верху От времени И обстоятельств И с лихвой Искупала бы Собственную Дурость Оказалось Что такое Неравенство Есть Простейший Канцеляризм Невинный Пятый пункт Ответ на вопрос Анкеты О национальности А вот Подише ты Каким могучим Смыслом И содержанием Наполнила его Чиновная Догатливость Вот ведь же он Не давшийся В руки Средневековым Алхимикам Философский Камень Мудрости Неравенство Прекрасное И вечное Неравенство Неизменное Навсегда Разумеется Известно Оно было Давно И не Соколовы Его придумали Но как-то Так До поры За разговорами О нашем Интернационализме Как о великой силе Международной Братской Солидарности Они об этом Неравенстве Не то чтобы Забыли А вроде бы Упустили Из виду А уж Когда Спохватились А ведь я-то В своей пьесе Матросская тишина Пытался По наивности И глупости Доказать Что в советской России Для представителей Еврейской Национальности Путь Ассимиляции Не только Разумный Но и Самый Естественный Нормальный Самый Законный Путь Я не случайно А вполне Обдуманно И намеренно Выдал замуж За Давида Не Хану А Таню А Хану Отправил На Дальний Восток Где на ней Женится Некий капитан Скоробогатинка Об этом В четвертом Действии Расскажет Старуха Гуревич Кстати По настоянию Ефремова В программке Отпечатанной На пишущей машинке Для зрителей Генеральной репетиции Пьеса называлась Не Матросская тишина А Моя Большая земля По последним Словам Давида В третьем действии Словам Которые Для начальственных Дамочек Должны были Прозвучать Как прямое Кощунство И оскорбление Его земля Изволите ли видеть Сам того Не понимая Я посигнул на святыню После завершения Дела врачей Распределение Всех евреев Советского Союза На четыре группы Немногочисленные Первые две Евреи нужные И евреи полезные И многочисленные Евреи Подлежащие Выселению В отдаленные Районы страны И евреи Подлежащие Аресту И уничтожению Все это уже было Но внезапная Смерть Сталина А потом Доклад Хрущева На двадцатом Съезде КПСС Снова на время Спутали карты Впрочем Кого-кого А чиновников Сбить с толку Не так-то просто Скоро Очень скоро Все возвратится На круги своя А шестидневная война Подведет Окончательные итоги Фокус не удался Факир был пьян Как дрова Чиновники Могут торжествовать Пятый пункт И никаких гвоздей Перефразируя Известные слова Орвелла Из скотского хутора Можно сказать Все граждане Советского Союза Неравны А евреи Неравнее других И не может быть Естественной И нормальной Ассимиляции В той среде Которая больше всего На свете Всеми своими Помыслами Узаконениями И инструкциями Этой ассимиляции Не хочет И не допустит Орден Пожалуйста Звание Милости просим Не возражаем И орденам И званием Уже давно Три копейки цена А на худой конец Их можно и отобрать Но восхитительного Пятого пункта Каиновой печати Во веки веков Знака качества Второго сорта Этого мы вам Не подарим Этого Не уступим А тот факт Что множество людей Воспитанных Двадцатые Тридцатые Сороковые Годы С малых лет С самого рождения Привыкли считать Себя русскими И действительно Всеми своими корнями Всеми помыслами Связаны с русской Культурой Тем хуже для них Это как с возрастом Сам себя считаешь Хоть куда Князь да и только А уже вежливый Пионерчик Уступая тебе Место в метро Говорит Садитесь дедушка Сидите дедушки Сидите бабушки Сидите и не рыпайтесь Ассимиляции им захотелось Современная анкета Уже не интересуется Бабушке и дедушке Вашей национальности Ей отца и матери мало Ей наплевать Что фамилия Заполнявшего анкету Иванов Вот он пишет в биографии русский Истый чистый Хоть становь на показ А родился между прочим Баб русский А у бабушки фамилия Кац Значит Должно ты учесть Эту бабку Иванову Натурально молчок Но положь его В отдельную папку И поставь на ней Особый значок Я уже говорил И охотно повторю Что я просто пытаюсь Разобраться в собственной жизни И понять Почему запрещение Пардон Не рекомендация Пьеса Матросская тишина Так много для меня Значила И сыграла Такую важную роль В моей судьбе Наверное Так я думаю Теперь Потому что Это была последняя иллюзия А с последними иллюзиями Расставаться Особенно трудно Последняя надежда Последняя попытка Поверить в то Что все еще Как-то Образумится Все наладится Образумится Так что Незачем зря Тревожиться Все безумные Образумятся Все итоги Непременно Подытожатся Вот они И подытожились Сегодня я собираюсь В дорогу Дальнюю дорогу Трудную Извечно И изначально Горестную Дорогу Изгнания Я уезжаю Из Советского Союза Но не из России Как бы напыщенно Не звучали эти слова И даже Пускай в разные годы Многие повторяли Их и до меня Но моя Россия Остается со мной У моей России Вывороченные Негритянские губы Синие ногти И курчавые волосы И от этой России Меня отлучить нельзя Никакая сила Не может заставить Меня с ней расстаться Ибо родина для меня Это не географическое понятие Родина для меня Это и старая Казачья колыбельная песня Которую убаюкивала меня Моя еврейская мама Это прекрасные лица Русских женщин Молодых и старых Это их руки Неведущие усталости Руки хирургов И подсобных работниц Это запахи Хвои Дыма Воды Снега Это бессмертные слова Редеет облаков И неистовая гроза Раскатывается над ним И до самых своих последних дней Я буду слышать Его внезапный Уже смертный Уже оттуда Вздох Кто Где Когда Может лишить меня Этой России В ней В моей России Намешаны Тысячи кровей Тысячи страстей Веками Терзали ее душу Она била в набаты Грешила и клялась Пускала красного петуха И покорно молчала Навсегда В минуты крайней крайности Когда казалось Что уже все кончено Все погибло Все катится В тар-тарары Спасения нет И быть не может Искала И находила Спасение В вере Меня Русского поэта Пятым пунктом Отлучить от этой России Нельзя Генрих Бель Недавно заметил Что в наши дни Наблюдается Странное явление Писатели в странах С тоталитарными режимами Обращаются к вере Писатели в демократических Странах Безбожию Если наблюдение Это верно То надо с грустью Признать Что человечество Как и прежде Упорно не желает Извлекать уроков Из чужого опыта Что ж Дамы и господа Если вам так Непременно хочется Испытать все На собственной шкуре Валяйте Спешите Восхищаетесь Председателем МАО Вешайте на стенки Портреты Троцкого И Гевары Подписывайте Воззвание В защиту Анжелы Дэвис И всевозможных Идейных террористов Слышите Дамы и господа Как звонко И весело Постукивают Плотничьи топорики Как деловито Щелкают пули Вгоняемые В обойму Это для вас Уважаемые Сколачиваются Плахи Это вам Почтеннейшие Предназначена Первая пуля Охота Испытать Поторапливайтесь Цель близка Волчица Волчица Мать Может торжествовать Современные Маугли Научились Бойко вопить Мы одной крови Ты и я Только Дамы и господа Это ведь Закон джунглей Это звериный закон Людям лучше бы говорить Мы одной веры Ты и я Но пришла пора Вернуться в зрительный зал Пьеса еще не кончена Еще предстоит Четвертое действие Ох уж Это четвертое действие Сколько я с ним бился Сколько раз Правила переписывал Но так и не сумел До конца Высказать в нем Все то Что я хотел В ту пору сказать Если бы я писал Это действие сегодня Я бы уже знал Как нужно его написать Как и о чем Но я умышленно В противном случае Весь этот рассказ Потерял бы смысл Не переставил в нем Ни одной запятой Вот Последняя надежда Последняя иллюзия Последняя попытка Поверить и оправдать то Чему оправдания нет Четвертое действие И снова погас свет Снова появился в луче прожектора Олег Николаевич Ефремов На сей раз уже не в военном А в парадном черном костюме Проговорил вступительные слова Середина века Москва Май месяц Точнее 9 мая 1955 года Вот уже десятый раз Встречаем мы день победы День славы И поминовения мертвых День, когда вместе с гордостью За все то, что было сделано нами В годы Великой войны Возвращается в наши дома Старое горе И старая боль А май в тот год Был теплым И солнечным Толпы москвичей и приезжих Бродили по дорожкам Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки Вновь открытой в Москве После многолетнего перерыва Уходили на целину Комсомольские эшелоны Гремели оркестры На привокзальных площадях И все чаще и чаще В эту весну Бывало так Люди встречались На улице Или в театре Или в метро И сначала Не обратив друг на друга Внимания Равнодушно проходили мимо А потом вдруг Оборачивались Растерянно улыбались И один Побледнев Но все еще не решаясь Протянуть руку Бросался к другому И спрашивал Задохнувшись Это ты? Ты вернулся? Москва живет Вокзалами И проводы В тот год Были легкими И недолгими А встречи Начинались Слезами Пошел Занавес Ефремов продолжал Вечер Над стадионом Динамо В светлом еще небе Мирно гудит самолет Окна в комнате Открыты настиж И отчетливо слышно Как внизу Во дворе Галдят ребятишки Воинственно Вопят коты И раздается Веселое Нахальное Треньканье Велосипедных Звоночков Между двумя Книжными полками На одной из которых В черном футляре Лежит скрипка Висит портрет Давида На портрете Ему лет 20 Хмурое лицо С напряженно Сжатыми губами Склонилась к скрипке Тонкие пальцы Уверенно держат смычок В уголке дивана Скинув туфли И поджав под себя ноги Сидит Таня На низком круглом столике Какая-то нехитрая снедь Бутылка коньяка И две рюмки Ефремов Чернышов Вдруг резко повернулся Спиной к зрительному залу И шагнул прямо на сцену Он сел на стул Рядом с Таней Налил себе рюмку Выпил Началось четвертое действие Чернышов Покачивается на стуле Поет Гаснет тесной печурки огонь На поленях смола, как слеза И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Таня Не гаснет, а бьется Чернышов Что? Таня Не гаснет тесной печурки огонь А бьется в тесной печурке огонь Чернышов Художественного значения не имеет Потянулся к бутылке Давай еще Таня С ума сошел? Я уже и так совсем пьяная Чернышов Праздник же Таня Хватит Вскочила Убрала бутылку и рюмки Людмила придет Увидит Убьет меня Чернышов А если не придет? Таня Ну не знаю Она была на вызове Но я просила передать Что звонили из дому В котором часу салют Чернышов Десять Татьяна Ну давай еще по маленькой Таня Нет Ты, милый мой Становишься к старости пьяницей Чернышов Так ведь праздник День победы Таня Нараспев Праздник Праздник Из-за этого праздника Я сегодня с утра реву Чай будешь пить? Чернышов Не хочется Презрительно сморщился Чай Таня подходит к двери В соседнюю комнату Чуть приоткрыв ее Таня Давид, хочешь чая? После паузы Не расслышав ответа Я спрашиваю Ты хочешь чая? Из соседней комнаты Слышен голос Нет Таня Закрыла дверь Как угодно Чернышов Очередной разрыв Дипломатических отношений? Таня Холодная война Чернышов Понизил голос Слушай-ка У него все еще продолжается Эта переписка? Таня Кажется Прошлась по комнате Остановилась у открытого окна Вздохнула Ох, Ваня Если б ты только знал До чего мне все это надоело День за днем Консультация Суд Арбитраж И все дела Какие-то унылые Кляузные А тут еще теперь Выяснение отношений Чернышов Он тебя просто ревнует? Таня Хмыкнула Было б кому Но ничего Скоро я Слава Богу Уеду Мне с конца месяца Дают отпуск Чернышов Куда поедешь? Таня Куда-нибудь к морю Буду весь день ходить До изнеможения Чтоб ничего не снилось Чтоб ни о чем Не вспоминать И не думать Скажи, Ваня У тебя бывает так Привяжется один Какой-нибудь сон И снится Чуть не каждую ночь Чернышов Я сны вижу редко Таня А мне Вот уже который раз Снится все одно и то же Как будто мы с Давидом Едем куда-то в поезде И так все знаешь Ясно Мы в купе вдвоем Большой чемодан Заброшен с вещами наверх В багажник Маленькие чемоданы Сумка с продуктами В сетке Гудет поезд Стучат колеса Звенят и подпрыгивают Ложечки в стаканах А потом И это как-то сразу Уже не поезд А большой зал консерватории И не Давид А я почему-то стою на эстраде И рассказываю про то Как все было Чернышов Хмуро Что было? Таня Грустно улыбнулась Ну про то Как у нас на рыбаковой балке Во дворе Росла старая акация И под этой акацией По вечерам сидели Две девчонки Беленькая И черненькая И слушали Как сердитый мальчишка С вечно расцарапанными коленками Играет на скрипке Мазурку Винявского Чернышов Чернышов Внимательно поглядел На Таню Почему ты нервничаешь? Таня Не знаю Ты нервничаешь И я стала нервничать Ты только пожалуйста Не делай такого невинного лица Ты бы не стал Вот так запросто живешь Просить чтоб я звонила Людмиле У которой дежурство Что-то случилось? Чернышов Пожал плечами Праздник Таня Тьфу Заладил В коридоре Раздаются быстрые шаги Стремительно Без стука Распахивается дверь И в комнату Почти вбегает Людмила В белом халате С докторским чемоданчиком В руке Людмила Еще с порога В чем дело? Взглянула на Таню И Чернышова Задохнулась Ну неужели вы не понимаете? Неужели вы не понимаете Что мне нельзя так звонить? Что всякий раз Когда мне говорят Звонили из дома У меня останавливается сердце Таня Ну я же просила передать Что все в порядке Что он жив-здоров Сидит у нас Людмила Мало ли что просила передать Плюхнулась на диван С трудом перевела дыхание А я пока ехала Представила себе Что он опять Как тогда Шел по улице И упал И опять уколы Кислород Бессонные ночи Страх Помолчала Тряхнула головой У меня дежурство Мне надо ехать В чем дело? Чернышев Медленно Дело дорогие мои В том что Не договорив Чернышев Вытаскивает из бокового кармана Партийный билет И отряхнув Предварительно крошки Со скатерти Бережно кладет его Перед собой на стол Людмила Тихо Ваня Чернышев Вот как говорится Таким путем Молчание Таня Когда? Чернышев Вчера А вас обеих Как на грех Целые сутки не было Таня И молчал Слушай Но ведь не один же день Чернышев Вдруг почти весело Засмеялся Нет Не один день Совсем не один день Исключили меня 20 декабря 52 Больше двух лет Вот и посчитай Сколько это получается дней И сколько дней Я еще при этом думал Надо мне подавать На пересмотр Или не надо Людмила всхлипнула Ну Люда Люда Ну что вы в самом деле Такой сегодня день А вы обе ревете Людмила Вытерла кулаком глаза Протянула партийный билет Чернышева Спрячь И учти Я еще ничего не знаю Ты ничего не говорил Кончу дежурство Приеду И тогда ты нам все расскажешь Со всеми подробностями Взглянула на часы О боги Подошла к телефону Сняла трубку Набрала номер Это Чернышева Ай беда А я то надеялась Ну говорите Так Фамилия А я ее знаю Что с ней У нее всегда болит Ладно Повесила трубку Надо ехать Таня Подбросишь меня До белорусского Я к машинистке Забрать работу Забегу заодно В гастроном Куплю чего-нибудь К вечеру Людмила Давай Только быстрей Таня Кивнув Начинает собираться Людмила Подсаживается К Чернышеву Обнимает его За плечи Не надо было Подавать На пересмотр Иван Кузьмич Теперь-то я могу Вам сказать Со всей определенности Не надо было подавать Если вы честный человек А мне Автору Хочется думать Что вы хоть и наивны И даже может быть глуповаты Но честны Так вот Если вы честный человек То уже через несколько лет Вам снова придется расстаться С вашим партийным билетом Вас заставят умереть Как заставили умереть Старого большевика Писателя Ивана Костерина Вас загонят в психушку Как генерала Петра Григоренко Впрочем И об этом В ту пору Еще не знали А догадываться И думать Боялись Чернышев Тихо и ласково Что? Людмила Знаешь, Ваня У меня еще нет слов Ничего нет Ни слов Ни радости Это все, наверное, придет потом А ты? Как ты себя чувствуешь? Чернышев Нормально Людмила Ты оставайся здесь Татьяна скоро вернется Ты ведь скоро вернешься, Татьяна? Таня Скоро Людмила Ну вот Нитроглицерин при себе? Чернышев При себе При себе Людмила Вздохнула Да чего ж ты все-таки красивая, Танька? Таня Не оборачивайся Была Людмила Нет, ты и сейчас красивая Иногда ты бываешь такая красивая Что просто сердце заходится Таня Резко обернулась Откуда? Это ты не сама придумала Кто тебе это сказал? Людмила Буду жить с тобой в одном доме Брошу стихи Стану врачом Таня А я, между прочим, до сих пор помню одни твои стихи Людмила Какие? Таня Медленно Мы пьем молоко И пьем вино И мы с тобой не ждем беды И мы не знаем, что нам суждено Просить как счастье глоток воды Людмила Странно дрогнувшим голосом Почему именно эти? Таня Потому что я не знала других Вытащила из шкафа Из-под белья деньги Отсчитала Сунула в сумочку Ну, я готова Людмила Встала Ваня, мы поехали Дежурство у меня, будь оно неладно До двенадцати Но, может, я отпрошусь Таня Поглядела на дверь в соседнюю комнату Негромко Вот что Если у тебя с ним, без меня Возникнет какой-нибудь разговор Ну, в общем, ты сам понимаешь Чернышов Соображу Таня Едем Бросила на себя взгляд в зеркало Поправила волосы И никакая я не красивая Все сказки Таня и Людмила уходят Чернышов один Во дворе отчаянно кричит девчонка Раз, два, три, четыре, пять Я иду искать Далекий гудок поезда Чернышов включает висящий на стене радиорепродуктор Марш Это тот самый марш, который гремел в санитарном поезде В Кригеровском вагоне для тяжелораненых На рассвете, когда диктор сообщил, что наши войска перешли границу Германии В дверь стучат Чернышов Кто там? Входит высокий, широкоплечий мужчина с очень обветренным, загорелым лицом и крупной седой головой Если бы не резкие морщины, не хромота и не стальные зубы, он бы был даже красив Внушительный и спокойный стариковской красотой Это Мейер Вольф Остановившись в дверях, он с интересом и волнением оглядывает комнату Вольф Здравствуйте, я звонил, но... Чернышов Звонок не работает Вольф Возможно Мне нужен Давид Шварц Он дома? Чернышов Помедлив, громко зовет Давид Отворяется дверь, ведущая в соседнюю комнату И на пороге появляется Давид Ему 14 лет У него светлые рыжеватые вихры Сдернутый нос и слегка оттопыренные уши Давид Хмуро Ну что? Чернышов Во-первых, здравствуй Давид А мы днем виделись Чернышов А во-вторых, Вольфу Вот, пожалуйста, Давид Шварц Вольф Так Гляделся, улыбнулся, кимнул головой Да, это Давид Шварц Ошибиться трудно Глупые люди сказали бы, что все повторяется Рот уходит и рот приходит Но мы теперь знаем, что все имеет свое начало и свой конец Давид С внезапно просветленным лицом Мейер Миронович Вольф Догадался? Давид Здравствуйте, Мейер Миронович Когда вы приехали? Вольф Вчера Собственно говоря, сегодня я уже должен бы ехать дальше Но очень уж хотелось мне посмотреть на тебя Огляделся, придвинул кресло, сел Если не возражаешь, я немножко присяду Давид смутился Извините, конечно После паузы Мейер Миронович, а вы мое последнее письмо получили? Вольф Получил Но ответить не успел Я уже собирался в дорогу Впрочем Из кожаной папки, которая у него в руках Достал какой-то конверт Из конверта старую фотографию Протянул фотографию Давиду Смешно, что из всех моих старых вещей У меня уцелела именно эта фотография Вот взгляни Это некоторым образом ответ на твое последнее письмо Ты просил, чтоб я рассказал тебе про твоего дедушку Абрама Вот мы с ним вдвоем Давид, сдвинув брови Он слева? Вольф Да Обернулся к Чернышеву Извините, но я как-то сразу не сообразил Вы, наверное, товарищ Чернышев Чернышев Протянул руку Иван Кузьмич Про вас, Мейер Миронович, я тоже слышал С приездом Вольф Спасибо, большое спасибо Давид В недоумении разглядывая фотографию Странно Вольф Что тебе странно, милый? Давид Ну вы же знаете, я вам писал Дедушку Абрама расстреляли фашисты Он набил морду гестаповцу, а они его расстреляли Вольф Ну и что же? Давид А здесь на фотографии он какой-то маленький и... Вольф Слегка насмешливо А ты думал, что он был похож на Спартака или на Чапаева? Нет, нет, милый Он был маленького роста И когда работал, надевал очки И очень боялся темноты И вообще он всю свою жизнь чего-нибудь боялся Давид Возмущенно Но он набил морду гестаповцу Вольф С той же интонацией Ну и что же? Не повторяй ошибки глупцов Не ищи всегда прямых связей У портных есть поговорка Если клиент заказывает костюму две пары брюк Это еще не значит, что у него четыре ноги Помедлив Маленький, старый, трусоватый человек Бросается с кулаками на гестаповца Он выходит один против целой армии Впрочем, нет Это тоже ошибка Он был не один Родина его Его сыновья и внуки Стояли за ним Вот в чем секрет И этот секрет, наверное, в самую последнюю минуту своей жизни Понял твой дедушка Абрам Понял и перестал, наконец, бояться Давид Растерянно А я не думал Я ведь совсем Ну просто совсем ничего про него не знал С папой другое дело У меня и фотографии его есть И письма с фронта И пластинки, на которых записано, как он играл Вольф Где он погиб? Давид Он умер в госпитале, в Челябинске Он был контужен и ранен И все надеялись, что он останется жив Но он умер На руках у тети Люды и дяди Вани С сердитым смешком Мама почему-то считает, что я не могу его помнить А я его прекрасно помню Прекрасно Чернышев покачал головой Ну что ты, братец, сочиняешь? Давид Неожиданно и мгновенно взрываясь Я сочиняю, да? Это мама вас всех уговорила, что я сочиняю Что я маленький Что я ничего не знаю Не помню, не понимаю А я, между прочим, если хотите знать Все помню, все Вы думаете, я не помню, как мама с вами советовалась? Не изменить ли мне? Ну словом, не взять ли мне ее фамилию? Вы думаете, я не помню, как тетя Люда прибежала к нам сюда ночью И плакала, когда вас исключили из партии? Вольф, взглянув на Чернышева Ах, вот как Было и это Чернышев Все было Вольф Когда? Чернышев В 52-м За потерю бдительности и политическую близорукость Так было записано в решении Вольф усмехнулся Близорукость? Один профессор-глазник Мы с ним вместе работали в шахте Так вот он рассказывал мне, что бывают случаи, когда ранняя близорукость переходит в позднюю дальнозоркость Снизу со двора раздается чей-то истошный крик Давид! Давид подбегает к окну, перевешивается через подоконник Чего? Несколько секунд продолжается таинственный, главным образом при помощи жестов, разговор между Давидом и невидимым собеседником во дворе Наконец Давид слезает с подоконника Давид Дядя Мейер, вы извините, вы не очень торопитесь? Вольф Не очень А тебе нужно куда-нибудь идти? Давид Да нет, там Вовка Сидельников, и он просит Но я только сбегаю вниз и тут же вернусь, хорошо? Вольф Хорошо, конечно Давид Я мигом Давид убегает Молчание Снова загремел по радио торжественный марш Вольф День Победы сегодня Чернышев Да, День Победы Вольф Большой праздник Чернышев достает спрятанную Таней бутылку коньяка, две чистых рюмки Чернышев Хотите? Вольф, помолчав А вы знаете что? С удовольствием Чернышев наливает коньяк в рюмки Ну ладно, выпьем, помянем, помолчи Вольф и Чернышев не чокаясь пьют Молчание Вольф Внезапно Хороший мальчик Чернышев Трудный Вольф А разве бывают легкие? Главное, чтоб и ему не свела скул и оскомина Чернышев В каком смысле? Вольф В священном писании сказано Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина Закон возмездия Снова помолчал, размял пальцы к папиросу Зажег спичку, закурил Под старость мне все чаще и чаще вспоминается детство Местечко, где я родился И лохматые местечковые мудрецы Те самые, что с утра и до ночи Вбивали этот закон в наши ребячьи головы Грозным движением поднял тяжелую руку Помните всегда Ты чернявенький и ты рыжий Ты конопатый и ты быстроглазый Помните и не забывайте Что на вас лежат грехи отцов ваших Дедов ваших и прадедов И сколько бы ни молились вы и ни каялись Будут дни ваши безрадостными и долгими А ночи душными и короткими И все потому, что отцы ели кислый виноград А у вас детей на зубах оскомина Знаете, Иван Кузьмич Я пролетел через всю страну Из Магадана в Москву Может быть, некоторым я казался Немножко сумасшедшим Но и в пути, и здесь Я хожу и заглядываю в лица молодым Мне, понимаете, хочется убедиться Что они уже есть Что они существуют Эти молодые с добрыми глазами И добрым сердцем Которые только добрые дела Только подвиги их отцов И старших братьев Принимают в наследство Чернышов Видите ли, Мейер Миронович Кстати, я ведь не очень-то в курсе Как это у вас получилось с Давидом? Как у вас началась переписка? Вольф Сначала, когда мне уже было можно Я написал в Тульчин Абраму Ильичу На открытка вернулась обратно с пометкой За ненахождением адресата Тогда я запросил через московский адресный стол Так мне посоветовали умные люди Адрес Давида Шварца Улыбается Конечно, я имел в виду другого Давида Но ответил мне этот Чернышов Встал, прошелся по комнате Остановился Вы сказали добрые дела В упор взглянул на Вольфа А заблуждения Преступления Ошибки Нет-нет, погодите Дайте мне договорить Вчера мне вернули мой партийный билет И вот я шел из райкома И так же, как и вы Заглядывал в глаза встречным Когда-то я воевал на гражданской Потом учился Был секретарем партийного бюро консерватории Начальником санитарного поезда Комиссаром в госпитале Работал в Минздраве После 52-го Мне пришлось, как говорится Переквалифицироваться в оправдомы И вот я шел из райкома И думал Снова зашагал по комнате Нет, мейер Миронович Не так-то все просто И они, эти молодые Они обязаны знать Не только о наших подвигах Мы сейчас много говорим о нравственности Нравственность начинается с правды Поглядел на портрет старшего Давида Вот ему когда-то на один его вопрос Я ответил трусливо и подло Разберутся Понимаете? Не я разберусь Не мы разберемся А они там разберутся И я знаю Тане нелегко с этим мальчишкой Но мне нравится Мне, черт побери, нравится, что он хочет И пытается до всего дойти сам Пришло, видно, такое время Время задавать вопросы И время на них отвечать Возвращается Давид Он прижимает к груди проекционный фонарь И жестяную коробку с диапозитивами Давид, отдываясь Извините Вольф, что это у тебя? Давид, это? Вы понимаете, у нас есть кружок Астрономический Он объединяет сразу несколько школ Там даже из десятых классов есть ребята И вот моему другу Вовке Сидельникову и мне Нам поручили доклад Есть ли жизнь на Марсе И вот Вовка достал проекционный фонарь И диапозитивы К нашему докладу Вольф Очень интересно Очень Давид с надеждой Может, хотите поглядеть? Вольф, помолчав с грустной улыбкой А почтовые открытки ты случайно не собираешь? Давид, удивленно Нет А что? Вольф Ничего, ничего Ты просто так спросил Таким голосом и с такой интонацией Что я невольно вспомнил Ну, неважно Оглянулся на Чернышева Думаю, что мы с Иваном Кузьмичем С удовольствием послушаем твой доклад Правда, Иван Кузьмич? Чернышев Разумеется Давид засуетился Тогда так Тогда вы, Мейро Миронович Садитесь к дяде Ване На диван А я Минутку Вольф пересаживается К Чернышеву на диван Давид ставит фонарь На круглый столик Принимается винчивать лампочку Чернышев Подождал Ну как? Будет кино или не будет кино? Давид Сейчас, сейчас Вернул лампочку Щелкнул крышкой фонаря Так Ну я могу начинать Чернышев Внимание 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 Давид Земля Колыбель Разума Но нельзя вечно жить в колыбели Вольф Одобрительно Совсем между прочим Не глупо сказано Давид Тоном лектора Эти слова Принадлежат Великому русскому ученому Отцу звездоплавания Константину Эдуардовичу Целковскому Чернышев Я был в Калуге Надпись на стене исчезает И вместо нее появляется изображение планеты Марс Давид Перед вами планета Марс Эти длинные тонкие полосы Которые вы видите на рисунке Итальянский астрономский аппарели Условно назвал каналами Уже много лет ученые всего мира Спорят по поводу того Являются ли эти каналы естественными Или это искусственные сооружения Мы с товарищем Сидельниковым Предлагаем новую теорию Теорию Сидельникова-Шварца По-нашему Чернышев Не знаю как по-вашему А по-моему они нахалы Давид Кто Чернышев Авторы новой теории Товарищи Сидельников и Шварц Давид Ну дядя Ваня Чернышев засмеялся Молчу-молчу Снова меняется изображение на стене Теперь это чертеж За спиной Давида Неслышно отворяется дверь Ведущая в прихожую На пороге Таня С пакетами в руках Старуха Гуревич И какой-то худенький мальчик Лет десяти С тоненькой девичьей шейкой И большими бархатными глазами Чернышев и Вольф Делают движение встать Но Таня предостерегающий Прикладывает палец к губам Давид Увлеченно Сейчас вы видите чертеж Схему распределения теплового баланса Это очень важный для нашей теории вопрос В северном полушарии, например, весна и лето длинные, но холодные Старуха Гуревич Боже мой, это где ж такое? В Москве или на Дальнем Востоке? Таня На Марсе Старуха Гуревич Ах, на Марсе? Со смешком Ну, на Марсе, пожалуйста На Марсе у меня пока еще нет родственников Давид Упавшим голосом Ну, все Выключил проекционный фонарь Обернулся к Тане Мама, познакомься, пожалуйста Это товарищ Вольф Мейер Миронович Старуха Гуревич Шагнула вперед Мейер Вольф Сплеснула руками Я это предчувствовала Вольф, тихо Здравствуйте, Роза Поклонился Таня Здравствуйте Извините Я, как говорится, без приглашения Таня Я очень рада, Мейер Миронович Старуха Гуревич Подождите радоваться И подождите здороваться Слушайте сначала, что скажу я Вышла вперед На середину комнаты Уничтожающе посмотрела на Вольфа Когда вы приехали в Москву, Мейер Вольф? Вольф Вчера Старуха Гуревич Во Внуково? Вольф Во Внуково Старуха Гуревич Вы меня видели? Вольф засмеялся Ну, видел Старуха Гуревич Вы меня не нукаете? Почему же вы ко мне не подошли? Вольф Мне показалось Старуха Гуревич перебила Ему показалось Вздохнула Да, вы умный человек, Мейер Вольф Но вы очень большой дурак Вольф С непонятной радостью Ну что вы, Роза? Старуха Гуревич Можете мне поверить В чем-в чем, а в дураках я разбираюсь неплохо Обращаясь ко всем Понимаете, дети мои Вчера я ездила на аэродром во Внуково Встречать одного гражданчика из Владивостока Я стою Мой самолет опаздывает Я волнуюсь Все хорошо В это время прилетает другой самолет Не из Владивостока Я стою Мимо проходят люди Проходит вот он И смотрит на меня так, как будто он очень хочет со мной познакомиться Усмехнулась А как-то так случилось, надо вам сказать Что с прошлой недели я перестала интересоваться мужчинами Он на меня смотрит, а я отворачиваюсь Он мне не нужен Ко мне летит совсем другой кавалер Так как поступает умный человек Умный человек подходит и говорит Здравствуйте, Роза Я ваш старый друг Мейер Вольф Можно я вас поцелую? Вольф Улыбаюсь Можно я вас поцелую, Роза? Старуха Гуревич Нет, теперь вы меня еще об этом хорошенько попросите Неожиданно всхлипнула Сама обняла Вольфа Расцеловала Как же вам несовестно, Мейер Снова ко всем Он, видите ли, прошел мимо Он гордый Он граф Люксембургский Ему показалось, что я не хочу его узнавать Из-за того, что... Ну, всем понятно Перевела дыхание А я действительно не узнал о вас, Мейер Просто не узнала И потом я волновалась Я встречала внучика Который, один Летел из Владивостока Где ты там, Мишенька? Иди сюда Смотрите, Мейер Это мой внучек Сын Ханы Поздоровайся, Золотко С дядей Мейером Мальчик Здравствуйте Старуха Гуревич Чернышев Ванечка Я, во-первых, поздравляю вас с праздником А во-вторых, смотрите Это сын Ханы Познакомься, Додик Это твой дружок Будете с ним дружиться Ну? Давид Не показывай особенной радости Привет Меня зовут Давид Мальчик Робка Миша Старуха Гуревич Внучек, а? Мишенька К бабушке прилетел Михаил Константинович Скоробогатенко Как вам нравится? Я даже не знала, что есть такие фамилии Таня Он очень похож на Хану Очень Старуха Гуревич Глаза Мамины Фамилия Папина А жить будет у дедушки с бабушкой Будет учиться на скрипке Или на рояле Чтоб весь день играл А бабушка с дедушкой Слушали и радовались Махнула рукой Ладно Расскажите-ка нам Мэйр Или нет Лучше сделаем так Взрослые пойдут в соседнюю комнату А мальчики полчаса поиграются здесь Если они будут умными мальчиками Так через полчаса их позовут пить чай И дадут им по хорошему куску мороженого торта Наклонилась О чем-то тихо спросила у мальчика Не надо? Мальчик энергично замотал головой Нет, нет, нет Старуха Гуревич, ну гляди Бабушку не конфусь Старуха Гуревич, пошли, пошли Танечка, детка, ты не беспокойся Я помогу тебе по хозяйству Давид, не обижай тут Мишеньку Пошли Старуха Гуревич, Таня, Мэйр, Вольф и Чернышов Уходят в соседнюю комнату Мальчики остаются одни Давид принимается укладывать диапозитивы В жестяную коробку Громко и фальшиво поет По разным странам я бродил И мой сурок со мною И весел я и счастлив был И мой сурок со мною Таня из соседней комнаты Врешь, врешь, немыслимо врешь, перестань Давид, обиженно Я развиваю слух Что это, тоже нельзя? Таня, можно, развивай Но только в те часы, когда никого нет дома Молчание Давид, слушай-ка, Скоробогатенко твоя фамилия? Мальчик, Скоробогатенко Давид, это верно, что ты вчера прилетел из Владивостока? Мальчик, верно Давид, один? Мальчик, один Давид со смешком Представляю Всю дорогу, небось, дрожал Мальчик, спокойно Нет, я не очень боялся Я уже летал с мамой Но одному, конечно, страшнее Давид, еще бы А здесь ты у бабушки с дедушкой будешь жить? Мальчик Да, на улице матросская тишина Неожиданно оживился Ты знаешь, мы с папой никак не могли понять Что такое матросская тишина А мама смеялась над нами И говорила, что это такая гавань Кладбище кораблей Давид Ну, правильно Мальчик Как же правильно, когда матросская тишина Улица Самая обыкновенная улица Бабушка говорит, что ее так назвали Потому что в старые времена Там была больница для моряков Давид, презрительно Бабушка говорит, дедушка говорит Много они понимают Есть матросская тишина Улица А есть другая Гавань Там стоят каравеллы, шхуны и парусники А в маленьких домиках на берегу Живут старые моряки со всего света Мальчик Где она? Давид Так тебе и скажи Сам поищи Мальчик А ты нашел? Давид Явно уклоняясь от ответа Слушай-ка, скоробогатенька Отчего ты вообще приехал сюда? Чего ты во Владивостоке не остался? Мальчик Мне нельзя Давид Почему? Мальчик Гордо Из-за климата У меня слабые легкие Меня из-за них папа в этом году даже в кругосветку не взял Обещал и не взял Врачи не разрешили Давид В какую кругосветку? Мальчик Кругосветное плавание Через Индийский океан Через Светский канал В общем, вокруг всего шарика Давид Сурово Знаешь, скоробогатенька Легкие у тебя, может, и слабые Но уж зато врать Ты здоров После паузы А у тебя кто, отец? Мальчик Капитан дальнего плавания Он на лайнере ходит Он уже семь раз в кругосветку ходил Давид молчит Отворяется дверь, ведущая в прихожую И быстро входит Людмила Людмила Привет, лопушок Вы чего тут без света? А где все? Там? Давид Пожевал губами Вот что, скоробогатенька А ты, между прочим, слышал, как мой папа играет? Мальчик Слышал У нас пластинка есть На одной стороне грустная песенка Калинникова А на другой сросатый, цыганский танец Давид А мазурку Винярского слышал? Нет? Ничего ты, выходит, не слышал Хочешь, поставлю? Мальчик А можно? Давид Если я говорю, значит, можно Размахивая руками Ты мой гость, я тебя развлекать обязан Сейчас, погоди Давид соскакивает с подоконника В темноте на ощупь находит пластинку Придерживает пальцем диск Ставит пластинку И возвращается на подоконник Мальчик садится с ним рядом Сумерки И как только раздаются первые такты печальной Церемонной мазурки Винявского И здесь, и в соседней комнате Наступает удивительная тишина Звучит мазурка Винявского В освещенном проеме двери появляется Таня Она останавливается на пороге Как бы на границе между светом и тенью И прислонившись головой к дверному косяку Слушает А затем коротко всхлипывает Как всхлипывают дети после плача И тогда Давид подбегает к Тане Обеими руками крепко, точно оберегая Обхватывает ее руку Таня, что, милый? В темное вечернее небо Взлетают разноцветные гирлянды Торжественного салюта Давид, салют Таня, да, день победы Давид, знаешь, мама Ты не сердись Таня, что, милый? Давид, после очень долгой паузы Знаешь, мама Ты только не будешь смеяться Таня, нет, милый, что? Давид, серьезно Знаешь, мама Мне почему-то кажется, что я никогда не умру Никогда Звучит мазурка Винявского Взлетает в небо и гаснут залпы торжественного салюта Где-то далеко гудит поезд Женщина зовет дочку со двора Катюша! Пятая глава Кончилось четвертое действие Кончился спектакль Кончилась эта проклятая генеральная репетиция Это мука мученическая Когда ни единая реплика на сцене Не встречала ответа в зрительном зале Закрылся в последний раз занавес Зажегся свет Солодовников встал Подошел к бутылочной и кирпичной Кирпичная что-то сказала И Солодовников, словно бы извиняюсь Развел руками И в это самое мгновение Проходивший мимо меня Товстоногов Сделал точно такой же жест Развел руками и покачал головой В суровом молчании С каменными лицами Покидали зрительный зал Немногочисленные зрители Только белолицый администратор Снова сокрушенно подсокол языком Ушли, не взглянув на меня Бутылочная и кирпичная Солодовников сказал Давайте, Александр Аркадьевич, зайдем за кулисы Хорошо, сказал я и встал Это надолго? Спросила меня жена Подожди меня в фойе, сказал я Думаю, что я скоро вернусь Я оказался прав Все дальнейшее заняло не больше 20 минут Мы прошли за кулисы Где Солодовников и сказал свою речь Уже описанную мною раньше Речь скороговорку Речь бормотания Речь, единственной целью которой Было не сказать ничего Да, судьба и вправду Чрезвычайно любит инверсии Надо же было такому случиться В одной из комнат Почти пустого деревянного дома Что стоит в серебряном бару Над Боской рекой В доме, где я дописываю эту книгу Живет с женой и Александр Васильевич Солодовников Мы встречаемся за завтраком, обедом и ужином Вечерами, если идет дождь и нельзя гулять Сидим и смотрим телевизор Его жена иногда беседует со мной А сам Александр Васильевич при встречах Отводит в сторону глаза И как-то неопределенно дергает головой Они живут на втором этаже А я под ними, на первом Ежедневно, по несколько раз в день Я пишу его фамилию и имя отчества Вспоминая его слова, голос, повадку Того Солодовникова, каким он был 15 лет тому назад А он, сегодняшний, об этом, разумеется, и знать не знает Он очень постарел и словно бы высох Но по-прежнему чиновно надменен И занимает, несмотря на свой преклонный возраст Почетную и бессмысленную должность Состоит при министре культуры Советником по вопросам театра А что такое советский театр? И каким ему быть надлежит? Это Александр Васильевич усвоил прекрасно Сколько раз принимал он в правительственной ложе почетных гостей И выслушивал их замечания Сколько раз председательствовал на совещаниях Посвященных проведению очередного фестиваля Или декады национального искусства Новый победный, 45-й год Генерал, командующий бронетанковыми частями Встречал под Веной В доме, принадлежавшем знаменитому фокуснику Хозяина дома с женой и детьми Попросили на время переселиться в подвал Впрочем, на новогодний прием Они были любезно приглашены И вот после часа ночи Когда уже были сказаны все положенные тосты Когда гости уже выпили, разомлели, размякли Старый фокусник решил позабавить Присутствующих своим искусством В никуда взлетали голуби Превращались карты в кубики Гасли свечи стеариновые Зажигались фонари Гости ахали, восхищались Недоумевали, аплодировали И только командующий После каждого нового фокуса Становился почему-то все мрачнее и мрачнее Наконец, не выдержав Он кивком головы Подозвал к себе адъютанта И шепотом спросил Слушай, а кто-нибудь из наших так может? Адъютант виновато пожал плечами Вряд ли, товарищ генерал Он же всемирно известный Я его афиши видел Там прямо так и написано Король европейских фокусников Генерал вздохнул и решительно сказал Ладно, вызывай армейский ансамбль песни и пляски Возьмем количество Гремит, гудит, грохочет Посвистывает и повизгивает Вселенская калинка-малинка Стучат каблуками молодцы В охотнорядских костюмах Проплывают уточками девицы В расшитых бисером сарафана На весь мир размахнулась Купеческая стрельня Выдаваемая за русское национальное искусство Графу Шереметьеву С его крепостным театром Или братьям Виэльгорским С их домашним оркестром В самом горячечном сне Не могло бы такое присниться Десятки, сотни тысяч крепостных актеров Музыкантов, певцов, танцоров, атлетов Даже прославленные балетные трупы Большого и Мариинского театров Даже такие великие музыканты-исполнители Как Ойстрах, Гилльц, Рихтер, Ростропович, Когат Все они по существу отбывают Самую доподлинную крепостную повинность Мало того, что больше двух третей Получаемые ими за границей гонораров Забирает государство Они не вольны принимать решения Строить планы Давать или не давать согласие на выступление Все обдумывают, решат Обо всем договорятся за них А потом их вызовут и скажут Надо или не надо ехать туда-то и туда-то Можно или нельзя играть то-то и то-то У графа Шереметьева случалось Нерадивого или в меру строптивого лицедея Могли и на конюшне посечь И в простые дворовые разжаловать В наши времена на конюшне уже не секут Неудобно Но нерадивость или что куда хуже Строптивость не должны оставаться безнаказанными Посекут не на конюшне, а на собрании Ошельмуют в печати Отменят уже объявленные заранее выступления и концерты Лишат права участия в заграничных гастролях А уж это последнее наказание Пострашнее порки на конюшне Не примечательно ли, что пресловутые особые магазины Где товары продаются только на сертификаты То есть по сути на иностранную валюту И прославленный танцевальный ансамбль Который большую часть года проводит в гастролях за рубежом Носит одинаковое название – Березка А вслед за ансамблями и спортивными коллективами Ездят особо проверенные и стойкие стукачи Во главе с писателями Анатолием Сафроновым И Цезарем Солодарем И вопят неистовыми голосами Шай-бу, шай-бу Сражаются наши хоккеисты Шай-бу Танцует Плесецкое Шай-бу Играет Леонид Коган Шай-бу И тут я не могу удержаться Чтобы не сказать об удивительном явлении Последних лет нашей жизни Радуйте, люди добрые Могучее и стройное здание неравенства Дало трещину И трещина эта образовалась В самом, казалось бы, надежном месте В самом защищенном, бронированном Незыблемейшее неравенство Восхитительный пятый пункт Удрал таки Выкинул коленца Оставаясь кайновой печатью Знаком качества второго сорта Он проклятый Оказался при том еще и лазейкой Обладатели пятого пункта Имеют право подавать заявление И добиваться разрешения на выезд за границу А при одних этих словах За границей, капстрана, инвалюта Сладостно замирают И тревожно бьются сердца Всех больших и малых чиновников И какой же русский не любит Быстрые езды Всего три с половиной часа И ты в Париже А Париж Это еще в старину говорили Приедешь, угоришь Ах, Елисейские поля Пляс Пегаль Универсальные магазины Призюник и Монопри Мы Это бывший А в ту пору действительный Директор киностудии Ленфильм Илья Николаевич Киселев И я Нас на две недели Пригласила в Париж кинофирма Алькам В преддверии начала съемок Совместного советско-французского фильма Третья молодость О знаменитом танцовщике И балетмейстере Мариусе Петипа Я, таинственной волей судеб Принимал участие в этой работе В качестве кинодраматурга С советской стороны И в Париже уже бывал Здесь с моим французским соавтором Полем Андреста Мы писали литературный сценарий А вот Киселев летел Не только в Париж А вообще за границу В самый первый раз Грузный, мешковатый, темнолицый Он наполовину цыган Илья Николаевич Обливался в самолете потом Непрерывно вытирал лицо и шею Большим, как полотенце Носовым платком И жалобно повторял Слушай, ты меня там не бросай одного, ладно? Ты же знаешь По-французски я не бум-бум И вообще Ориентируюсь слабовато О том, что Киселев ориентируется На Ленфильме рассказывали бесчисленные анекдоты Злые языки утверждали Что если машина Ильи Николаевича Высаживала его не у самого подъезда студии А где-нибудь на другой стороне улицы То Киселев мог вполне свободно заблудиться И даже не прийти на работу А по самой студии В павильоне и цеха Илья Николаевич неизменно ходил с провожатом Хмурый и чем-то явно раздосованный молодой человек Представитель фирмы Айкам Встретил нас на аэродроме Взял наши чемоданы Посадил в такси Каким-то странным кружным путем Минуя центр По окраинным парижским улочкам Мимо серых обшарпанных домов И пустырей Такси привезло нас к дверям Тоже весьма неказистой гостиницы Молодой человек выгрузил наш багаж Внес его в холл Что-то негромко сказал портье И поспешно распрощавшись с нами Ушел И только теперь, оглядевшись Я понял причину и его досады И этой виноватой поспешности Гостиница, в которую нас привезли Была третьеразрядным заведением Того сомнительного пошиба Где вечно сонный портье Не глядя Глядеть на гостей здесь не положено Дает посетителям ключи Пожалуйста, медам-месье На час, на ночь, на сутки По узкой винтовой лестнице Мы поднялись с Киселевым В наши почти одинаковые номера С кокетливыми ситцевыми занавесками В цветочках С неизменной ширмой возле кровати И старинным педальным умывальником С ведерком воды и тазом под ним Телефонов в наших номерах Разумеется, не было Ну нет, сказал я Киселеву Мы здесь, Илья Николаевич Жить не будем Это какое-то недоразумение Сейчас я спущусь к портье И позвоню в фирму Я тебя умоляю Снова залепетал Киселев Хватая меня за руки Ты не уходи Я ж боюсь Я ж потеряюсь Не потеряйтесь Сидите в номере и ждите меня Через пять минут я вернусь Но вернулся я не через пять минут А значительно позже Телефон у портье был испорчен И я довольно долго плутал По горбатым переулкам и улочкам Пока не набрел на какое-то кафе Откуда я и позвонил Наконец в фирму Глава фирмы Александр Каменко Сказал мне в телефон Скорбно за могильным голосом Что это все ужасно Что он очень извиняется Перед господином Киселевым И передо мной Что все они просто в отчаянии Но сегодня в Париже Кончается какое-то Идиотское международное Авторалли На которое съехались Любители из всех стран И что завтра рано утром Он сам лично Заедет за нами И перевезет нас В хороший отель Где нам уже заказаны номера Еще раз умоляю Сказал в заключении Каменко Передайте господину Киселеву Тысячи извинений И сердечный привет Что он делает? Господин Киселев Сурово сказал я Сидит у себя в номере И очень сердится И все это оказалось неправдой Господин Киселев Не сидел у себя в номере И не сердился Господин Киселев Стоял у подъезда гостиницы Крепко Чтоб не потеряться И не заблудиться Держась одной рукой За ручку двери И смотрел на пустырь Что находился Напротив гостиницы По пустырю Уставленному в живописном беспорядке Огромными металлическими корзинами Для мусора Стаями нахально Бродили сытые коты и кошки И рылись в отбросах Две старухи Но небо над пустырем Было сиреневым В розовых разводах И откуда-то доносились Автомобильные гудки И музыка И господин Киселев Даже не обернулся Когда я подошел И сказал Илья Николаевич Ничего не попишешь Придется нам здесь переночевать Одну ночь Утром переедем В другой отель Он не ответил Он продолжал Чуть приоткрыв рот Смотреть на пустырь Он тяжело дышал И в груди у него Что-то булькало И хрипело Иван Николаевич Уже слегка обеспокоенный Не случилось ли чего Окликнул я Что с вами Иван Николаевич И все так же Молитвенно Неотрывно Глядя на пустырь На мусорные корзины На котов и старух Господин Киселев Тихо проговорил Париж Какой город Эту историю Я вспоминаю Всякий раз Когда кто-нибудь Начинает при мне Жаловаться на то Что из него Тянут жилы С разрешением На выезд в Израиль А что же вы хотите Друзья мои А как же иначе Обыкновенный Рядовой советский человек Имеет право Один раз в три года Поехать в туристскую поездку В какую-нибудь Капиталистическую страну Один раз в три года Всего на 7-9 дней Гражданин из страны Победившего социализма Где человек Человеку друг Товарищ и брат Может мельком взглянуть На страшный мир Где человек Человеку волк Но и на подобного рода Поездку дают Разрешение Далеко не каждому И всякий раз Это многомесячная Трепка нервов Это бессонные ночи И лихорадочные ожидания Пустят Или не пустят И если не пустили А сообщать причину Отказа не положено Какие мучительные Часы раздумий Какая невыносимая Тревога Снова на долгие месяцы И на бессонные ночи Охватывает Свободного И счастливого Гражданина Страны Совета За что? Почему? Значит не верят Значит где-то И на кого-то Я не так поглядел Не то сказал Значит в той Таинственной комнате Которая называется Особый отдел И куда посторонним Вход запрещен Строжайще Числятся за мной Какие-то неведомые Мне грехи Ай-яй-яй Как плохо Как тревожно Какая беда Ибо всякую поездку За границу Даже туристскую Принято у нас Рассматривать Прежде всего Как неоспоримое выражение Доверия И поощрение И вдруг На тебе Эти самые Что с пятым пунктом Эти неравнейшие Среди неравных Эти граждане Второго сорта Хотят Чтоб им дали Разрешение Уехать В капиталистическую Страну Израиль И не просто Хотят Требуют И не только Требуют Уезжают Сотни Тысячи Что случилось Как могло Такое произойти Ратуйте Люди добрые Не ладно Что-то в датском Королевстве И уже Не по тексту Шекспира Гражданин Полуумного Мира Я одними Губами Кричу Распалось Связи Времен Я шел На это Свидание И совершенно Искренне Волновался С человеком Которого Мне сейчас Предстояло Увидеть Мы не встречались Ни много Ни мало Ровно Сорок лет Еще одна Из причудливых Инверсий Судьбы Все эти годы Мы жили В одном городе Состояли До моего Исключения В одной и той же Писательской Организации У нас были Общие друзья Мы посещали Вероятно Одни и те же Вечера И просмотры В Центральном Доме Литераторов И вот Подишты Ни разу Ни единого Раза Не встретились А ровно Сорок лет Тому назад Мальчишки Непременно И обязательно Встречались Дважды в неделю На занятиях Литературной Бригады При газете Пионерская правда В одной из комнат Липоватый Нескладный И медлительный Мальчик По имени Володя Который Тоже Разумеется Писал Стихи Кто же Их не пишет В 13-14 лет Но иногда Читал И свои рассказы Короткие Странные Вызывавшие Неизменное Одобрение Руководителя Нашей Бригады Молодого Писателя Исаия Рахтанова Автора Прекрасной Детской Книжки Чин-Чин-Чиномен И Бонни Сидней Однажды Рахтанов Сказал С вами Хочет Познакомиться Поэт Эдуард Багрицкий Следующее Занятие В пятницу Мы проведем У него Дома Я Рассказывал Ему Про нашу Бригаду И он Просил Чтобы я Вас К нему Привел Диковинное Оружие Висело На диковинном Стенном Ковре Диковинные Рыбы Плавали В диковинных Аквариумах Диковинный Человек С серо-зелеными Глазами И седым Чубом Спадавшим На молодой Лоб Сидел Поджав По-турецки Ноги На продавленном Диване Задыхался Кашлял Курил От астмы Вонючий Табак Астматол Ищурясь Слушал Как мы Читаем Стихи Всего В нашей Бригаде Было Человек Пятнадцать И стихи Мы читали По кругу Каждый По два Стихотворения Багрицкий Слушал Очень Внимательно Иногда Если Строфа Или Строчка Ему Нравились Одобрительно Кивал Головой Но Значительно Чаще Хмурился И Смешно Морщил Нос Когда Чтение Кончилось Багрицкий Хлопнул Ладонью По дивану И сказал Как нечто Очевидное И давно Решенное Ладно Спасибо В следующий раз В пятницу Будем разбирать То что вы Сегодня читали Он хитро Нам подмигнул Приготовьтесь Будет не разбор А разнос Так неожиданно Мы стали Учениками Эдуарда Багрицкого Это было И очень почетно И совсем Не так-то легко Эдуард Георгиевич Был к нам Мальчишкам Совершенно Беспощаден И не признавал Никаких Скидок На возраст Он так и говорил Человек Или поэт Или не поэт Если ты не умеешь Писать стихи В 13 лет Ты их не научишься Писать и в 30 Как-то раз Я принес Чрезвычайно Дурацкие стихи Написаны Они были В форме письма Моему Якобы родственнику И крупному поэту Проживающему Где-то в чужой стране В этом письме Я негодовал По поводу того Что поэт Не возвращается домой И утверждал Что когда-нибудь Буду сочинять стихи Не хуже чем он А может быть Даже и лучше Багрицкий Рассердился Необыкновенно Он чуть не подпрыгнул На своем Продавленном диване Замахал руками И закричал Кашляя и задыхаясь Глупость Чушь собачья Ерунда На постном масле Почему это я Когда-нибудь Буду писать Не хуже чем он Я уже и сейчас Пишу в тысячу раз Лучше Так ведь это я Не про вас Эдуард Георгиевич Попытался я Оправдаться Это ж я про себя И тут Багрицкий Сказал удивительные слова Он сказал их Уже без крика А серьезно И негромко Ты поэт Ты мой поэт Всякий поэт Который находит Своего читателя Становится его поэтом И все Что ты говоришь Ты говоришь И от моего Читателя имени Запомни это Хорошенько Я запомнил Эдуард Георгиевич Я не забыл На одном из занятий Володя прочел Свой новый рассказ Багрицкий Одобрительно кивнул По-моему хорошо Я правда В прозе не очень-то Но по-моему хорошо В следующую пятницу Едва мы только расселись Раздался стук в дверь И в комнату Багрицкого Быстро И почему-то бочком Вошел невысокий человек В очках С широким И веселым лицом Багрицкий сказал Познакомьтесь ребята Это Исаак Эммануилович Бабель Мы восторженно замерли Бабель очень уютно Примостился на диване Рядом с Багрицким А Эдуард Георгиевич Повелительно сказал Володе Прочти, что ты нам В прошлый раз читал Пока Володя глухо И монотонно Читал свой рассказ Багрицкий и Рахтанов Смотрели на Бабеля А Бабель слушал Полузакрыв глаза И не шевелясь Потом, когда занятия кончились Бабель увел Володю к себе Они с Багрицким Жили в одном доме С тех пор Уже отдельно от нас Володя стал бывать У Бабеля А потом Для меня начался театр И стихи на долгие годы И вовсе ушли Из моей жизни И вот Ровно сорок лет спустя Мы сидим с Володей На кухне у нашего Общего друга Который, собственно И задумал Снова свести нас Пьем Едим Беседуем Володя Все такой же Сонно-подслеповатый Но сильно погрузневший Ставший кряжестее И квадратнее Тягучим и веским голосом От которого у меня Сразу же заболела голова Внушает мне Ты же русский поэт Понимаешь? Русский Зачем же ты Особенно в последнее время Я слышал твои новые вещи Занимаешься Какой-то там Еврейской темой На кой она тебе сдалась? Что за дурацкий Комплекс неполноценности Уже понимая Что за этим последует Я вяло возражаю ему Я говорю Что комплекс неполноценности Тут решительно ни при чем Что сегодня Сейчас На наших глазах Совершается новый исход Уезжают навсегда Тысячи людей И среди наших друзей И знакомые Милые нашему сердцу люди И что остаться К этому равнодушными Мы просто не имеем права Что мы обязаны Об этом писать Пусть другие Об этом пишут Гудит Володя И тычет в меня Очень толстым Указательным пальцем А тебе об этом Писать не надо Почему мне Именно Русскому Как ты говоришь Поэту Об этом писать не надо Задаю я уже Слегка провокционный вопрос Володя усмехается Именно тебе И не надо Понял? Я понял тебя Друг моего детства Я тебя Прекрасно понял Это все тот же Заколдованный круг Сказка про белого бычка Кольцо Которое не сомкнуть Не разомкнуть Если я русский поэт То какое мне дело До евреев Уезжающих в Израиль А если мне все-таки До них дело То это только потому Что я сам По происхождению еврей А раз я еврей То я тем более Не должен Интересоваться Думать И писать Об уезжающих в Израиль Пусть об этом Пишут другие Со стороны еврея Это бестактно Вот и поди Вырвись из этого Круга А Володя Уже слегка Захмелев Все продолжает Тягучи гудеть Как большой И злобный Шмель Что же Милые мои Получается Сами во всем Принимали участие И в двадцатые годы И в тридцать седьмом И после А теперь бежать Нет уж Вместе кашу варили Вместе давайте Ее и расхлебывать А то понимаете Одни уезжают на свою Изволить или видеть Историческую родину А другие А скажите мне Рязанскому парню Костромскому Ярославскому Им то куда Прикажете податься Умри, Денис Лучше не скажешь Я встал И сославшись На головную боль Ушел Прощай, друг Моего детства Больше нам с тобой Видеться незачем Но разве что Еще разок Снова Сорок лет спустя Впрочем Вряд ли мы с тобой Проживем так долго Конечно не проживем Так что прощай По мокрому снегу Посыпанному Крупной серой солью Мы возвращались С женой домой Мы шли из театра Мы шли с генеральной Репетицией Моей пьесы Матросская тишина За генеральной Репетицией Обычно следует Премьера Банкет Но на сей раз Банкета не будет Была, но съедена Конфета Была, но съедена Конфета На всем столе Одна галета Привет участникам Банкета Это в конце концов Неплохо Что студийцы В учебном порядке Поработали над таким Чуждым для них Материалом А теперь, товарищи Надо искать свою Молодую Близкую по духу Драматургию Спасибо, товарищи Мы знали этого Точно я поднял ее на руки и она лизнула меня в нос когда чапа умерла наша дочь похоронила ее за своим домом во враге под деревьями хоронить пришлось ночью тайком иначе могла нагрянуть санитарная инспекция и оштрафовать в москве вообще похоронить трудно а человека даже труднее чем собаку особенно если человек верующий и не хочет чтоб его сжигали в крематории похоронить в москве трудно убить легко серебряный бор москва 1973 год